А лекция будет проходить в формате аудио? Да. Ну, нет. Я буду писать, показывать, соответственно, какие-то файлы. Вы готовы, должны будете записывать формулу определения. Дальше мы обсудим. Я сейчас все это расскажу. В общем, до 10, что меня это все постоянно отвлекало, до 10.05. Потом мы начнем. В общем-то, у нас понедельник под это дело, под эти забавы, отведен. Поэтому мы сами установим расписание, как оно будет наиболее удобно. У них ничего больше нет, что ли? А? Нет. Только... Да, только... Как это самое, у Дюма 10 лет спустя, когда Достанин приехал в Потосу, и ему Мушкетон рассказывал, что у нас каждый день свои забавы. Когда-то один день охота, другой день там танцы. Другой день официально равнение. Мы в гости ходим, да. У нас дядюся... Это говорит, что-то Дартоян послушал, а говорит, а где же у вас это самое... Еда-то вкусная, которая у вас всегда есть. Он говорит, ну, этому предаемся ежедневно, чем угодим. На это не нужен отдельный день. У 36-й группы вроде бы есть еще пара, но она не близко. Да? Да, сейчас я посмотрю, но она прям вечером. То ли в 5. Ну да, нет, у меня вот, ну, как сказать, у нас с вами с 10 до 5. Вот, отведена эта самая Zoom, этого конференции мы отключаться не будем, все нормально. То есть вот в это время мы и отдыхаем, там, ну, перерыв делаем, и занятия, и практические лекции. Ну вот, в общем, мы все это сделаем так, чтобы, ну, вот, было нам удобно, потому что, как бы, здесь больше никто нам не мешает, и мы сами помечаем, как делать, как будет наиболее удобно. Артем, твой однофамильец появился. Ну, их однофамильцев очень много, в принципе. Да, победительный. Значит, вообще, ко всем просьба, вот, поскольку, я не знаю, если мне удастся отключить, я сейчас вынужден каждого нажимать, принять. Если я смогу эту опцию отключить, тогда неважно, когда вы приходите. А так желательно, чтобы вы подходили, ну, до 10 в следующие дни, а я в 10, соответственно, всех одновременно принимал, вот, чтобы нам потом на это не отвлекаться. Лучше раньше прийти, а я приму, соответственно, ну, ткнуть, а я в 10 всех подключу. Так, потому что вы опаздываете, ну, так сказать, вот, 100 человек сидит и ждет. Тех, кто задерживается. Так, ну что, наверное, начнем. Значит, я тогда включаю запись. Так. Звукозапись. Вот. Значит, ну, всем здравствуйте. Я, ну, можете не здороваться, вас много, я, значит, понимаю. Меня зовут фамилия Басов, Владимир Владимирович. И мы с вами в этот семестр будем заниматься обыкновенными дифференциальными уравнениями. Значит, будут лекции, ну, по утра будут 10 начинаться, а потом будет практика. Практика у вас разделяется, как бы, вы разделяете на два потока. Первые две группы практику буду вести я, а три, значит, вот следующих, ну, по возрастанию номера групп, будет вести мой, так сказать, ну, вот, помощник, мой аспирант. Вот, сейчас он уже закончил аспирантуру. Артем Жуков, Артем Сергеевич, если. Вот. Вот, значит, мы будем на практике, фактически, это все одно и то же будет проходить. То есть он будет решать те же самые задачи, точности те же самые, контрольные, будет совершенно идентичные. Вот. Основная проблема наша будет, ну, по потере времени, это проверка, конечно, контрольных работ. Именно поэтому, ну, даже двум будет, двоим будет трудно. Ну, и, конечно, вторая трудность в возрасте, когда будет экзамен, когда вас очень много, тогда, может, я еще позову людей, ну, своих, которые будут мне помогать, нам, с Артемом, принимать экзамен. Потому что два года назад, вот, последний экзамен получился у нас с 10 утра до полдевятого вечера. Столько народу пришло, потому что я разрешил всем, ну, кто неудачно сдал, всем, так сказать, ну, прийти еще раз, пересдавать, до официальной пересдачи. Ну, лучше, конечно, таких вещей, конечно, не доводить. Так, значит, что вас ждет? Вам нужно будет на практических занятиях, значит, будут рассказываться, как решаются различные типы дифференциальных уравнений. И на определенные типы вы будете решать контрольные, ну, вот, будете решать уравнение, которое мы даем. Будет три контрольных работы. Всего надо будет решить 9 задач, вот, на 9 разных тем. Так сказать, уравнение носит, я буду подробно говорить, различные имена тех математик, которые, по-видимому, ну, одним из первых их решали. Там уравнение Бернулли, Лагранжа, Клеро, Эйлера, в общем, короче, всех известных математиков. Они оставили свой след в дифференциальных уравнениях. Вот. Ну, и, значит, вы должны будете решить вот в своей жизни самостоятельно хотя бы одно уравнение Бернулли, без ошибок. Вот вы его решили, получили плюсик, получили таких 9 плюсиков, получили зачет. И тем самым получили допуск к экзамену. То есть у нас нет системы накопления баллов, которые, ну, вот, в отдельных... Ну, на других предметах у вас могут использоваться. На экзамене вы будете сдавать, понятно, то, что я вам прочитаю на лекциях, что успею прочитать, потому что ситуация сложилась такая. Вообще говоря, мы с Матмеха, ну, вот я всю жизнь преподаю на втором курсе, ну, помимо занятий научной работы, преподаю второму курсу дифференциального уравнения. Вот. И у нас программа и по времени, и по силе вы как... Несколько лет я вот читаю лекции по диффорам в ЭТМО у вас. Ну, вот на ваших потоках, у Парфенова. По силе вы примерно одинаковыми со студентом Матмеха. Поэтому и программа у вас, в общем, которую я читаю, одинаково доступна. Единственное, что изначально было... На Матмехе читается год раз в неделю лекции. У вас тоже было так. Четыре года назад или пять. А потом срезали, и осталось только, так сказать, раз в неделю лекции. Только в одном семестре. Поэтому в лекциях я не могу прочесть то, что я читаю на Матмехе. Все, а читается то, что успеется. Но наиболее важное. Потому что, ну, на самом деле, без диффоров ничего невозможно. Любая, так сказать, задача, в которой движется материальная точка, это тема дифференциальных уравнений. Что касается практики, опять-таки, у вас был только один семестр, а на Матмехе два. И это просто невозможно, ничего не успеть. И тогда я придумал эту штуку, чтобы две группы объединялись, как бы шли друг за другом. Ну, у вас, по идее, должно быть два часа практики. Но объединяя две группы вместе, то есть они становятся в два раза больше. Ну, где-то по 50 с небольшим человеком. Так, в общем, каждый год и происходит. Ну, нам удается сделать четыре часа все-таки практики. Тогда мы успеваем не столько, сколько на Матмехе, но все-таки значительно больше. То есть вот на девять задач мы должны будем успеть с вами материал пройти наиболее важных. Мы заканчиваем не будем решением линейных уравнений, линейных систем, без чего просто вообще все невозможно. Вся Матфизика и все другие науки, они как раз в первую очередь сталкиваются с решением, как раз вот умением решать линейные системы, линейные уравнения высокого порядка. Значит, поэтому, ну, вот так это будет устроено. На экзамене, ну, меня сразу интересуются, спрашивают. Обычно на экзамене что я разрешаю, что не разрешаю. И везде, и всегда я разрешаю пользоваться конспектом. Ну, тут мне, если у нас будет экзамен, я не знаю, как он еще будет проходить. Если у нас будет экзамен заочно, опять-таки я вам не могу это запретить, но это не страшно. Я все равно это всегда разрешаю всем. Вот. Ну, потому что зачем народ будет мучиться, делать шпаргалки, потом мне это ловить, не ловить? Понятно, что не нужно. Моя задача другая. Моя задача, чтобы... Что-то знали. Или знали достаточно, ну, чтобы, смотря какие у вас цели. В дальнейшем. Будет ли как-то связано с дифференциальным уровнем? Хотя, так сказать, даже и в программировании. Ну, любые задачи такие реальные, они требуют умения решать дифференциальные уровни. Я в свое время расскажу об этом, насколько это важно. Вот. Поэтому будет следующая ситуация. Вы получаете билет. Там, скажем, два вопроса, две какие-то теоремы, которые надо доказывать. Вот. Но сначала мы начинаем с того, что я с вами беседую. Беседую. вот спрашиваю различные определения. Понимаете? Вот определение, а это язык, собственно, математики, в данном случае язык дифферов, надо знать наизусть. Потому что, ну, если вы не понимаете по-китайски, то вы ничего не скажете, и никого не поймете. Точно так же и здесь. Я произвожу какие-то слова, вы не понимаете. Определение, вы говорите, формулировки основных теорем. Это мы просто выясняем в разговоре. Если вы этого не говорите, ну, так сказать, многого, то разговор заканчивается без всякого билета, и вы идете на пересдачу. Если вы поняли, ну, если с вами можно разговаривать, вы понимаете те слова, которые произносятся на диффурах, что такое решение, что такое... там, не знаю, омега-предельное множество и так далее, то тогда мы начинаем смотреть, ну, так сказать, разобавляясь в доказательстве тех теорем, которые вам заданы. Значит, соответственно, если вы не просто переписали, вы понимаете, вы мне ответили, ну, и, соответственно, получили в идеале пятерку, ну, а нет, так, соответственно, оценки ниже, но положительные. Вот. Я с удовольствием готов всем поставить пятерки. Ну, пожалуйста, постарайтесь, надо что-то учить. Пришли учиться, надо что-то учить. Учить, я повторяю, нужно определение, это обязательно. И все это непонимание идут у вас, если вы что-то где-то не понимаете, вы в свое время не выучите какие-то определения на матанализе, на алгебре, и теперь вот у вас сложность. Диффура такой интересный предмет, что, занимаясь с вами, вы невольно со мной подтянете и алгебру, и матанализ. Деться некуда просто. Потому что многие понятия нам будут нужны, и не разобравшись с них, вы не сможете решать. Ну, они будут простейшие вещи, там, собственные числа, там, собственные векторы, ну, вот, если из алгебры брать, ну, линейная алгебра, все. Ну, и все, собственно, на этом все закончится. Кто не сдал сразу, там официально будут потом, это уже деканат назначает, одна или две пересдачи. Вот, но это уже, наверное, будет в феврале, я так понимаю, ну, по прошлым годам. Вот. На самом деле, вы попали вот в уникальный поток совершенно, потому что всегда дифференциальные уравнения читаются на втором курсе, везде. Ну, в серьезных вузах. Вот. И у вас-то это было, и мы вот с Артемом вели занятия, я читал лекции на втором курсе. Но потом там случилось так, что, в общем, очень много времени потребуется какие-то другие непонятные предметы. И на втором курсе, именно на вашем, когда вы учились на втором курсе, диффура срезали и перенесли на третий. Но понятно, что это невозможно, потому что диффуры требуются. Дальше. Вот сейчас матфизика, как она без диффуров, просто непонятно. Вот. И уже параллельно вот сейчас с вами на втором курсе тоже снова начали уже изучать диффуров. А вы так вот, бедные, на третьем это делаете. Единственный такой поток в истории. Но, тем не менее, с другой стороны, мне же легче. Вы, так сказать, на год поумели, стали более разумными людьми, и нам будет легче с вами. В этом смысле, я надеюсь, как раз все очень хорошо. Вот. Значит, контрольные. Ну, с лекциями более-менее понятно. Тут мне особо нечего говорить. Основной момент, значит, как мы будем заниматься на практике. На практике каждое занятие, ну вот, если начинается новая тема, начинается с мини-лекции. То есть, если мы еще не успели пройти, или вообще на лекциях не читается, ну, какой-то раздел, ну, как решать какое-то уравнение, я не буду на лекциях читать конкретного типа. Я рассказываю, ну, и Артем рассказывает, соответственно, вам, ну, читая мне лекцию без всяких доказательств, то есть, грубо говоря, рассказывать алгоритм, как надо решать. Вот. Тут вам очень важно писать. Чем больше вы успеете записать с нашего разговора, тем вам будет легче. Потому что тут будут все полезные советы, как наиболее экономично, как наиболее рационально считать, как, так сказать, отлавливать свои ошибки. Ну, какие-то, так сказать, универсальные замены, которые будут делаться непрерывно. Вот. Поэтому, чем больше вы здесь запишите на теме лекции, тем вам будет легче разбираться, когда вы будете решать. Но после этого мы решаем некоторое количество примеров на данную тему. Когда мы нарешаем достаточное количество типов уравнений, происходит контрольная работа. Ну, там будет два, три или четыре примера по-разному. Зависит от сложности. Скажем, первое контрольное это четыре задачи. Ну, потому что наиболее простые. Значит, мы с вами будем заниматься по задачнику Филиппов. Сборник задач по обыкновенному диффициальному уравнению. Их огромное количество пересдач, они везде есть, в интернете, и, так сказать, нет вопросов. Значит, там задачи, ну, есть хорошие, есть не очень, но много простых задач. Но для обучения они достаточны. После этого будет контрольная работа. На контрольные примеры уникальные. Примеры в основном придумывал я, но в последнее время со мной вместе Артем тоже придумывал. Вот. Они, так сказать, ну, во-первых, никто их больше не решал никогда. потому что они пока нигде не напечатаны ничего. Вот. И они более сложные в чем? Более сложные в плане того, что, ну, скажем, если для решения можно применять различные замены, ну, вот в одном случае на одном у задачи Филиппова одно уравнение на одну, так сказать, на один прием, другой на другом, третий на третий, то, скажем, в наших задачах будет включаться все три, ну, так сказать, плавно одно в другое притекать, все три, так сказать, способы. То есть вы демонстрируете все свое умение. Счет, счет, ну, что-то надо будет интегрировать. Значит, я очень рекомендую не пользоваться Вольфрамом, при интегрировании. Ну, во-первых, будут такие интегралы, которые Вольфрамом напишут всякую ерунду, не очень понятную. А если вы будете это руками делать, то там будет все очень понятно и просто. То есть во многих случаях Вольфрам вам не поможет. Кроме того, ну, надо уметь самим интегрировать. Собственно, что нужно? Ну, знать таблицу производных, потому что нельзя интегрировать не знать таблицы производных. Нужно уметь вносить под дифференциал, то есть выделять полный дифференциал. Это же нужно на самом деле в задачах под дифференциал на это будет контрольное. один из примеров на контрольное. Дальше нужно уметь интегрировать по частям, ну, и методы старградского продолжения простейших. Больше ничего не нужно. И вот эти-то методы вы должны уметь делать. Я очень советую это самим делать. значит, дальше задача будет, ну, как бы, задача делится, каждая задача делится на две части. Первая, это непосредственно решить то уравнение, которое дано. Значит, очень быстро вы поймете, что решений бесконечно много у любого уравнения дифференциального. То есть, их вообще континуум, несчетное множество. Ну, там всегда, вы понимаете, если вы проинтегрировали, просто первообразную взяли, там добавляется константа С. Ну, вот, хотя бы с точки до этого С, понятно, при каждом С свое решение. Значит, первая задача выписать все решения. Ну, в ответе написать, да, ответ, значит, обязательно, привести подобные члены, все, так сказать, ну, то ответ надо вылезать. Самое, по ходу решения, на чем делаются ошибки, кроме арифметики? Они происходят из-за того, что в ходе решения, в ходе решения задачи, вы какие-то решения теряете, ну, когда теряете, например, вы что-то поделили на какую-то функцию, ну, надо нам поделить правую и левую часть, и понятно, тем самым, запретили обращаться в ноль. Но эта же функция могла оказаться решением, но эта функция равна нулю, поделив, вы ее потеряли. Соответственно, делить бесплатно нельзя. То есть, когда слово поделить, вообще, вы можете сдругнуть, как это так делить, потому что это очень опасно. Поэтому надо посмотреть, если вы, как найти, подставить, как известно, любое решение, будет ли какой-то x0 корнем какого-то уравнения обычного. Ну, подставили, проверили. Точно так же и здесь. Подставили функцию уравнения, получили верное творчество. Значит, это решение, не забыть его, включить в ответ. Если нет, то зачеркнули, забыли. Все. Бывает, наоборот, лишние решения прихватывают. Опять-таки, это ответ неправильный. Ну, будет, не хватает. Итак, первая часть ответа, это выписать все решения. Будет какая-то формула, которая включает большинство решений, потом какие-то решения, которые в нее не вошли. Ну, так скажем, потерянные. Значит, вторая часть ответа связана с тем, что вам придется еще решать так называемые задачи каши. Я вот сейчас на лекции, понимаете, лекция первая, она и для практики, и для лекции, потому что я буду давать определения, они нужны и там, и там. Ну, сейчас все определения задачи каши будут. Так вот, на самом деле, ничего страшного нет, а вот наслечается в том, что указывается точка какая-то, на плоскости. Ну, x и y, короче, x0, y0. И среди множества всех решений, которые вы нашли, вы ищите то решение, которое проходит через эту точку. Вот это и значит решить задачу каши. То есть вам необходимо будет это решение выписать. Ну и, понятно, это какая-то функция, нужно будет написать, так называемый, максимальный интервал существования. То есть множество, на которых это функция задана. Потому что сейчас непосредственно я буду говорить, любая функция, на самом деле, это пара. Так сказать. Область определения и правила, которые заданы на этой области определения, этой функции. Ну и, соответственно, у вас будет, как правило, надо будет решить две задачи каши из некоторого количества. Ну там их может быть 4, 6, 10, 11. Неважно, сколько наиболее интересных я там сам придумываю. Ну и тут вот будет каждому своя. Своя пара решений. Значит, как выбирать свои задачи каши, чтобы каждый раз на мне разбираться? Я подготовил такую инструкцию, что ли, я всем вам разошлют. Значит, соответственно, всем она будет показывать. Ну вот, я ее разошлю. Так, сейчас я покажу, где она. Да, вот. Так, не понял. Сейчас, что-то я не то сделал. А, вот она, да. Значит, выбор задачи каши. Видно, да? Артем? Артем? Видно вам? Папка. Ну, нет, выбор задачи каши, видно это? То, что у меня написано? Нет, вы сейчас открыли. только папка. Только папка, да? Сейчас, одну секундочку. Откуда она взялась? Так, секунду. Так. Надо просто разрешить зуму другое окно. Я понимаю, сейчас. Да, я понимаю, я просто ищу. А вот она. Вот появилась? Нет, он все еще папку. Нет, не понял сейчас. Одну секундочку еще раз. Так. Так, вот вы сейчас видите мой стол, да? Или нет? Ну, браво. Нет, все еще папку. Сейчас. Понимаем. Так. Вы запустили демонстрирую. Так, ну вот сейчас доска сообщений появилась? Да. Вот видите, приветствую всех, да? Да. Так, отлично, хорошо. Так, а почему теперь? Так, сейчас, секундочку. Так. Сейчас, понятно, сейчас, секундочку. Потерял я. Да. А, вот она. Все понятно. Вот, наверное, появилась теперь. Выбор задач Каши. Да. Вот. Да, пойдем. Значит, итак, ну я сразу это прокомментирую, что пока мы в максимальном составе находимся, пока мы в максимальном составе находимся, значит, я объясню, как выбрать задачи Каши. Значит, вот вообще говоря, у вас там будет, ну, М задач Каши. Вот дальше идет пример, когда М равно 6, например, 6 задач Каши разных. То есть, разные точки указаны. А вам надо найти решение, которое проходит через эти точки. Вот. Значит, как выбрать, какие номера? Стандартом вам будет, значит, нужно решить две задачи Каши. То есть, вот, выбрать номера Н и Н плюс 1. Значит, как эти Н и плюс 1? Как находить это М? Вам разослали, ну, вот, в списке в группах, и там в каждом присвоен, так сказать, индекс, ну, или номер, неважно, каждому студенту. Вот это ваш номер, вы его должны четко помнить. Ну, это у вас есть. Вот. Значит, вы знаете свой индекс, вы, ну, грубо говоря, делите свой индекс на число задач, проявляете единичку, потому что задачи с номером 0 нету, и получается у вас номер Н. Ну, и, скажем, если у нас сказано Н, Н плюс 1, ну, соответственно, берете Н и, соответственно, Н плюс 1. Если покажется, что у вас Н получилось, вот как у меня в примере 6, то есть, а седьмой задачи Каши уже нету, то, соответственно, Н плюс 1, это зациклились, и будет первая после задачи. То есть, вы решаете шестую и первую. Ну, а если там другие, то две подряд. Вот, собственно, и все. Вот. Так выбирать задачи Каши. Теперь дальше. Дальше нам очень, значит, больше всего времени, вот так, во всем случае, при удаленном написании контроля занимает вот проверка и подальнейшее обсуждение. Проверка моя контрольная работа и, соответственно, обсуждение с вами ваших ошибок, так сказать. Вот. Я с этим столкнулся на матмехе весной, ну, когда тоже была удаленная эта самая работа, и там группа поменьше, но все равно это ужуткая возня. И очень много с каждым разговариваешь где-то 10-20 минут, и понятно, сколько у вас, 50, больше 50 человек. Ну, вот у меня будет и больше 50 у Артема. Вот. И это непонятное время совершенно занимает. Кроме того, если неаккуратно оформляется, то пока разберешься, что написано, это совсем плохо. Поэтому я, так сказать, еще вот написал тут ниже, ну, какие-то советы, как оформлять работу. вот, значит, ну, давайте тоже. Ну, во-первых, вы посылаете, понятно, архивированную папку, вот, и называть ее ненабразно нужно, как? Будете, свой индекс, заголовки, папки, фамилия, ну, например, КР1, КР2 и КР3 у нас будет, да? Дальше, пукавка П, это переписывание, ну, нулевое, это самоконтрольное, первое переписывание, второе, третье будет, четвертое, не знаю. Дальше, если хватит времени. Вот. Ну, а дальше дата, ну, как сегодня, 07, 09. Вот. Так оформляется, внутри папки, значит, вы файлы с решением задач, ну, конечно, в идеале, но это вряд ли кто-то, ну, кто-то делает, на самом деле, это в PDF, а если нет, то вы просто, так сказать, рефитируете. Ну, и, соответственно, файлы с фотографиями, опять-таки, называете свой индекс, фамилия, номер задачи теперь уже, ну, потому что, скажу, у вас 4 задачи. Вообще, все задачи номерованы однозначно, то есть, от 1 до 9. Просто на 1 контроле 1 и 4, скажем, на 2 это 5 и 6, ну, а на 3, понятно, 7, 8 и 9. Вот. Ну, и дальше номер листа, ну, потому что задачи большие, вполне может быть, что какие-то задачи, у вас и 8 листов займут. Одна задача. Поэтому листы нужно номеровывать, и, кстати, когда будете их располагать, надо, чтобы они шли по порядку, потому что мне присылали, так, вот первый лист, потом непонятно, какой, но из середины, и так далее. то есть, пожалуйста, аккуратнее, потому что это, и я вас буду умыть, мы просто будем терять время на проверке лишнее. Поэтому я, опять-таки, всех прошу очень аккуратно оформлять. Вот. Теперь, как вы понимаете, у вас, ну, скажем, первый лист условия, ответ на восьмом листе, как раньше писали, и пока туда-сюда гоняешь, посмотреть, что и как, опять-таки, теряешь очень много времени. Поэтому я предлагаю единообразно оформлять каждую задачу. Вот первый лист, как вы. Значит, наверху, чтобы мне сразу было понятно, опять-таки индекс, имя, я обычно по имени обращаюсь, ну, удобнее так разговаривать. Номер задачи, номер листа, ну, следующий лист номер один, понятно, первый, а второй, третий, там, сколько у вас будет на данную задачу. Вот. Дальше, на этом первом листе что у вас должно быть? Условия задачи переписаны. Дальше. Условия ваших задач каши. Именно ваших уже. Те, которые вам нужны. Вот скажите, пишите шестая, первая, и условия пишите, чтобы увидеть это условие. Вот. И дальше сразу ответы. То есть, ответы на первый лист. Все выносим. Значит, как я уже говорил, в ответе должно быть выписаны все решения. Вот. и потом решили задач каши. Ну, решаете, если это возможно в виде, то есть, в явном виде. y равняется f от x, либо x равняется psi от y, как я говорил. И дальше максимальное торт существования, где это ваше решение живет. То есть, вот, если у вас относительно y решено, то x принадлежит к какому-то промежутку. И тут очень важно концы. Входит ли а, то есть, круглая скобка, или, в смысле, не входит а, тогда круглая скобка, или входит, то есть, интервал или отрезок, тогда квадратная. Ну, и, соответственно, тоже, если вы решили, если, так сказать, удается решить относительно x, то, так сказать, аргумент у вас y, и где он, так сказать, возможен. Вот. Ну, а на следующих листах вы пишите решение. Очень советую писать аккуратно. Ну, вот я пишу, значит, подробно, потому что понятно, что я буду какую-то борьбу вести со списываниями, и, но об этом я скажу, и чуть-чуть позже. И, соответственно, вы должны понимать, что написано в этой главной, и суметь объяснить любое свое слово. Вот. Значит, ну, комментарий какой-то тут у меня, просто опять-таки просьба пожалеть глаза мои, так сказать, если фотографируйте, то, соответственно, сделайте освещение, снимайте, чтобы, ну, вот, так сказать, верх листа было одной ширины с низом листа, то есть, перпендикулярно, а то из-за этого, получается, в них вверху расплывчато и широко, а внизу, скажем, все четко, либо наоборот. Посмотрите, если вы сняли, как оно читается, я уж не говорю о резкости, так сказать. Ну, и по порядку их, соответственно, расставьте файлы, когда будете. Теперь некоторые посылали, ну, через облако, то есть, огромного размера. Ну, сделайте аккуратно, чтобы шло прямо на почту, и не надо таких вот вещей, чтобы размер был огромный, уменьшите размеры файла. Потому что, откуда-то ни своего ящика я просто не буду вынимать. Опять, это муторно. На каждого из вас будет заведена своя папка, своя директория, и, соответственно, туда я буду складывать ваши вот присланные контрольные работы, их переписывания, и, соответственно, мы легко будем общаться вот так. Вот. Значит, теперь по поводу того, как вот, ну, скажем, на экзамене писать, если вы какую-то отвечать мне будете, и, соответственно, контрольные работы. Спросите, а можно вопрос по поводу оформления контрольной? Получается, у нас все листы, они идут по порядку, то есть, вне зависимости от задачи. Каким образом вы будете понимать, какой лист относится к какой задаче, если их, например, очень много? Нет, сейчас, секундочку. Да, я понял. Значит, вы можете, значит, каждый лист, вы можете, так сказать, на отдельную задачу завести отдельную папку внутри, обозвав ее соответствующим образом. И в этой папке, соответственно, у вас сложено 6 листов, ну, для нее. Либо сами листы, либо сами листы вы называете, скажем, пример 1, ну, вот как я говорил, ну, обзываете файл, пример 1, лист 1, пример 1, лист 2, пример 1, а потом дальше пошло пример 2, лист 1, пример 2, лист 3, то есть, тогда, ну, подряд после листа либо каждую задачу в отдельную папку. Ну, это как хотите. Ну, сообразите сами-то уж как-нибудь. Да, еще такое интересное было, когда я распаковываю, у меня так написано, скажем, там фамилия, я распаковываю эту папку, и внутри папки снова такая же папка с этой же фамилией, то есть, зачем-то 2 раза вкладывают. Ну, вот такого тоже не надо делать. Я хотел сразу, значит, пожалуйста, если какие-то вопросы возникали, не стесняйтесь, спрашивайте, прерывайте меня, это никаких нет, потому что, и не стесняйтесь, потому что, если непонятно вам, то непонятно, возможно, еще и половине, но они просто больше стесняются, поэтому спросили, и все довольны. Это всем. И это касается и практики, и лекции. Ну, вот невольно я сейчас перескакиваю, то есть, наша задача, чтобы вам было понятно каждое слово, в том числе и на лекции. Вообще, в идеале, теперь уже большие, можно пытаться понимать просто по ходу рассказа. Ну, если вы будете помнить предыдущее определение, то это вполне реальная вещь. Ну, теперь, тут важный момент. Если я чего-то сказал, ну, какие-то слова, а вы не спросили меня, а что это такое? То я считаю, что это вы все знаете. И уже в свою очередь, я, особенно сейчас на практике бывает, но и на лекциях тоже может быть. Я сам спрашиваю у кого-то, а что это значит слово? Ну, вот простой пример. В самом начале, так сказать, функции, на которой, ну, вот, задают дефицциальное уравнение, она от двух аргументов. и, значит, мы говорим, что область задания этой функции, ну, или область определения, это область Вар-2. По идее, вы, конечно, должны знать, что такое область. Ну, без каких этих вопросов. Но не все знают, практику показывают. Я прекрасно это понимаю, поэтому, кто не знает, спросите. Область это не пустое, связанное, открытое множество. Если вы это не знаете, знать вы должны. Если вы не спросили, то я, ну, особенно, когда очно ведешь занятия, я через минуту кого-то спрашиваю, а что такое область? Стоит молчит, я говорю, а почему ты не спросили? Ну, вот так вот. Ну, и начинаю, так сказать, всячески высказываться. Говорите, как это нехорошо. Вот. Поэтому, по возможности, ну, просто это в ваших силах спрашивайте, что не ясно. А можно спросить по формату наших обычных занятий вот по понедельникам? У нас будет одна лекция и две практики или одна лекция и одна практика? Нет, одна лекция и две практики. Ага, хорошо. Вот это... А сегодня две лекции и одна практика? Нет-нет, это я понимаю. Вот я и говорю, сведены группы в пары. Ну, в смысле не так. В одной группе, скажем, вторая пара практика, третья дыра. А в другой группе сначала дыра, потом практика. Для чего это сделано специально? Для того, чтобы обе группы были свободны, и они вместо двух часов будут заниматься четыре практики. Это я уже сказал. Мы пошли для такого усложнения, ну, потому что в программе нет места. Не могут они поставить больше вам практик официально. но я предлагаю всем заниматься четыре часа вместо двух, потому что, ну, иначе мы просто ничего не пройдем. Это невозможно мало. Не напишем контрольных, ну, нет, можно заниматься меньше, но в итоге какие будут успеваемости, это непонятно. Сегодня будут две лекции, потом одна практика. А сегодня я не знаю, сколько будет лекций, потому что то, что сегодня, можно назвать лекцией, ну, сначала это вводная часть, это как хотите, ну, просто предисловие, то, что вот сейчас у нас происходит. А потом это и лекции, и практика одновременно, потому что я даю первичные определения, я их даю и на лекции, но если мы начали бы с практики, я их все равно вам давал. А куда деваться? Поэтому это одновременно. Лекции, практики, то есть сегодня день нестандартный. В дальнейшем будет два часа, ну, пара лекций, потом две пары практики. Хорошо, спасибо. А что будет, если немного отступиться от оформления и что-то делать не так? Ничего не будет, я попрошу делать тратки, ничего страшного, ну, пожалуйста. Просто это, как сказать, я пытаюсь минимизировать наши временные затраты. Затраты по времени на всякую, вот и все. А дальше как водно. Ну, если вас просят, неужели трудно на первом листе написать ответ? Вот такие. Ну, если его получили. Ну, написали, и все, и никаких проблем. Это, на самом деле, будет легче и вам, и мне потом, когда мы будем проверять вас. Ну, каждого. Да, да просто, а бывает, что там какое-то одно ограничение получилось, что... Да нет, я не знаю, ну, будет, нет. Все мы решаем, конечно, в рабочем порядке, никаких, так сказать, выводов ничего не будет. Хорошо. Просто старайтесь, вот, хотя бы это. Если добавить, я сюда что-то впишу еще, если у нас будут проблемы общие какие-то еще, то я сюда же впишу еще, ну, так сказать, еще дополнительные инструкции, ну, как лучше делать. Вот и все. Пока я написал то, что вот с прошлого года, помню. Ну, те беды. А можно? А этот документ, эта PDF-ка у нас будет? Да, конечно. Я сразу же передам старости, вот, и он разошлет всем. Нет, все, что я показываю, значит, это все будет. Да, конечно. Это у вас будет, это вот, так сказать, почему названо КР-1, это, потому что ниже, ну, как бы, это правило, а ниже у вас будет просто условие КР-1, ну, эта же штука будет приклеиваться к каждой контроле, чтобы вам не забыть. Просто когда будет контрольная, будет файл с контролем, с задачами. Вот. Возможно, я пропустил, а сколько времени на контрольную дает? Нет, еще я не говорил. Вот, теперь, значит, мы на эту тему поговорим. Значит, контрольную, ну, вообще, как сказать, всю жизнь я как подхожу к этому вопросу? Время я даю, ну, в общем, в каком-то смысле неограничено, то есть очень много. Когда все происходит точно, то, как правило, садятся, ну, так же я две группы свожу, садятся после, ну, после большого перерыва, соответственно, пишут 4 часа, и потом еще, ну, опять-таки, пошли домой, они говорят, нет, мы хотим еще писать, мы сидим еще 2 часа, потом еще сколько-то. Потом я говорю, все, я поехал домой, ну, так сказать, собираю, но кто-то еще остается, потом меня на кафедре под дверь подсовывает и звонит вот в 9 вечера, там, полдесятого, все, я вам оставил работу. То есть мне не жалко, чтобы вы решали. Времени мне на это не жалко. То есть, ну, вот, по времени я по возможности вас не ограничиваю. Мне важно, чтобы вы делали самостоятельно. Со своей стороны я пытаюсь, ну, вот, подсказать все, что могу. Опять-таки, когда очно я хожу, так сказать, ну, периодически между рядов, смотрю, как решать, если вижу эфемические ошибки, я подсказываю. В принципе, отвечаю на любые вопросы, опять-таки, помогая. Ну, кроме того, как решать, кроме такого вопроса. Вот. Значит, ко мне подходит, вот возник вопрос, чем дальше, чем, кстати, народ, ну, так сказать, более наглый, подходит и спрашивает, у меня вот это правильно, вот это правильно, ну, что-то я отвечаю, что-то нет, понятно, чтобы не распространить среди всех, что я сказал, вот это правильно. Тогда это может расползтись очень быстро по группе. Поэтому вы пишете, ну, как мы договоримся, скажем, я вам дал задание, ну, вот, лекция кончилась, началась практика, и я и Артем даем задания, они, в принципе, одинаковые, просто единое задание, неважно, кто дает. Вот. И вы решаете, ну, не знаю, мы договоримся до скольки, ну, скажем, до 10 вечера. То есть, в 10 вы мне отправляете все на мою почту, ну, а и Артему, если на его почту, вы отправляете вот свои решения, то, что вы решили. Вот. Теперь очень большой вопрос, это вот со списыванием друг с другом. Понятно, что и так-то пытаются, вот, очно, а заочно вы можете… Я, в принципе, не против консультации друг с другом. То есть, если что-то тебе непонятно, ну, во-первых, можно меня спросить, а во-вторых, можно, так сказать, можете друг друга спрашивать. Ну, пожалуйста, ну, не переписывайте вы. Вот на матмехе вижу, идут одинаковые работы, одинаково написанные. Ну, понятно, можно искать, конечно, автора, а остальных кто-то писал, но это менее интересно. В такой ситуации, если я улавливаю явный плагиат, то все эти работы я, ну, просто всем ставлю минус. И более того, так сказать, вношу в свой список подозрительных людей и, соответственно, дальше их отслеживаю. Ну, на предмет того же самого. Поэтому. Вам что-то объяснили, но не переписывайте. Вот вы что-то поняли, напишите сами. То, что задачи у меня сложные. Потом, значит, ну, по ходу дела уже дальше выясняются сильные студенты, которые хорошо решают. Ну, и более слабые, которым, ну, вот, сильные помогают. Это тоже в порядке вещей. Но поймите, у меня задачи не такие, что раз – и щелкнул – и готово. И сильные тоже ошибаются. И вот самое смешное, что идет ошибка, и эта ошибка дурная. И вот она повторяется у какого-то количества народов. Я прошу, во-первых, не мучьте своего сильного, пожалуйста. Потому что он-то попадет под мои же репрессии. Ну, не надо его это самое подставлять. Сильного я потом найду, я уже знаю. Кто написал, тоже знаю. Спрашивайте, напишите сами. Пишите, как вы понимаете. Уже вот вам что-то объяснили, я объяснил, кто-то повеснил. Но после этого пишите, читайте все сами. Поймите, что сильный след тоже ошибается и в арифметике, и пропускает решение, теряет, и неправильные интервалы пишет. Значит, трактика показывает, что первую контрольную на протяжении многих-многих лет, и хоть у вас ничего не изменилось, хоть на матмехе, вот четыре задачи. В принципе, засчитывается одна из четырех. Вот так. Кто-то решит три, кто-то, может, ну, четыре решит. Многие не решат ни одной, но кто-то решит одну. Вот так, в средней, получается, одна из четырех на первой контроле. Наша задача очень быстро к ней подойти, потому что только на контроле вы поймете, что вы себе представляете, что узнаете. Только контрольная все расставляет на месте. Потом, да, ну, теперь, значит, как оценивается. Я могу поставить плюс, задача решена, и все. Значит, эта задача вам уже номер один, ну, или номер десять, ну, или номер восемь. Стоит у вас за нее плюс, мы к ней не возвращаемся. То есть вам надо девять плюсов получить. Соответственно, если вы набрали, ну, если вы не решали, ставится нолик или прочерк. Если вы набрали, но решали, ну, так основательно набрали, это будет минус. Какие еще есть оценки? Значит, есть оценка такая плюс-минус, это радостная оценка. Это значит, что у вас, как правило, есть какая-то одна ошибка ближе к концу, ну, которая не повелела на ответ серьезно. Ну, какое-то одно решение пропустили, или в задаче к ошибкам в одной наврали. Я отмечаю, что у вас есть недочеты, но тем не менее ставлюсь минус, которые равносили к плюсу. Это оценка радостной все равно плюсы, задача защиты, но с небольшими недочетами. Более обидная оценка – это минус плюс. То есть это значит, что вы до ответа доползли, и он более-менее, так сказать, структурно похож. Но ошибок у вас не одна, а больше. Именно не описок, а… Ну, я признаваю, при том, что вы достаточно хорошо решаете, но тем не менее, вот, есть несколько ошибок, и, в принципе, я за вас спокоен, вы перепишете, ну, так сказать, не повторяя их. Это все-таки минус. Это, конечно, обидная оценка. Ну, потому что могли засчитать, но вот наврал, достаточно наврал. Ну, и достаточно распространенная такая оценка, которая, значит, вам на задаче ставится вопрос. Это значит, что я что-то не понял в том, что вы написали. Ну, например, мы могли написать ответ, и у вас в ответе там стоит четырехэтажная дробь. Ответ должен быть упрощен в том плане, что приведены все подобные члены. Да, множен он там на какие-то штуки, чтобы дробей-то этих не было. Никаких. Итаж один максимум, что может быть. То есть, что-то разделить на что-то. А вообще говоря, лучше, чтобы вообще в одну строчку все писалось. Что-то вы написали так, что мне, в общем, непонятно. Я ставлю вопрос. Что это значит? Это значит, до разбора контроля. Но и разбор контроля обязательно будет. Вы должны мне отослать, правильно решенную задачу. Если вы это сделали, то я вам засчитываю, просто ставлю плюс. Если вы сделали с ошибкой, будет минус. Если вы не прислали, опять-таки минус. То есть вопрос превращается в минус. И это, так сказать, вот особенно это потом начинают понимать. Особенно в начале. Пожалуйста. Получили вопрос мгновенно. Начинаете искать ошибки. Ну, соответственно. Я обычно пишу там, в чем дело. Что я не понял. Или что вам надо делать. Поэтому на вопрос реагируете сразу. Просто иначе это минус. И все. И все у вас пропало. Ну и по новой переписываете. Дальше будет разбор контрольный. Где мы, ну и, соответственно, я в своих группах, Артем в своих. Будем показывать, как решать правильно. И эти примеры, они интересны чем? Что вы увидите, так сказать, воочию плоды своих трудов. То есть понятно, что можно выбрать какие-то функции. А как они выглядят, вообще непонятно. Значит, каждой из задачи приведен, так сказать, портрет интегральных кривых. То есть графиков решений. Вот тех самых задач, допустим, их там 10. Вот будет 10 тех самых кривых. Которые показывают, ну, они характерны. Они просто с потолка берут начальные данные. А вот как ведут себя по-разному. На плоскости. И это очень интересная картина. Вы видите, а что же происходит реально? Какие решения могут быть? И мы с вами совсем не знакомимся. Я все это буду показывать. Чем интереснее? Это больше нигде не делается. Ну, и никакие преподаватели больше это не делают. И никаких задачников. Когда вы посмотрели, это становится очень интересно. Действительно, вы понимаете, что вы творите. Ну, вот так вот. Что касается... Да, ну, а потом назначается переписывание. Получается, новые примеры. Значит, соответственно, если у вас два плюса, вы решаете то, на что плюсов нет. То, на что плюсы есть, соответственно, вам решать уже не надо. Это я отметил. Значит, теперь, чтобы написать удачно, контрольно и успешно, совершенно обязательно надо делать домашние задания. Ну, само собой, быть на практике. Вы пропустили практику, вы на эту тему не решите 100%. Первое, что вам нужно сделать будет, если вы по какой-то причине пропустили, это найти конспект у того, кто присутствовал, ну, не знаю, перефотографировать его так и внимательнейше изучить, спрашивая, что непонятно. Потому что просто так, с потолка, и не решая домашние задания, вы точно на контроле не решите. Это 100%. Я вот сразу вижу, кто напишет, кто нету, когда на матмехе, у вас там, когда велиочно. Потому что если человек полез в Филиппово, или что-то начинает смотреть, он не напишет. Он органитм не помнит. Алгоритм вы должны, так сказать, делать домашние задания, себя вложить. Главная задача внимательно следить, ну, вот не терять решение, внимательно следить за арифметикой. Вот на чем подготовленный студент, чем занимается, когда решает. А если он смотрит, как, он не до арифметики. Он врет, и, соответственно, получает свои минусы. А лучше делать регулярно, ну, вот каждую неделю заниматься, чем потом, в декабре, в январе, по всем предметам лететь. У вас не будет времени, говорят, я не могу, у меня другое. Но я понимаю, это красная пропела, да. Вот и получается. Поэтому, поэтому. Если хотите писать, то есть вы потратите гораздо больше времени. Вы теперь, понимаете, вы написали сразу все. Вам ничего не нужно больше. И вы времени не тратите. Вы переписываете, потратив 10 раз больше времени, чем делать регулярно, потратить час на домашнее задание. Потому что я могу сам решить вам 10 примеров на одну тему. Но пока вы не сядете и не обдумаете, как решать вот новый и такой же, не пропустите через себя, вы решать сами не сможете. А это надо не спеша делать, когда на тобой ничего не давит, вот делать домашнее задание. Каждое занятие мы начинаем с того, что я спрашиваю, что было непонятно домашнее задание, что нужно разобрать. Естественно, если кто-то чего-то не понял, вот пытался и не решил, он показывает вот то место, ну просто показывает свой лист, подготовки с вопросом. Где вы застряли? Мы это разберем. То есть вопрос конкретный. Не просто я не понимаю, как решать, как решать написано. Есть он, говорим. А вот что не получилось конкретно? И мы разбираем. Надо, мы решаем целиком эту же задачу. Ну, я буду решать или кто-то будет решать. Опять-таки, вот. Ну, из вас. Поэтому делать, что не получилось, спрашивать, чтобы в итоге было понятно, как решать. Значит, вопросы. Если какие-то есть, ну, на данный момент пока. Так, вопросов пока нет. Ну, хорошо. Значит, если я что-то еще вспомню, такие общие слова, которые, ну, вот придется мне говорить, ну, тогда я вернусь, соответственно, вам скажу. Вот. Что еще? Значит, да. Ну, вот по поводу лекций. Значит, я буду показывать, ну, у меня написан, и вот готовится к печати курс лекций. Он, как бы сказать, он у меня существует давно, и я его постоянно поправляю. Ну, дополняю, скажем так. Вот. Откуда это происходит? То есть, это реально курс лекций, то есть то, что я читаю. Понимаете? Это не учебник. Чем отличается учебник от курса лекций? Учебники, ну, в 5-10 раз больше материала. То есть, там охватывается все, что можно сказать на данную тему. Курс лекций – это то, что, ну, вот, вообще говоря, в идеале, это то, что читается конкретно на лекции. И у меня это ровно так. И это как раз то, что достаточно для того, чтобы успешно сдать экзамен, но и вообще, так сказать, в дальнейшем пользоваться дифференциальным уравнением. Поэтому, какие учебники я могу дать, которые близко... Ну, тут еще надо понимать, что учебники пишутся разными языками, ну, математическими разными. Ну, как бы сказать, разные термины, разные обозначения. Ну, суть одна и та же, но, тем не менее, различия большие. Те учебники, которые... Ну, вот учебник, который близко ко мне по обозначениям, по всему, так сказать, ну, вот именно по изложению материала, я вам, ну, назову это, ну, это не так трудно и покажу, значит, это Юрий Николаевич Бибиков, обыкновенно-дифференциальное уравнение. Вот. Ну, его можно смотреть, но вы понимаете, что из него вам нужно максимум одну десятую. И эту одну десятую я вам расскажу, причем расскажу гораздо позже. Чем еще учебник ваш? Этот учебник, ну, и большинство учебников, понимаете, пишутся, ну, не знаем, оно пишется для всех. А уровень всех может выше, чем ваш. То есть, его, ну, так сказать, пишет человек, очевидно, что ему это очевидно. Он профессор, ну, не знаю там. Ему это очевидно, да? Вам это совсем не очевидно. И что делать? Вот. Вот этой беды я старался, так сказать, избежать. То есть, я в лекциях, ну, максимально подробно рассказываю и доказываю. Даю все определения по ходу дела, которые нужны, либо, так сказать, я их привожу, ну, где-то там в конце параграфа, либо непосредственно сходу все определения, которые будут, ну, вот у меня используются. Вот. Дальше, ну, подробные доказательства. Причем, как они у меня становятся все более и более подробные? На экзамене, или чаще всего на экзамене, мне отвечают. Я спрашиваю, а почему вот это? Почему? Из этого следует это. Нет, не может. Элементарно, через записи он дельта что-то доказать. Ну, по-любому, выписал там найти дельту, чтобы что-то выполнить. Вот объяснить, как это происходит. Не делают. Должны, понимаете, должны. После уже первого курса мат-анализа вы должны это легко доказывать, все эти вещи через записи он дельта. Уметь. Но далеко не все умеют. Что я делаю? Я беру и в свои лекции вставляю доказательства вот этих вот простых утверждений, которые ни в одном учебнике больше не доказывают. То есть все слова очевидно. Ну, многие. Я, так сказать, заменял на доказательства после этих фактов. Поэтому студентам, ну, кто им отмехи, эти лекции страшно нравятся. И, скажем, ну, понятно, что ведут практику. Кто читает лекции, а групп много. Соответственно, практику ведут и сам лектор, и другие люди. Вот, как у нас, например, Артем ведет. А читаю я. Ну, и я им, так сказать, поскольку вот практика часто немножко расходится с тем, что на лекциях. Кроме того, на лекциях неизвестно, когда прочитают, а мне это нужно сейчас на практике. Я всегда и говорю об этом. Я читаю мини-лекцию всегда вначале и рассказываю на практике. Я, соответственно, отсылал их своим. Да, ну, кроме того, студент может на лекции просто не ходить или ничего не понимать. Вот. Ничего этого, так сказать, я от лекторов, ну, если не сам читаю, не жду. И поэтому все рассказываю сам в таких вот группах. Вот. Коротко, как я говорю, мини-лекции. И часто даю, вот прочитайте, вот из лекции, ну, скажем, будут проходить линейные уравнения. Их еще не успели прочитать высокого порядка. А мне уже нужен материал. Поэтому я даю свою лекцию, говорю, вот читайте там определения опять-таки, чтобы вам легко было понимать, что я дальше буду на практике рассказывать. Ну, и заканчивалось это тем, что, значит, какое-то количество студентов просто сдавали лекции по моему курсу лекции, а не по курсу лекции лектора, который у них читал на их потоке. Я говорю, хотите, пожалуйста, давайте по моему, но будут мои вопросы. Вот. Ну, и вот такое дело происходит достаточно часто. Ну, здесь у нас этой проблемы нету. У вас, так сказать, я читаю, я и веду, но и Артем тоже самое ведет точно так же. Поэтому у нас все единообразно. Но нужно понять. Вот, понимаете, была такая большая проблема. Почему я говорю, расходится то, что на лекции, то, что на практике. Понимаете, на лекциях вот сейчас, как я говорил, уравнение задается, ну, вот область определения функции, которая задает уравнение официальное, она зависит в области, то есть на открытом множестве. Понятно, что область, если она ограничена, может быть граница. И получалось так, что совершенно, скажем, у равняется нулю тождественно, удовлетворяет какому-то уравнению. Но ик равно нулю это граница области, где заданы функции. Ну, например, функция корень языка. Конь квадратная. Понятно, что, значит, где определена такая функция у больше ли о нуля, больше ли в равном нулю. Но это не область. Это область с границей. И получалось, что по определению ик равняется нулю совершенно очевидную просящуюся функцию это не есть решение. Потому что график решения должна лежать в области. И вот получалось так, как бы двойной стандарт. То есть на лекциях у нас одно решение, а тут еще какие-то другие появляются. И каждый раз приходится объяснять. Мне это не нравилось, и я ввел, ну, по сути, разработал теорию, которая позволяет ввести понятие границы, рассматривать на множество, которое включает границу. И свои решения, ну, раз попадает уже в это множество, и граничные решения, появились граничные решения, понятно, появились внутренние решения, которые график решит в области, ну, и смешанные, когда и там, и там. Вот. И на это тело создана теория. А что значит теория? Доказывает теорему существования и теорема единственности. То есть надо понять, а когда, вот есть уравнение, мы его решить не можем. Понимаете? Вот на практике, то, что у нас практика, мы сейчас будем решать то, что можно решить. Вот по сути мы все прорешаем, что решается как раз. То, что вот можно записать аналитически через функции. А так, собственно, наука-то, дифференциальное уравнение, она начинается как раз когда там, где решить ничего нельзя. Все решили еще, ну, в конце 18 века, может, в начале 19 века. Все уравнения, которые решаются, уже были решены дифференциальные. А дальше, в конце 19 века, началась наука, когда решить невозможно, а свойства решения очень нужны. И вот глядя на свойства функции, которые задают эти решения, которые задают уравнение или систему уравнений дифференциальных, мы говорим что-то о свойствах решения. И вот это вот возникает, так сказать, вот качественная теория дифференциальных уравнений, она там делится на локальные качества, ну, много всех, теорию устойчивости, что там мы с вами затронем. То есть, не решая систему, что-то сказать о свойствах решения, которые нас наиболее интересуют. Или другой, значит, выделить таксу систему первого приближения, то есть, ну, скажем, в системе выделить линейную часть, ну, функции, которые задают уравнение, систему. А линейную систему мы решать умеем, я вас научу. Не все, но какие-то мы умеем решать. Ну, а те, которые не умеем, опять-таки, они простые, они исследованы очень далеко. Значит, мы свойства решений системы в первом приближении, то есть, ну, чаще всего линейной, мы знаем. А дальше идет наша система, то есть, добавляется возмущение. Вот то, из чего мы выделили линейную часть. И ту систему мы решить не можем, она может быть любой сложности. Но возникает вопрос, а вот сохранятся ли свойства решения, когда мы возмущаем систему? И вот на эти вопросы, их бесконечно много, и как раз и дает вот ответы локальная качественная теория. Вот, собственно, это та наука, которая и нужна нам. Вот. Ну вот я плавно, да, так вот, что я хотел сказать-то сейчас. Значит, мы с вами в каком-то смысле первопроходцы. Ну, первопроходцами были вот два года назад студенты ИТМО и Матмеха, которым я читал, вот, значит, ну, параграф, посвященный вот как раз граничным решениям. Вот. На самом деле нигде это не читается. Ну, просто нет. Вот сейчас вышли, выходят две статьи, одна уже вышла вот как раз на эту тему в журнале. Вот. Посвященный граничным решениям. Как-то вот такой был пробел в математике, в общем-то, в фундаментальных вопросах. Вот. Ну и вы познакомитесь, но это опять-таки вещь, она, с одной стороны, необходима для практики, потому что, сколько угодно граничных решений. Это действительно решения, но с точки зрения теории они решениями не являлись, я уже говорил. Вот. Ну и в теории, значит, создана теория, то есть доказана теорема существования единственности. Ну вот с этой, значит, теорией, это один из параграфов, мы с вами познакомимся на лекциях. Вот. Но зато у нас, так сказать, тема, почему я говорю, что на лекции читаешь одно, на практике говоришь другое. Сейчас у нас все одинаково, поэтому ты сегодняшний день, это, я говорю, и лекция, и практика одновременно. Так. Ну что я еще могу сказать? Значит, дифференциальное уравнение исследует движение материальной точки в пространстве. Ну, самый простой, так сказать, пример, полет ракеты или движение небесных тел, солнечной системы, все остальное, спутников, но это наиболее такие явные описания того, где используется дифференциальное уравнение. Но на самом деле можно сказать в повседневной жизни используется постоянно. Какие-то рассчитываются графики движения каких-то там этих самых, да хоть где. А это все дифференциальное уравнение. Ну, по ходу дела я буду знакомить и рассказывать, как вот это все используется, как реально те теоремы, которые мы доказываем, важны, и, так сказать, благодаря им вообще вот ракеты летают, можно сказать. Иначе бы не было. Просто не могли. на этом что? На этом я такую вводную часть заканчиваю. И мы переходим к лекциям. Что бы я хотел сказать, вот как вам писать? Я буду демонстрировать, ну вот, собственно говоря, PDF-файл со своим лекцией. файл. Вот. Значит, что там будет прочитать? Понятно, что вы можете это дело прочитать. Ну вот, да, я вам вы будете читать. Но прочитав, вы ничего знать не будете. Потому что надо разобираться. И я не просто читаю то, что написано на экране, а я вам буду комментировать то, что написано на экране, разъяснять, обращать внимание на какие-то моменты. Вот эти все вещи, ну и включая, конечно, апреля, вы должны по возможности записывать. То есть записывать вот то, что я говорю. Конечно, аудиозапись хорошо, то, что сейчас она ведется. Но, понимаете, я не знаю, как она будет стыковаться с тем, что я буду показывать. В этом смысле аудиозапись не очень тут помогает. Да, вот что я еще хотел сказать. На одну из последних тем, вот на линейные системы, у меня есть большая помощь. Дело в том, что несколько лет назад нам отмехи, а линейные системы начинаются во втором семестре у нас, ну, весеннем. Вот. Весь тот второй семестр меня записывали. то есть практические занятия, записи не лекции, а практические занятия. То есть я рассказывал вот про линейные системы, как решать. Потом решал какие-то системы, потом выходили студенты, решали, значит, мы это дело разбирали, по ходу дела, конечно. То есть считайте, что вы присутствие на занятии, но вот практически в аудитории, вы сидите только что, с вами к доске выйти не можете. Вот. И это у меня есть. Очень жалели все, потому что потом вот мне те студенты говорили, что они периодически пересматривают. Это все в YouTube есть. И я вам дам это соответственно перед линейными системами, вы прослушаете, и вам будет совсем легко. Вот на матмехе я так же сделал, и это было здорово. На второй семестр. Вот к первому, к сожалению, нету. Такой записи нет, поэтому тут мы будем уже как-то выходить из положения не очень удобно. Ну, что делать? Да, так вот, лекции я комментирую, почему важно быть на лекциях. И у вас же тоже, в общем, на лекции ходили меньше половины. И сейчас каждый думает, что лекции это ерунда. Коаппет я достану, но экзамен как-нибудь сдал. Понимаете, вы можете присутствовать на лекции даже не понимая ни одного слова. Но вы привлекаете к терминам, которые произносятся. К тем словам. Вот на первом курсе вы сидите, инфим, супрем, все, для вас это мог быть, для кого-то может быть ужас. Но, просто даже не понимая, прослушав, вы уже их запомнили, эти все слова, привыкли к ним, понятиям. И когда вы потом начинаете готовиться к лекции, вы уже, зная их, вам не надо заучивать по-новому, вы можете разобраться. И это реально, на самом деле. Я сам на первом курсе, когда поступил на матмех, я не понимал ни одного слова фактически. Но я все аккуратно писал и слушал. А потом я очень быстро получил зачет, ну, за практику на матанализе. И у меня была куча времени, я конспект свой разбил по 15 листов в день, и я это честно все читал, и в итоге все прекрасно у меня пошло. Поэтому даже вот это полезно, присутствие. Я говорю, а если вы еще будете что-то понимать, то есть вам тогда, как вы считаете, вы на 70% готовы к экзамену. И опять-таки у вас время сэкономится, тогда вам нужно на сессию. И еще один момент. Когда студент вот так вот начинает за неделю даже готовить экзамен, ничего не слушая, у него в голове полнейшая каша. Ну, я столько раз это видел на экзамене. И даже если ему повезло, и он эту свою тройку подцепил, то через день он ничего не помнит. Все. Это все. Это вся каша, она вывалилась. Понимаете? А дифуры вам нужны будут непрерывно. Вот, скажем, в матфизике теория вероятности нам потом приходят на карту и говорят, а чего это у вас не знают они этого? То есть нужно. Вы не будете другие предметы понимать. Не зная дифуры. Точно как не зная алгебры, алгебры линейной, вам дальше очень трудно будет. Даже на дифуру будет трудно. Тут эта пирамида строится. Если нету здорового кирпича, все будет рушиться. Поэтому желательно не просто экзамен сдать, желательно, чтобы что-то в голове осталось. Вы все-таки учиться пришли. И совсем не факт, что вам не потребуется дифуры в вашей дальнейшей работе. Даже пускай в программировании. Вот. Поэтому я призываю всех посещать лекции по возможности писать мои комментарии, ну, записывать определения. Значит, я вам, честно говорю, я вам дам вот первые параграфы первых двух глав. Просто PDF пришлю. То, что сейчас я вам буду рассказывать. Ну, почему? Потому что это нужно непрерывно, нужно определение. Ну, вот. Там даны все определения. Вот. Дальше я буду читать. Ну, вот. Теоремы основные, фундаментальные, их доказательства. вот тут вам надо будет писать. Писать формулы. Вот. А дальше перед экзаменом посмотрим, как нам быть. Конечно, в прошлые годы есть курсы моей лекции, которые я давал. И вы можете спросить, но очень многое изменилось. Изменились обозначения очень серьезно. Изменились определенные некоторые понятия. поэтому, тот можно смотреть, но по нему вы не сдадите. По старому моему курсу лекций. Это я все к чему говорю, что нужно в общем-то на лекции быть. Ну, неужели трудно полтора часа отсидеть? Все равно весь день будет деформой заниматься. Ну, а практику не ходить это просто безнадежность. То есть, вы за счет не получите, но и все посыпется. И еще поймите, я вам не противник, я вам по возможности вот друг, я просто стараюсь вам помочь. Вот как могу? Я не могу, так сказать, ставить тройку, скажем, когда человек ничего не знает и никогда не ставил. Как бы жалко мне было, но иначе теряется весь смысл работать когда-то моей. То есть, ни за что я не буду ставить тройку. Но если я могу помочь, я помогу, поймите. Мне хочется, чтобы вы что-то знали. Ну, раз вы пришли учиться, вы должны это знать. Извините, а насчет формата, опять же, посещение практик и лекций, оно учитывается? Ну, то есть... Спасибо, да, я понял. Сейчас я объясню. Значит, на лекциях на лекциях в принципе, так сказать, я учет не буду вести. Ну, потому что у меня нет никакого инструмента, чтобы вас заставить ходить, с одной стороны. А с другой стороны, ну, что толку? Ну, не ходите, но вам будет трудно на экзамене. И на практике трудно, потому что, да, я хочу отметить, что на лекциях как раз очень многое будет читаться то, что нам нужно на практике. И подробней, что нужно разбираться. То есть, некоторые вещи, я просто скажу, вот читайте лекции, я дам. чтобы нам, ну, чтобы вам было понятно, что я буду идти на практике, и это будет, ну, так сказать, быстрее пройдет, чтобы на время зря не тратить. То есть, лекции нужны вам ночью, но не буду. Теперь, что касается практики, то, в общем, вот, Хромченко, и она просила, ну, в общем, вести учет посещения. Наверное, все-таки нам придется делать просто перекличку. Ну, когда кто-то что-то решает, вот, отмечать. Потому что, ну, она говорит, что если кто-то не ходит, мы будем принимать меры. Но это уже дело деканата, так сказать. Ну, она всякие говорила, гадости, типа, что, с родителями, и так далее. Вот. И когда мы какой-то раз не вели, вот она нас ругала, этот самый журнал, что, непонятно, человек скажет, а я все знаю, а вот, а мне не ставят. Я бы уходил, и все такое. Поэтому, нас вынуждают, в каком-то смысле, отмечать вас на практике, и это будет делаться. Я не знаю, если вы знаете какой-то, как возможность, чтобы автоматически это сделать, без переклички, ну, чтобы где-то был, присутствующий отметились, то предлагайте. Вот. Если нет, то придется просто перекличку устраивать. Так. Ну, все. Значит, мы переходим к лекции. Ну, опять-таки, она же и практика, считайте, потому что на практике я бы начал с того же. Вот, нам отмечили, бывало, ставят сначала практику, а потом лекция. Значит, что, у меня получается, на практике, я говорю, это уж на лекции. Вопрос. Будем делать 10 минут перерыв? Да. Ну, хорошо. Значит, давайте, сейчас что, 11.17, ну, давайте тогда в 11.30 начнем. перекличку. Перекличку можно плюсики просто ставить. А я знаю, что это ты ставишь плюсик, а не кто-то твой друг. А там пишется от кого? А, пишется, ну, давайте так. кто-то считает взаимым именем. Ну, извините, я прошу прощения, я, конечно, вам забыл, вот у вас присутствует тут с алибардами Артем Жуков, это вот кто-то будет вести у вас занятия, ну, вот в трех группах, которые более короткие, более длинные номера, суть более большие номера. Вот. Но я повторяю, у нас абсолютно одинаковая программа, вот. Ну, с ним будете общаться, будете вот по поводу контроля, ну, в общем, все то же самое. Вот. Просто всех вас нам не переварить, а на экзамене даже еще придется, наверное, подмогу просить. Вот. Так, вот кто-то еще появился, кстати, один человек. Так. Значит, ну, хорошо, тогда давайте в 11.30 я просто начинаю. Ну, вам теперь уже ничего не нужно, просто подходите, садитесь, открываете тетрадку, причем, ну, вот, где будете записывать основные понятия. Вот. Ну, и начнем работать. Тогда все. Вы читаете, да, вот эту мини-лекцию? Нет, нет, сейчас просто нет. Сейчас пойдет лекция. А, это лекция? Эта лекция, она, как бы, сказать, нужна и туда, и туда. Это все начальные понятия. Чтобы вы понимали, язык, короче говоря, обводится. А? Вы ее будете читать всем группам? Да, всем группам, да, мы сидим, сегодня мы сидим, вот, как бы сказать, пока не дойдем до конкретного, вот, когда, если успеем, решение, время останется, тогда мы разойдемся. Если нет, то тогда все, сегодня будет только один я. Ну, Артем присутствует, чтобы знать, о чем было сказано. Хорошо, понятно. Ну, хорошо, ну, давайте, пойдемте, кто хочет чай, глоток выпьет. В 11.30 я начинаю. Ну, что, начинаем, да? Давайте. Так, я тогда эту самую, сейчас, запись-то идет, так, вам видно, это глава, вот, глава 1. Отлично. Итак, первая, наша контрольная, посвящена, вот, этой самой теме, дифференциальное уравнение первого порядка, разрешенной относительно производной, я так сказать, первая часть, и, ну, для лекции первая часть, а для практики будет еще, так сказать, глава 2. когда будет уравнение первого порядка, но записанное по-другому. Это называется в симметричной форме. Так, сейчас. А раз мы продолжаем, включите, пожалуйста, запись. Да, вот я, вот я и пытаюсь сейчас найти, где это. Так, сейчас, секундочку. Так, запись. Можно еще вопрос задать? Будет ли как-то оцениваться домашние задания? Значит, домашние задания, ну, я для себя буду ставить, если вы решили, там, или, скажем так, если вы отвечали, ну, тут нельзя, грубо говоря, вышел в доске, но если вы что-то писали, решали, я себя отмечаю, ставлю плюсики. Вот, это я учитываю, конечно, ну, вот, и посещаемость, и все. Ну, как сказать, я ну, с большим сочувствием и со всем отношусь, и как-то, ну, стараюсь помочь тем, кто, конечно, старается активно работать. Вот, это не значит, что я других буду как-то обижать, нет, но просто вот мне труднее вам ставить плохие оценки и все такое. ну, а так нет, конечно, понимаете, домашнее задание, опять, у меня нет инструмента ругать тех, кто, кто не сделал домашнее задание, это и было и 20 лет назад так же. Вот, поэтому тут я как бы ничего не могу никак повлиять. Вот, поэтому просто если вы не будете делать, вы не будете писать контрольные. Вот и все. Значит, и так, вот сейчас мы знакомимся с тем, с чем знакомились, ну, вот, века три назад математики, то, с чего начинали, в общем-то, вот они начинали решать вот такие вот дифференциальные уравнения. Значит, ну, давайте посмотрим. Итак, ну, как обычно, всегда, объект изучения, то, с чем мы будем, что мы будем изучать. Вот. Это уравнение один-один. В подробной записи это что такое? В левой части стоит производная какой-то функции y от x. в правой части стоит некая функция f от двух переменных. Значит, одна переменная x, а другая это самая наша функция y от x, которую и надо найти, она неизвестна. то есть в дифференциальных уравнениях, ну, если просто в логибрическом уравнении мы ищем какое-то число, являющее корнем уравнения, и это будет решением уравнения, то в дифференциальных уравнениях мы ищем функцию, функцию, которая удовлетворяет этому вот самому уравнению. Ну, вот слева это подробная запись, а справа это вот стандартная запись y штрих равняется f от x и y. Вот это вот обыкновенно дифференциальное уравнение разрешенности производства. Почему разрешено? Потому что слева стоит y штрих, понятно, да? Мы с вами будем решать, в лекциях это я не буду читать, уравнения, которые не разрешены относительно производства. То есть они как в их виде будут? Скажем, f большое от x, y, y штрих равняется 0. f большое от x, y, y штрих равняется 0. Это называется уравнение неразрешенностью производной, но первого порядка. Почему первого порядка? Потому что тут только первое производное. Кроме уравнения второго порядка там будет не только первое производное, ходить и сама функция, ну, независимая переменная x, по которой происходит дифференциальное, но еще будет входить второе производное и так далее. уравнение ного порядка содержит обязательно ную производную. Что значит, скажем, уравнение ного порядка решено относительно старшей производной? Значит, написано, что yn равняется какой-то функции от x, y и остальных производных предшествующих. Мы очень часто будем это разрешено относительно чего-то. Почему-то студенты далеко не всегда это отдают себе отчет, что это такое. Это значит, что написано это чего-то относительно чего разрешено. Равно та функция, которая получится. Значит, вот здесь наше уравнение разрешено относительно производной первого порядка, относительно y''. Тем самым уравнение 1,1 – это частый случай уравнения неразрешенного относительно производной. Понятно? А правильно я понимаю, что здесь в записи 1,1 фигурируют две функции? Во-первых, у нас y с x связано, а во-вторых, f это вообще фигурирует. Значит, когда мы задаем уравнение 1,1, мы задаем функцию f. То есть вот она и определяет это наше уравнение, она и задает. Собственно, уравнение задается функцией f. А функция y – это искомая функция, вот ее надо найти. Вот она, когда мы ее найдем, будет решением этого уравнения. То есть, когда я записываю, у меня стоит, вот уравнение 1, у меня стоит, ну, например, y' равняется x² плюс y². То есть функция f – это x² плюс y². И наша задача – найти все такие функции y, что если мы подставим в это уравнение, они обратят его в творчество. Но об этом будет сейчас на следующей странице рассказано. Значит, понятно, что если у нас уравнение не разрешено отбросить производимое, то теоретически, скажем, оно решается относительно x², а практически нет и функции, оно трансцендентное относительно x². Поэтому на практике мы не можем его решить, а решать надо, но вот это будет, соответственно, вот это, на самом деле, пятый пример с нашей контролем. Надо решить уравнение неразрешено отбросить производимое. Но до него еще дожить надо. А можно ссылку на сам учебник? Учебник какой? Вот этот? Да, вот который сейчас, да. А я пришлю вам его просто. И вот то, что я сейчас рассказываю, вот это начало. Потом я не пришлю, но начальный, вот этот вот первый параграф. Основные понятия и результаты. Я вам пришлю. Точно так же я пришлю первый параграф второй главы, где уравнение в симметричной форме. Дело вот в чем. Теории для них разные. Но на практике уравнения, разрешенные и в симметричной форме, они решаются, можно сказать, одинаково. То есть в ходе решения, тут разные алгоритмы, смотря на какое уравнение, мы можем перейти от одной формы записи в другой и обратно. Именно поэтому, так сказать, я сейчас по очереди вам расскажу, а вот как только это я расскажу, мы сразу с Артемом разделимся и уже будем с вами учить, так сказать, вас уже, ну, по группе. А эти слова, так сказать, что он, что я будем говорить, ну, так сказать, неизбежно, мы не можем начать. Поэтому я вам даю, ну, вот я рассказываю, естественно, пришлю первый параграф и первый угол. Поэтому сейчас вы можете слушать комментировать, но, так сказать, абсолютно все можете не записывать, потому что это у вас будет. Лучше, так сказать, вникайте. Ну, вот для себя, вот формула-то, вот уравнение какое-то, уравнение 1, там, значит, вот то, что у меня выделено, это вы пишите. Ну, и определение, если успеете, тоже лучше писать, когда сейчас поймем. Вот. И так, значит, это вот дано уравнение, x независимой переменной называется, по ней дифференцирование. То есть уравнение может выглядеть, ну, не знаю, там, du по dt равняется g от t и u, ну, неважно, какие буквы там стоят. Значит, y, то, что стоит на втором месте в функции f, это вот искомая функция нам дает найти. Вот. Теперь, а какая f? Собственно, что такое f? Это функция, которая определяет наше уравнение. Первый, конечно, вопрос для любой функции, где она задана? На каком множестве она задана? Вот. Значит, мы будем предполагать, что это всегда вещественная функция, вот, и она определена и непрерывно. на множестве, которые мы будем называть g-сволной. Из чего состоит это множество g-сволной? Она состоит из g и g с крышкой. g – это область в R2. Как я уже говорил, область не пустая, открытая, связанная множеством. И вот практически все учебники по дифурам рассматривают уравнение 1-1 вот только в G. Ну вот со всеми теми минусами, о которых я говорил в введении. Мы же добавляем сюда еще множество g-свистых. Что это такое за множество? Это граница области g. Но, понимаете, в каком-то смысле граница может быть хорошая и плохая. То есть, g с крышечкой – это та часть границы, на которой f непрерывно, определенная непрерывно. Скажем, если у нас функция f – это единица поделить на y, то их равняется нулю, понятно, есть граница. Но это плохая граница, в ней функция f не определена, понятно, да? Поэтому в G-штрих мы включаем только то, где функция f определена и непрерывно. Ее может не быть, она может пуста, может быть, она, так сказать, со всей границей вместе совпадать. Как угодно, неважно. Теперь еще один момент. Еще, значит, вот у меня в 1.1 написано dy по dx. То есть, стоит отношение двух дифференциалов. Дифференциала y поделить на дифференциал x. Вообще говоря, и я это трактую, и в диффорах все трактуют, как y-штрих. В матанализе вас учили, что y-штрих – это, ну вот, производная, это единый символ. Но если производная существует у функции, то ее можно трактовать как отношение двух бесконечно малых. То есть дифференциал этой функции и поделить на дифференциал x. Значит, тем, кто преподает матанализ, вообще это их работа – доказать эту вещь, что это именно так. Но они это очень не любят делать. На самом деле это еще, ну, так сказать, было установлено и доказано достаточно давно в Финтенгольце. Значит, у меня в лекциях, ну вот в конце каждой главы, есть дополнения, в частности. В этих дополнениях я пишу, ну, некоторые вещи, которые не имеют прямого отношения, ну, непосредственного отношения к этому курсу, который я читаю. Но для понимания чего-то их можно использовать. В частности, я там, чтобы вам не лезть и искать где-то в Финтенгольце вот это дело, почему это так, я там привожу, ну, вот, пояснение того факта, что производную можно трактовать как отношение двух дифференциалов. Все дело в том, что на лекциях это не так важно, а вот на практике мы это будем делать постоянно. То есть для нас производная, это на самом деле плохая запись, вот Y' просто писать. Потому что, во-первых, штрих не поясняет, какой переменной дифференцирования происходит. А во-вторых, ну, вот просто с производной мы фактически никогда не работаем. А мы работаем именно с отношением DY поделить на DX. И более того, на DX мы очень часто умножаем, ну, получая уравнение бесконечно малых, так сказать, справа DY, слева DX, ну, или все с одной стороны. Вот это, кстати, и будет уравнение в симметричной форме, ну, к которому я вернусь позже. Вот. Значит, ну, и другие, скажем, в приложении, в дополнении 2 у меня написаны, ну, такие, наиболее распространенные топологические определения типа компакт, ну, вот область, открытость, там, связанность, которые вы, опять-таки, должны знать, но, чтобы не лазать, куда попало, я, соответственно, привел это, собрал все, что вам необходимо знать непосредственно для дифференцирования, в дополнении 2. Ну, и следующее дополнение там тоже, когда доходит до этого времени, там, значит, это некие поясняющие вещи, которые не будут никак на экзамене, но кому это интересно или не знает, это нужно будет посмотреть, типоопределения. Значит, непрерывность обозначаем, это я буду на практике писать, значит, это стандартное обозначение F принадлежит C от G с волной, то есть классу непрерывных функций. C – это класс непрерывных функций. Вот. И второй момент еще, то, что вы должны четко понимать, то, что вы должны четко совершенно понимать, что, когда я говорю о непрерывности функции от нескольких аргументов, в данном случае от двух, то по умолчанию подразумевает, что функция непрерывна по совокупности аргументов. То есть, если вы будете писать, определить, там, скажем, через ε, δ, или через окрестость, то окрестость, вот точка у вас – это пара чисел, порядочная пара чисел. Потому что, ну, легко написать пример функции, которые непрерывно, скажем, по x, непрерывно по y, а по совокупности не будет. И непрерывно всегда означает непрерывно по совокупности. Так. Ну вот. Значит, здесь идет пример, замечание 1 пошло. Значит, я комментирую, как, ну, вот, относиться к границе области. Граница области обозначается, ну, стандартно, как и везде, это DG. То есть, область G. Вот. Значит, вот множество плохих точек границы я обозначаю уже со звездочкой. То есть, там, где F либо не определена, либо не является непрерывной. Вот. Теперь может еще такая ситуация возникнуть, и на самом деле, вот, когда вы будете решать задачи на практике, это у вас будет возникать. Вот то, что вот, вот это вот сейчас пример, о котором я буду говорить, и вы должны сами это смотреть. Все дело в том, что, может быть, в каких-то точках возникать неопределенность. Ну, вы знаете, что такое неопределенность. Типа 0 на 0, бесконечность на бесконечность, 0 умножить на бесконечность. Вот. Значит, как такие точки, к чему относить? К какому множеству? Значит, мы стоим на такой позиции, что если мы можем доопределить по непрерывности значение функции в этой точке, то, соответственно, эта точка будет относиться к G-скрышке, то есть к хорошей границе, через которую может проходить решение, которое вы будете искать. Ну, вот приведен, значит, пример функции F для уравнения 1. Вот вы видите его. Y-логарифм Y плюс и так далее. Значит, понятно, что из-за того, что у нас есть X в отрицательной степени, есть логарифм, то G в нашей области – это, ну, вот, первая четверть. То есть X больше 0, Y больше 0. Вот. А границами-то как раз являются, ну, полуоси координат. То есть X равно 0, Y равняется 0. Вот. Понятно, что логарифм 0 не определен, но мы хорошо знаем, что… Ну, полуопиталью хотя бы посчитайте, что если Y стремится к 0, то Y-логарифм Y также стремится к 0. То есть Y забивает любой логарифм на самом деле. Вот. Поэтому мы можем доопределить, крик равняется 0, нашу функцию. Ну, просто 0. Вот. Значит, ну и наша же с крышкой будет вот эта наша прямая. Еще плюс точка 0,1. Ну, тут подробно все это поясняется. Короче, это пример вы прочитайте. Я сейчас на это дело время не буду читать. Значит, дальше еще, значит, и вот следующий абзац – это еще один пример. Когда, скажем, G с крышкой не из одной точки состоит, а из только изолированных точек. Потому что если вот мы рассмотрим F в виде 1-X квадрата поделить на синус… В смысле, умножить на синус Y-1, вот. То тогда при H равно 0, ну, X на отрезке от минус 1 на 1, понятно, что G не определена. Вот. Но в точках плюс-минус 1 и 0 мы можем доопределить нулем. А какой… Значит, а вот между ними, какую бы мы функцию H не взяли, вот абсолютно любую, по непрерывности мы доопределиться не можем. Вот. Именно поэтому, значит, у нас вот только G с крышкой состоит только из двух точек – минус 1,0 и 1,0. Но это внимательно посмотрите. У вас это будет. Следующее замечание важное. Вот. Значит, что… Это опять-таки замечание, которое относится, по сути, к решению, а не к теории. То есть, к практике нашей. Значит, как выглядеть будут те уравнения, которые мы решаем? То есть, а что значит уравнение? Уравнение – это значит функции. F. Значит, как правило, это… Это, как правило, это композиции элементарных функций. Ну, все знают, что такое элементарные функции. У элементарных функций есть своя область определения. Значит, они непрерывно в своей области определения, но и смотрятся и композиции. Ну, то есть, или суперпозиции, когда по-разному это говорится. То есть, одна от другой. Вот. Значит, теперь каждый на своем множестве определено. Их пересечение будет, соответственно, и задаст нам то множество, где мы можем рассматривать нашу F. Вот. Так вот, это пересечение чаще всего, как будет такое, это будет, значит, объединение, вот, множество видов же с волной, как мы ввели. То есть, область и граница. И, ну, еще, может быть, и другая область и граница, и везде F будет там, значит, на них всех определены. Вот. Значит, тут как? С точки зрения решения нам, в общем, наклевать. Мы решаем единообразно. Ну, кроме там, если у нас какие-то модули, то придется случай смотреть, скажем, функции F стоят. Вот. Но в теории, в теории, мы, как бы сказать, выбираем какую-то конкретную область же с волной из этого вот, ну, не более чем счетного объединения. И в ней, так сказать, справедливы все теоремы, которые будут доказаны. Ну, понятно, что они распространяются и другие же с волной. Ну, опять-таки, на эту тему простенький пример мы смотрим. Значит, вот если у нас функция F – это корень из Y поделить на синус X, вот, то тогда у нас получается вот связанное. Тут что надо помнить, что G с волной – это что такое? Область G плюс ее граница. А область – это связанное множество. Вот. Так, значит, понятно, что тут у нас область, ну, как сказать, есть область задания, то она, функция F задана на множестве G катых. Вот. Что такое G катые? Это, соответственно, такие столбики, да. X меняется от Pk до Pk плюс P, ну, а Y больше нуля. Вот. Ну, а, соответственно, если их положить равно нулю, а X в тех же пределах меняется, это будет там, где наша функция непрерывна. Ну, потому что синус не ноль там, а Y в ноль обращается. Вот. А, так сказать, их разделители, вертикальные лучи, X равняется, ну, для любого K, X равняется и K, Y больше нулю, это, так сказать, общая граница. На ней худость не определена, поэтому она, ну, понятно, там ноль. Ну, бесконечность равно, синус X в ноль обращается в знаменатель. Вот. Поэтому, значит, вот это же K со звездочкой, они отзываются звездочкой, это плохая граница. Хорошая граница – это отрезочки на оси, интервальчики на оси абсцисс. Вот. Ну, а плохая граница – это лучи, разделяющие наши области ЖКТ. Ну, вот такой пример вполне может быть. Вот такое уравнение можно решать. На самом деле, это уравнение решается легко. И мы… А? Нормально, на каком множестве? Еще раз. Решаем мы сразу на всех. Штука в том, что… Не менее. Штука в том, что… Ну, вот вы увидите, там решается, чем хорошо-то, решается на всякий… А вот, а вот теперь, смотрите, когда будет ставиться задача Каши, то есть найти решение, которое проходит через заданную точку, вот тут он будет большое смотреть, в какую ЖКТ ему попадем, понимаете? Потому что решение-то будет оно и во всех, но надо выберить такой у него аргумент, пределы изменения аргумента, чтобы оно попало именно в эту конкретную ЖКТ, в которой лежит точка. Их с 0, Y – 0. Ну, об этом, это на практике я буду подробно… Ну, и Артем, мы будем подробно это все рассказывать и объяснять вам, как это делается. Просто сейчас невозможно все это рассказать. А вот мы говорим, что у нас область связанная, а вот в предыдущем примере, как можно развивить эту связанность, если они разделены вот этими вертикальными чертами? Вот я и говорю. Значит, у нас уравнение задано на счетном числе связанных множеств ЖК с волной. Вот это написано. На каждом ЖК функция одна и та же, понимаете, области определения разбились. На счетное множество областей ЖК с волной. Не областей, а множество. А каждая ЖК с волной – это область Ж, это вот написано, что это такое. Ну, ЖКТ. И, соответственно, у него есть хорошая граница. Это то, что лежит на оси абсцисс. Интервальчик. Поэтому в теории мы на каждой решаем, нам опять без разницы. Вот мы решаем и решаем. А вот когда будем решать задачу Каши, мы уже будем смотреть и ограничивать наше решение, что он сидел только, график его сидел только в какой-то конкретной ЖК, в той, в которой находится наша точка X0, X0, поставленная задачей Каши. Ага, понятно, спасибо. Да. Так. Значит, следующее. Ну, теперь опять, это чисто для практики замечание. Не всегда задача будет ставиться вот так, что Y штрих равняется. Вполне может быть так, что у вас Y штрих встречается не один раз. Ну, вот как у меня написано там в этом замечании 3. Вот. Ну, и понятно, что чтобы… Ну, или так, скажем так, просто… Ну, вот, например, G2 может равняться 0, то есть у вас что будет ставить? G1 на Y штрих равняется F. Где оно задано? Штука в том, что, так сказать, нули функции G1, ну, чтобы привести к каноническому виду Y штрих равняется F от XY, вам надо на G1 поделить. Понятно, да? Значит, если G1 обращается в 0 на тех кривых, это как раз границы. Плохие границы. Значит, и наша, ну, так сказать, область определения функции F1, они побьют, и там, так сказать, у нас будет целая куча областей, и опять-таки это все, значит… Это плохая граница, если в ходе решения вдруг у вас окажется, что та вот функция, которая обращает G1 в 0, окажется решением, это не решение, его надо выкинуть. Ну, и опять-таки у вас появится, вот G1 равняется 0, это формула границ. И когда вы будете решать задачу Каши, вы должны смотреть, что ваше решение было, ну, вот, не пересекало эти границы, это все, так сказать, уменьшает, разбивает на части максимально-то расчистывание решения. То есть, на самом деле… Ну, сейчас, когда я дойду до определения, это станет понятнее чуть-чуть. Просто пока разговаривает о том, что, ну, так сказать, не всегда так хорошо будет на практике. Мы будем решать не только уравнение Y штрих равняется F от XY, но и вот записывая в таком вот виде. Вот этого бояться не надо, тут только специфика такая, что вот множители при Y штрих, а это на самом деле, так сказать, кривые, на которых они обращаются в 0, это на самом деле плохие границы. То есть, наше множество общей, на котором задана функция F, оно еще режется на части, нулями этой самой функции G. Так, ну вот, наконец, мы добрались до важного этого самого… Так, что-то у меня тут загорелось. До важного первого определения, это значит, что такое решение. Вот это мы… Да, значит, что мы сделали? Мы описали объект, то есть то, что мы будем решать. Или, так сказать, исследовать, ну, доказывать существование решения и так далее. Это вот уравнение 1-1. Следующий шаг наш – это определить, что такое решение. Это уравнение, строго определить. Я вам на пальцах говорил так, а теперь я определяю, значит, строго. Вот, значит, поскольку мы будем решение этой функции, я уже говорил, а где она задана? Значит, мы сейчас сперва будем теперь говорить, где мы будем рассматривать наше решение, на каком множестве область задания решения. Рассматривать мы будем что? Ну, понятно, функция, так сказать, вещественная одного аргумента, то есть, значит, понятно, что аргумент лежит на оси. Значит, мы будем рассматривать не пустое связное множество, причем то, которое не является точкой. Значит, опять-таки, с топологией известно, что это промежуток. На R1 не пустое связное множество – это промежуток. Обозначается он АВ в таких вот угольчатых скобках. Вот, да, предполагается, раз я сказал, не точка, что А всегда меньше Б. Это мы тут полагаем. То есть, функция, которая задана только в одной точке, не будет решить. Ну, а этот символ, эта скобочка, она, значит, подразумевает либо круглую, либо квадратную скобку. Значит, понятно. Либо это интервал, и так мы обозначаем всегда, и он может быть бесконечным. Либо это отрезок. Это мы еще не область выбираем, чтобы область была бы интервалом только. Стоп, стоп, стоп. Я не говорил, что решение задано в области. Мы сейчас готовим носитель для решения. Кстати, вопрос не совсем пустой, потому что, если бы мы смотрели наше решение… Нет, ну, не важно. Смотрите. И пускай функция задана на интервале, но если мы ее сузим на отрезок, сузим, так это не меняет, эта функция не перестанет быть. И решением не перестанет. Что произойдет, если мы возьмем замыкание интервала? Стоп, расширять мы не будем говорить. Расширять – это отдельная песня. Мы сегодня к этому еще придем. Это продолжимость решения, такое понятие будет. Но, смотрите, дайте определить сначала решение. Итак, вот мы наконец добрались до определения. Я пока просто обозначение ввел. Функция y равняется φ от х. Определенно на некотором промежутке АБ. Неважно, какие скобки. Вот какой будет, так и на таком иначе, будет называться решением нашего уравнения, если упадает в следующие условия. Во-первых, функция φ дифференцируема на АБ. В любой точке АБ. Ну, понятно, если на границе граница входит, то односторонняя производная. Дальше. Точка х φ от х при любом х из АБ должна лежать в нашем множестве же с волной. Там, где… Ну, понятно. Потому что иначе, как мы подставлять будем функции? Ну, и, наконец, основное третье. Если мы нашу эту функцию φ подставим в уравнении 1 на 1, то для всякого х получим верное равенство. То есть φ три х равняется f от х фе от х. Ну, вот прошу любить и жаловать. Это, кстати, находятся студенты, которые в декабре не могут мне сказать, что такое решение. Это ужасно. А почему это выясняется? Я, конечно, это не спрашиваю. Выясняется, когда я ему начинаю говорить, какие у него ошибки в ходе решения, ну, задачи. Он меня не понимает. Тогда я начинаю выяснять, что он не понимает, и мы скатываемся к тому, что он не понимает, что такое решение. Поэтому он меня не понимает. Пожалуйста. Ну, мы будем заниматься вот поиском этих функций. Так, ну, вот поймите, что мы искать-то будем. Запомните. Итак, еще раз отмечаю. Пошли замечания. Что решение – это не просто функция φ, это пара. И добавим функции – это вообще пара. Это, значит, вот промежуток. И, значит, вот сама функция φ, которая обязательно промежуток присутствует. Вот. Значит, отсюда мы, если строго говорить, то любое сужение φ от х на меньший промежуток будет другое решение. Потому что решение – это пара. Вы пишете решение, вы пишете функцию и промежуток на козам и на замам. Вот. Ну, и то, что я говорил, значит, точка не включается в промежуток, поэтому решение не может быть точкой. Вот. Дальше. Первые два условия о том, что функция дифференцируема и точка принадлежения, они вспомогательные. Для того, чтобы мы могли подставить в левую часть. Потому что если вы сказали только 3, иначе мне говорить, то функция φ такая, что φ равняется, я скажу, а кто сказал, что φ существует? Это вы должны потребовать, чтобы она дифференцируема. Чтобы была произно. А я понимаю, что такое афи-штрих. А дальше я не понимаю. Дальше. Равняется f от x, φ от x. Я скажу, а кто вам сказал, что точка x, φ от x входит в область определения f? Ну, f там неопределена может быть. А вы говорите, что это будет решение. Значит, мы должны потребовать, чтобы эта точка любая при любом x и zb лежала множеству же слов. Но и после этого мы имеем право подставить. Если мы получили верное равенство, то тогда эта функция будет называться решением. Следующее замечание заключается в том, что, как понимаете, любое определение дается, ну, как сказать, правильное определение, можно так сказать, оно должно, как бы сказать, быть минимальным. В смысле каких-то описаний и требований. Ну, вот то, что можно вывести из определения, не должно в него входить. Для того, чтобы принять решение, нам достаточно сказать, что функция должна быть дифференцируема. А уже следствием этого определения нашего отсюда вытекает, что они просто дифференцируемы, а оказывается непрерывно дифференцируемы. Или гладкой. Это слово мы будем, значит, произносить. Вот. Но это очень понятно. Потому что, если мы посмотрим на третий пункт, то есть фи штрих равняется f от x, фи от x, то слева у нас непрерывно, извините, фи у нас непрерывно, вот в правой части подставлено, f непрерывно, значит, композиция непрерывных функций f от x, фи от x, это тоже непрерывно, значит, правая часть непрерывна, значит, левая часть непрерывна, а значит, функция фи штрих непрерывна. Это мы вывели просто из пункта 3. Ну, вот это доказательство, которое, вот простенькое, которое я ввожу, для пояснения, вот они вот так написаны более мелким шрифтом, такое будет встречаться. Это, в общем, помощь вам, это можно не читать, если это вам очевидно. Значит, тоже важный момент, седьмое замечание. Значит, мы выяснили, что это гладкая функция на b, значит, через любую точку можно провести касательную, да, под углом альфа от x, ну, то есть через точку x, фи от x. Вот. Ее тангенс, ну, просто попрельно производно, это как раз есть значение функции f точки x, фи от x. Вот. Отсюда что вытекает? Если у нас есть два решения, у них есть общая точка, то они в ней касаются. То есть не может быть картинки, где пересекаются под ненулевым углом. Такое невозможно. Вот. Они будут в этой точке коснуться, а дальше разойтись. Это, так сказать, будет говориться, что это точка, точка не донес, решение не единственное. Но они не могут пересечься. Под ненулевым углом. Да, тем самым, значит, геометрический смысл-то, уравнение диффициальное. Что мы задаем, задавая функцию f? Мы задаем в каждой точке угол наклона касательной к решению, графику решения. Так, к какому-то одному решению? Нет, вот к тому, который через эту точку проходит. Вот к тому решению, которое проходит через эту точку. Ну, это я все, потом еще тут будет про это, в общем, это все будет разъединяться, только позже чуть-чуть. Вот. Ну, значит, последнее наше замечание, восьмое. Вот, опять-таки, помните, это вот распространеннейшая ошибка на контрольной. не пишут, вот пишут решение нашли, какое-то решение, каши нам скажем, их равняется x квадрат, их равняется x квадрат. Ну, и скажем, x, не знаю, от минус до плюс бесконечности. Скажем, функция f у нас такая, что при x равном нулю, она не определенная. То есть, такое решение быть не может. Оно, ну, до, то есть, x и меньше нуля, а x и больше нуля. Так на самом деле, x равняется 0 за два решения. И x равняется x квадрат, два решения, значит, в левой полуплоскости и в правой полуплоскости. Они задаются одной и той же функцией x квадрат, но области задания у них разные. левая полуплоскости, правая полуплоскости. Ну, вот другой, значит, это надо помнить. И, соответственно, когда у вас задача каши, нужно брать, у вас получились, так сказать, разбито, ну, с помощью ОДЗ, у вас разбито на какое-то количество, интервал существования, на каких-то количествах, там, интервалов, скажем, или промежутков, и нужно выбрать только один тот, который входит в точку 0x0. Значит, ну, вот давайте посмотрим простейшее уравнение, которое мы сейчас уже пустые, ну, пока еще не решим, но решение-то напишем. Вот у нас уравнение y' равняется или квадрат. Понятно, что f задано во всем r2 и непрерывно, ну, дифференцировано, это не важно, честно. Вот. Ну, и пока мы не умеем решать, я могу спокойно сказать, что, ну, вот элементарно проверяется, что бы я взял константу вещественную, какой бы я ни взял x из, соответственно, проколотой вещественной оси, я могу рассмотреть функцию φ от x, это единица поделить на c минус x. Ну, понятно, что она определена как раз на r1 минус, это точка c. Вот. Если я подставлю эту φ от x в уравнение, ну, можете элементарно подставить производную, понятно, чему равняется, это будет c минус x минус 2 и минус, а минус сожрется, потому что минус x надо продифференцировать. Ну, и, соответственно, если вправо подставить, то же самое будет c минус x минус 2. То есть, эта функция, вот, если вы скажете решение, это неправда. Если решать будете, вот, напишите, это будет ответ напишет такой, неправда. Почему? Да потому что эта функция определена на несвязанном множестве. Из r1 или 2. Поэтому у нас есть решение, ну, вот, при каждом конкретном c, вот, c равно 5, там, у нас два решения. Одно, значит, x до 5, а другое после 5, а функция одна и та же. Ну, вот, картиночка нарисована. Вот. Ну, еще тут, так сказать, вот эта функция, да, значит, вот формула, вот видите, да, c минус x минус 1, вот она задает огромное количество решений, видите, континуум решений. Ну, потому что для каждого c свое решение. Это так называемая формула общего решения. Общее решение, это функция, которая задает, ну, вот, все решения в окрестке какой-то точке. Вот. Но, как я говорил, далеко не все решения могут входить в формулу общего решения. Честно говоря, в нее, очевидно, не входит функция y, которая здесь равняется нулю. Хотя, понятно, подстановкой, ну, подставкой y, 6 равняется y в квадрат, мы видим, что это решение. Значит, если вам дали такую простую задачу решить вот это уравнение, в ответе вы написали y равняется c минус x в степени минус 1, запятая, это же 10, равняется нулю. То есть, та функция, которая по ходу решения, а по ходу решения она у вас выпадет, она не войдет, ну, не вошла в эту формулу общего решения. Значит, теперь дальше. Можно еще, например, вопрос? Там точно y в квадрате, а не в минус второй степени? А почему? В квадрате? В квадрате. Не подходит функция или там? Какая? Ну, если мы просто проинтегрируем в это уравнение… А как ты проинтегрируешь? Ну-ка, расскажи. Ну, вот если для уравнения y в штрих равно y в квадрате, на левую и правую стороны, на весь интеграл. То есть мы пока формально не умеем еще считать. А как ты интеграл от производной возьмешь? Вот там же получится какую-то… Значит, ты должен написать вместо y штрих, это мы сейчас перешли, как решать, это мы еще, может, сегодня даже начнем. Ты должен вместо y штрих написать, так бы все решали. Ты вместо y штрих, это вот для самых слабых ошибка. Ты вместо y штрих должен написать dy по dx. Так? Это y штрих. Дальше ты должен умножить на dx. У тебя будет стоять dy равняется y квадрат, она от x зависит, умножить на dx. И как же ты будешь интегрировать y… Ну, слева понятно, будет у тебя y. А как же ты будешь интегрировать этот самый… А справа у тебя будет стоять интеграл от y квадрата от x по dx. И на самом деле ты сейчас перейдешь к уравнению дифференциальному, но записанному в интегральном виде. А, все, я понял, где, да. А можно еще один вопрос? Вот у нас вы сказали для какой-то зафиксированной функции c минус x в минус первой степени у нас два решения. От минус бесконечности до c и другое от c до плюс бесконечности. А мы можем сказать, что их, ну, на самом деле бесконечности много и любой под интервал… Нет, при каждом c своя пара решений. А почему пара? Вот мы не можем сузить, например, решение, и это будет другое решение? Нет, если я прошу… Так нет, подожди, подожди. Значит, сейчас, я согласен с тобой. Вот еще. Значит, конечно, я сейчас говорю о решении, заданном на максимальном интервале существования. Я пока еще термина не ввел, поэтому я его пытаюсь не произносить. А максимальный интервал существовать – это значит, что я продлил на сколько могу. Ага, хорошо, спасибо. А могу я, понятно, от минус бесконечности до c и от c до плюс бесконечности. Так сказать, суть того, что хочешь, это будет решение, но не полное. То есть не на максимальном интервале существования. То есть сужение решения решения, конечно. А почему мы еще раз исключаем отразительственное равенство нулю? Мы не исключаем это решение, оно просто никакими силами не входит в эту формулу общего. c минус x минус первой степени. Ну, ни при каком c, это не полыше и равняется нулю. В ходе решения просто оно выпало. Когда мы будем решать, вы это быстро поймете. А почему? Вот жизнь так устроена. Жизнь так устроена, что нет функции, которая сдаст все решения. Есть функция, которая задает большинство решений. Вот она написана. Фиат x. А в нее не вошла одна только функция. Бывает 10 не войдет. y равняется нулю. Вот так устроена жизнь. Тут ничего невозможно сделать. Но мы будем все равно обнаруживать их. Ну, конечно. Да, да, да. И я могу сказать, откуда обнаруживать. Чтобы решить это уравнение, нам придется делить на y. Ну да, понятно. Левую и правую часть. И вот на y квадратно. Я должен быть уверен, что это не ноль. Вот. Значит, деля, мы запретим ноль. Понятно? Но это же может быть решением. Поэтому то, на что мы делим, мы должны подставлять уравнение отдельно. И смотреть, решение или нет. И убедимся, да, оно решение. И поэтому мы сразу в ответ. А потом, решая дальше, мы найдем эту функцию основной. Фи. Вот. Так. Дальше знакомимся с языком. Вы когда можете делиться? Специфика этой самой G с волной. Значит, как получается? У нас решение разделится на типы. Ну, можно как простое решение, но оно можно указать его тип. Если его график лежит в области G, то тогда мы, естественно, будем называть внутренним это решение. Ну, почему? Потому что область состоит из внутренних точек. Что такое внутренняя точка? Множество. Это точка, которая входит в это множество вместе со своей окрестностью. Какой-то. Может быть, маленькая, но тем не менее, есть окрестность, что она вместе с точкой входит в это множество. Вот область состоит из внутренних точек. Ну, понятно, что график решения состоит из внутренних точек, но решение, естественно, назвать внутренним. Теперь, если график решения лежит на, вжет с крышкой, то есть на границе, то, естественно, решение называть граничным. Ну, последнее, если у нас есть точки, где мы на границу попадаем, есть точки, где мы попадаем внутрь, то такое решение называть совершенно естественно смешанным. Когда вам на втором курсе будет читать другой человек, у вас все будет читаться в области, поэтому у них все решения внутренние. Они не вводятся в понятие, потому что просто решение по определению лежит в области. Это второй пункт определения. И потому что они смотрят только область, как область определения функции f. Соответственно, у них все решения внутренние. И этого понятия не будет, но просто у них решение и решение. А вы знаете, что оно внутреннее. Ну и опять-таки, значит, пример. Вот теперь на эти самые решения. Рассмотрим такое уравнение. Оно тоже, кстати, легко решается. И вы его после первого занятия будете решать сами. Значит, вот оно такое. Ну написано три корня из х. Тройка здесь стоит для того, чтобы решения были красивее. Функции, которые задают решение. Где его правая часть определена непрерывно? На же с волной. Что такое у нас будет? Это уже, так сказать, первая четверть, но включая границу. Потому что мы не делим здесь, а умножаем на корень. Корень требует неотрицательности, но отсюда вот такое же с волной. Вот. Значит, тем самым оба луча, х равно нулю, х равняется нулю, они образуют границу. И это же хорошая, она же хорошая граница, то есть у нас это все же с крышкой, же со звездочкой нет. Вот. Значит, опять-таки, легко понять, что их равняется нулю подстановкой. Это граница, это решение. И поскольку оно принадлежит множеству уже с крышкой, это, значит, решение по определению граничное. Причем стартует она из нуля, то есть она вот в таком, значит, полуинтервале. Вот. Это граничное решение. Дальше. Значит, все внутренние решения, вот задается формула, опять-таки, подстановкой проверяется. Если мы подставим такую вот φ от х, х в степени 3 вторых минус c в квадрате, вот, то, соответственно, мы получим верное творчество. Вот. Теперь тут важный момент, значит, какие х у нас надо рассматривать. Все дело в том, что х в степени 3 вторых у нас не отрицательна. Вот. Поэтому, если c у нас меньше ли у нас нулю, c большое, то х, понятно, могут начинаться с нуля. Вот. А если у нас c больше нуля, то чтобы… То х должен быть больше, чем х в степени 3 вторых. А, c в степени 3 вторых. Да. Значит, смотрите. Вот написаны, ну, рисованы на графике, в смысле, ну, да, на графике, значит, графике решения. Вот первые два c у нас идут отрицательные. Вот. И мы стартуем, соответственно, из какой-то точки при х, равном нулю, из какой-то точки на оси ординат. Ну, и дальше летим типа параболы, что-то у нас понятно. Вот. Значит, когда c равняется нулю, мы просто стартуем из начала координат. Ну, это просто у, на самом деле, у в кубе. Вот. Теперь дальше. А вот когда у нас, вот когда у нас c положительные, то и к сынам подходят только, соответственно, больше, чем, ну, вот это самое c. Вот. Это проясняется в ходе решения. Вот. Значит, теперь смотрите. Значит, у нас можно смотреть смешанные решения. А если мы выкинем точку, ну, вот когда она попадает на границу, то у нас уже получается внутреннее решение. Вот. Теперь что еще может быть? Может быть, какие у нас решения? Вот мы пошли по граничному решению, и к равняется нулю. Вот из нуля стартанули. И на самом деле в любой точке, абсолютно в любой точке, мы сможем с этой самой уйти и пойти, скажем, ну, вот в точке 1.0. Свернуть и пойти по решению, которое вот фиг с c равным единице. То есть у нас получается, что у нас огромное количество, скажем, если требуется написать все решения, которые стартуют из начала координат. Это, во-первых, граничное решение, и к равняется нулю. И потом в любой точке, начиная с нуля, значит, у нас ответвляется, так называется, решение. Ну, вот, соответственно, задаваем функции φ, и мы можем сколько угодно, любое количество времени идти по оси, а потом свильнуть и уйти наверх. Значит, такие решения задаются, ну, так сказать, составными функциями. Вот они все написаны. Значит, для чего это нам нужно? Скажем, ну, я жалею вас, я могу, например, рассказать, выписать мне только граничное решение, смешанное не надо. Значит, вам не придется все составные функции писать. А водопись, что только х в ней цнули. Вот. Кто не вводит понятия, вот эти разделения, то студенты, у тех преподавателей, если там граница все-таки входит, то они будут писать все. Все эти, в общем, понятия, так сказать, я не прошу лишнего делать, что, например, не нужно. Вот. Поэтому в такой ситуации я бы вам сказал написать, скажем, граничное решение. Ну, вот стартующий с точки 1-0. Это будет игр равнять с нулей. А если все решения найти, то это, ой, сколько это будет, от нуля до единицы, и потом дальше, сколько хош, идем по оси, а потом где угодно сворачиваем. То есть все основные функции надо было написать. Можно я прошу, чуть-чуть повыше, вот там для классификации решений. То есть пустил, вот там, сфотографировал просто. Ну да, конечно. Вот нет, это вещи очень, это вот, это то, что я вам говорю, на самом деле это не того, чтобы вас мучить, заставить что-то учить, а чтобы вам было легче решать. Вот. Ну и так еще разочек. Значит, вот я подводу, как, подвожу итог, я вот читаю. Значит, внутреннее или граничное, или смешанное решение является любая непрерывная функция, непрерывная дифференцируемая на некотором промежутке φ. График, который лежит, соответственно, по названию граничное смешанное внутреннее, соответственно, вж, вж с крышкой, вж с волной, но в результате постановки является то, где столь на А, Б. Вот все, все просто. Вот. Теперь дальше. Нам очень нужно будет и постоянно будет использоваться, но это, кстати, ну и при решении, но больше это для все-таки для лекции, для теорем существования доказательства. Другая запись вот дифференциального уравнения. Вот его можно записать в виде интегрального уравнения на самом деле. Вот о чем был вопрос, я, так сказать, когда пытался решить человек уравнение Y, что является Y квадрат. Вот так вот, в лоб. Значит, сначала определение, как всегда. Будем рассматривать такой объект. Y, ну, Y от X, это есть вот чего равняется. Y0 плюс интеграл от X0 до X, F. Значит, что такое тут у нас написано? Написано, это будет часто встречаться, постоянность. Интеграл с переменным верхним пределом. X0 – это фиксированная точка, так же, как Y0. Какая-то точка из множества уже с волной. Вот. А верхний предел переменный. В этой ситуации, значит, под интегралом, и, соответственно, D, мы должны там букву менять. Вместо X я пишу S. Не забудьте это делать. Вот. Значит, мы рассматриваем объект 1,2, который называется интегральным уравнением. Предполагаем, что функция F непрерывно в G с волной. А G с волной из 1,1, ну, описано в 1,1 уравнении. И точка лежит в этом самом множестве G с волной. Вот. Значит, это тоже уравнение, которое называется интегральным. Определение решения интегрального уравнения, оно, собственно, такое же. Значит, это функция, заданная на некотором промежутке, содержащим обязательно X0 теперь уже. Значит, она же оба от них, вот тут отличие. Вы понимаете, что, что у нас фунт, значит, мы требуем, чтобы функция F непрерывна. На AB. То, что она будет дифференцирована, уже будет вытекать отсюда. Ну, вот сейчас увидим из определения. Дальше точка, как обычно, лежит уже с волной. Ну, и если мы подставим эту функцию FI в наше интегральное уравнение 1,2, то мы получим на AB верное тождество. Вот. Значит, ну, опять-таки, такое же замечание, значит, что функция FI, она просто автоматически получается не просто непрерывно, непрерывно дифференцируемой. Почему? Потому что в правой части стоит интеграл с переменным верхним пределом от непрерывной функции. А мы его можем дифференцировать. Это непрерывно дифференцирован. И результат будет непрерывной функцией, поэтому FI у нас непрерывно дифференцирован. Ну, и теперь теорема. Значит, тут опять-таки характерная особенность этого курса лекций. Я не номерую теоремы, потому что это ужасно. Ну, я помню сам, когда был студентом, там, теорема 3.2 какая-нибудь или 1.15, и фиг его знать, что за теоремой, и вообще где ее искать. Поэтому я здесь не номерую ни леммы, ни теоремы, а даю им, так сказать, краткие названия. По теореме такой-то, и это понятно уже, о чем идет речь. О нем, что в скобочках всегда у меня есть. В данном случае, теорема о связи между дифференциальным и интегральным уравнением. Значит, о чем будет эта теорема? Теорема говорит о том, что это одно и то же. Если функция FI от X, они примерно при жутке, а бы свежая, чем X0, и ее график проходит через точку X0, Y0, то есть FI от X0 равняется Y0, отпускать такая функция. Значит, чтобы эта функция была решена дифференциальным уравнением, мне необходимо достать, чтобы главное решение в интегральном уравнении. Ну, доказательство, оно совершенно очевидно. Просто, если у нас есть, допустим, что FI – это решение дифференциального уравнения, тогда, значит, мы можем ее подставить, получим тождество, FI штрих равняется F от X и FI. Ну, и этот тождество имеем право продифференцировать, значит, ну, например, по S от X0 до X, и получим 1,3. А из 1,3 вытекает, что это решение интегрального уравнения. Ну, а достаточно, то есть вообще элементарно, мы возьмем наше уравнение 1,2, в которое подставим, ну, то есть фактически 1,3, мы его продифференцируем и получим, что функция FI утворяет дифференциальное уравнение вот этому самому тождеству. Вот оно тут внизу написано. Ну, на самом деле, это можно было без доказательства, но для порядка я это делаю. Вот. Это нужная она будет, теорема. Вот. Но на самом деле, маленькое замечание еще, вот на самом деле, можно обобщить понятие решения дифференциального уравнения. А именно, мы можем, ведь на самом деле, вот в интегральном уравнении, вот в 1,2, мы можем рассматривать функции F необязательно непрерывной. Для того, чтобы понять, что тут написано, достаточно, чтобы она была суммирована, чтобы существовал конечный интеграл. А тогда, про левая часть, то есть Y от X, она у нас будет просто непрерывной функцией. Вот. Поэтому. Есть задачи, в которых, ну, задано дифференциальное уравнение, а функция F там не является непрерывной. Вот такое бывает часто. Например, шарик от пинг-понга прыгает и стукается. И понятно, что там нарушается непрерывность. Об стол и обратно отскакивает. Вот. Но такие задачи надо решать. А как решать, если тут нет теоремы? Вот тогда обобщают понятие дифференциального уравнения, решение дифференциального уравнения. Вот именно вот такой, вот эта функция переходит к интегральному уравнению. Вот эта функция Y от X непрерывная всего. И будет называться обобщенным решением дифференциального уравнения. И тут целая, тоже есть теория. И вообще, так сказать, ну вот, в прошлом веке, двадцатом, значит, была просто, даже такой был курс интегральные уравнения. Но потом от него отказались, потому что, ну вот, это только для таких вот хиперприложений, когда нарушается. А вообще удобнее работать, конечно, с дифференциальным уравнением. Вот чем мы и занимаемся. Вот. Теперь, наконец-то, я перейду к определению вот этого важнейшего понятия, о котором уже много раз говорил, о задаче Каши поговорим. Вот. Значит, ну вот простейшее уравнение дифференциальное, которое вы можете решить, это уравнение Y штрих равняется f от x. И вот тут-то, вот решение, которое было предложено, просто проинтегрировать до множившего на d, до множившего на dx и проинтегрировав. Значит, вот тут-то проходит, потому что справа функция f от Эрика не зависит. Вот. В анализе, вот тут у меня, я написал, что в анализе вам значит, доказано, что решение такого уравнения сдается формулой, вот неопределенный интеграл. Ну, тут всегда эти тонкости с константой, поэтому если говорить аккуратно, то решение это f от x плюс c, где f первообразная, оцену от произвольной общественной константы. Но эта ситуация никуда не денешься, как не решай, пускай функции будут более сложные, нам придется интегрировать, вот, нам придется интегрировать и появится эта самая константа. Именно поэтому решение всегда континуум. Вот. Значит, ну, как я говорил, хорошо найти все решения, а ведь бывает такая ситуация, когда все не найти, просто чисто, ну, далеко не все уравнения можно решить. Вот даже первого порядка, я не говорю о системах, там, или она невысокого порядка. И на самом деле все уравнения, которые можно решить, были решены еще, ну, вот, чуть ли не в средние века, вот этими всеми математиками. Вот. Вот они все, что можно, решили. То есть, то, что можно записать известными элементарными функциями. На самом деле, ну, вот мы с вами, наверное, это не успеваем уже на практике, а на матмехе мы проходим. Если расширить класс функций, через которые мы можем записывать решения, то сразу же огромное количество решений, уравнений мы сможем решить, о которых раньше не могли решить. В частности, такое расширение стандарта, это когда мы будем решение записывать в виде степенных рядов. Вот если мы допустим решение в виде степенных рядов, мы сразу же решим те уравнения, которые точно не решаются. И доказано было, что они не решаются, мы с ними столкнемся. Сейчас, вот такой есть тип уравнений, уравнений Рикати. Они решаются только в отдельных случаях, очень специальных, все эти случаи выписаны. А в остальном случае доказывают, что через элементарные функции нам не записать решение. Вот это Рикати доказал. Он выделил те случаи, где можно проинтегрировать, явно. Но, тоже самое ранее Рикати, как мы начнем рассмотреть решение в виде степенных рядов, оно сразу решается. Рикати доказал. Так вот, то, чем мы занимаемся, мы решаем то, что можно решить. То есть, то, что можно решение аналитически выписать с помощью элементарных функций. Но часто их просто, ну вот, если я возьму случайно, произвольным образом взятую функцию f, то такое уравнение я не решу точно. Поэтому написать общее решение это очень сложный вопрос. Рикати всегда удается. Вот мы просто, вот все типы уравнений, которые решаются, мы как раз решим. У которых есть алгоритмы, как находить. Но может вполне быть такое, что мы можем какое-то отдельное решение найти. И если оно нас интересует, то нам, в общем-то, на остальные не наплевать. Поэтому, а как задать то решение, которое нас интересует? А нужно задать точку, через которую должно наше решение проходить. Задать эту точку, это значит создать начальные данные для задачи Каши. Ну вот. А попросить найти решение, проходящее через эту точку, это и значит поставить задачу Каши. Вот всего лишь, что стоит за этими громкими словами задачи Каши. То есть найти то решение, которое проходит через одну точку. А вот тут в определении сказано, что это решение уравнения 1-1. 1-1 это нумерация вот с самого начала? Да, конечно. нумерация вся сквозная идет. То есть это вот не то уравнение вида у штрих равно f от x. Нет, почему? В смысле? Нет, конечно. 1-1 у штрих равняется f от x. Если бы мне нужно было ик равняется вот это вот, так я бы занумеровал. А, вот. Тут просто скажешь, что это... Нет, нет. Это я как пример приводил, что вот это вы умеете сразу интегрировать. И вот в нем видно, что континуум констант. Ну, в смысле, континуум решение. Я понял, да. Нет, а 1-1 вот ровно то, на что есть. То есть те... Значит, что у меня занумеровано? То, на что я по ходу дела ссылаюсь. Ну, вот. Именно я ссылаюсь на то, что есть. Вот там написана формула и дальше, как правило, идет где и описаны условия, как эта формула применяется. Вот это все сразу предполагается. Да, так вот, значит, берем любую точку уже с волной. Значит, задача каждой сочетания X0 и X0 заключается в том, чтобы найти решение нашего уравнения, задавая на каком-то промежутке AB обязательно содержащим эту точку. Вот. Значит, неважно, какое, внутреннее, смешанное, неграничное, лишь бы F от X0 равнялась Y0. Значит, если, ну, другими словами говорят, как, задача Каши поставлена в точке X0 и Y0. Ну, соответственно, решение, это решение поставленной задачей Каши. Вот. Это условие, вот оно, самое востребованное в обыкновенных тиверициальных уравнениях. Вот. Вот в уравнениях матфизики, ну, и бывает и в дифурах, бывает, ставится другое начальное условие называть скроевой задачей. Вот. Кстати, я забыл сказать, вот в общих словах, значит, о чем мы говорим обыкновенные дефициальные уравнения, а какие уравнения необыкновенные. Так вот, необыкновенные это уравнения матфизики. чем они различаются? Значит, бутылки дефициальные уравнения предполагают, что независимые переменные, по которым мы дифференцируем нашу искомую функцию, имеют размерность 1. То есть, независимая переменная размерность 1. То есть, функция от одного аргумента, от скалярного аргумента. Но никто нам не мешает рассматривать, так сказать, искать функции, зависящие от нескольких аргументов. Тогда сам объект нашего уравнения будет стоять частный производ нашей функции по различным аргументам. Вот это есть уравнение матфизики. Уравнение матфизики описывает процессы, которые имеют нелинейные процессы, в том смысле, что не один. Например, как там перемещается жидкость в стакане, если мы его размешиваем. Понятно, там есть объем, у нас будет x, y, z. Частные производные по ним. Вот это матфизика. Значит, по ходу мы столкнемся с этим, я вам покажу, что самое простое уравнение матфизики, самое простое, вот решить его, это равносильно тому, что решить наше уравнение грешных равняется f от x. Поэтому матфизика состоит только из теорем существования единственности. Мы меняем область задания, скажем, это круг, потом полукруг, уже другая задача будет. А если мы вырежем кусочек остренький, то это вообще ужас какой-то будет. Для каждого такого ситуации, заданное доказать свое теоремо существование единственности. Но в этом будет матфизика. А решают они свои задачи только если им удастся свести функцию нескольких временов к одной, как к нашим обыкновенным индустриционным уравнению. И тогда они решат и сейчас лучше. Другого пути у них решить нет. Вот явно. Вот. Поэтому дифуры они очень удобные, что они применяют все матанализ алгебры. В то же время там можно не только теория, но там что-то можно и решить. Вот это мы на практике будем учиться. Ну а пока мы готовимся, вводим все эти слова. Вот. достаточно элементарная почти тавтология. Решение задачи Каши существует с такими начальными данными. Ну понятно, если существует такая функция, что вот это дело выполняется. Так. Значит, теперь уточнение. Я когда буду ставить задачи Каши, я буду говорить, что нужно найти. Внутреннее решение задачи Каши граничное или смешанное. Значит, оно существует, соответственно, одно из трех. Если у нас точка лежит, соответственно, в G, либо в G с крышкой, либо в G с волной, и найдется, как обычно, промежуток, содержащий X0, и определенное на нем, соответственно, внутреннее, либо граничное, либо смешанное решение, проходящее, график, который проходит через точку X0 и Y0. Что тут написано? Вот. То есть график внутреннего решения лежит в области, соответственно, если само это решение определено, скажем, на каком-то отрезке, оно не может быть определено на отрезке, если мы ищем внутреннее решение, его надо сужать, обрезать концы. Граничное обязательно должно лежать уже с крышкой, но смешанное и там, и там должны быть точки. Вот. Значит, что надо понять? Вот это важное замечание. Вообще говоря, по постановке сдачи каши локальные. То есть я не говорю, на каком промежутке мне нужно найти. Понимаете? Лишь бы он нашелся какой-то промежуток, содержащий точки X0, на котором есть решение, проходящее заданную точку, график, который проходит заданную точку. То есть он может быть сколь угодно мало, меня интересует большой, мне тут не надо, чтобы максимально. Единственное исключение, если вдруг попросит найти решение смешанной задачи каши, то тут может быть не локально, потому что, скажем, точка внутренняя, вы нашли решение, но на маленьком промежуточке, который лежит внутри, а вас просят смешанной, значит, вы должны его тянуть, пока вы на границе не высказите. Вот это уже может быть не локальная задача по постановке. А что к этому мы еще вернемся и будем уточнять, но вот попозже. Вот. Значит, теперь опять-таки по постановке название дадим задач каши. Задача каши внутренней, если точка лежит в области, будем называть задачу каши граничной, если точка начальных данных лежит на границе. Вот. Это оказывается большое дело. Вот эта разница, это огромная разница, лежит ли она внутри или на границе. Потому что что ведь нам нужно? Вот есть, значит, взяли мы точку, поставили задачу каши. Уравнение не решить. Ну, то есть, это сейчас не практика идет, а лекция. Уравнение не решить. А существует решение с этими начальными данными. Вот такое существование решения существенно зависит от того, какая точка внутренняя или ограниченная. Вот. Значит, мы познакомимся, так сказать, со стандартной теоремой. Она носит имя теорема Пиана. Теорема существования внутреннего решения. То есть, когда начальные данные поставлены внутри области. Точка взятая внутри. Значит, это вот будет, я ее сформулирую сразу почти, что. Вот. А догадательство оно выделено в отдельный параграф, который мы потом будем разбирать. Вот на следующих лекциях уже. Вот. Но опять-таки, понимаете, мы хотим доказать, что существует какая-то функция, проходящая через одну, график которой я не надо пропускать просто для краткости, которая проходит через одну точку. Ну, строго говорить, график ее проходит через точку. Вот. Решить я не могу. Она существует, ну, допустим, существует, если я хочу что она существует, она, я должен в первую очередь указать интервал, промежуток, где она существует. А иначе как? Ну, если я просто скажу с фонаря, она 0,1 существует, она там не существует. Она может на 0,1 миллиона существует. То есть, первое, чем нужно задаться, надо понять, где эту функцию искать, на ком множестве, на ком промежутке ее искать. Понимаете? То, на ком я захочу, ее может не быть. А на каком-то она существует. А на каком? Оказывается, что вот этот промежуток, на котором она существует, можно найти. Это вот свое время придумал тоже Пиано. Ну, во всем случае, он точно это делал. Это такая стандартная теорема. Вот. Теперь, а вот если я буду смотреть, брать точку на границе, понимаете? Теорема Пиано не работает. И вот это та самая теория новая, которую вот я придумал, на которую вышли статьи. Вот. Это у вас, значит, вот я это вам расскажу в параграфе, написанном следующем. К этому мы вернемся. Но, так сказать, с точки зрения практики, это, конечно, нам не важно все. Вот. Теперь, чтобы нам хорошо понимать, что происходит, я все-таки расскажу вам, а это недолго, это займет 5 минут, я вам расскажу, вот как, на каком множестве всегда можно найти решение, поставленное задаче Каши. Но это будет разговор идти о внутреннем множестве. То есть, это будет, ну, то есть, о внутренней задаче Каши, для которой как раз и доказывается теорема Пиано. На самом деле, если мы возьмем граничную точку, то я там уточню, теперь я немножко приопределю, где мы будем искать это наше решение, и в конечном итоге ничего нового доказывать не буду. Я все сведу опять в теореме Пиано. Ну, доказательство как в теореме Пиано. Но там надо некоторые вещи очень сильно уточнить, прежде чем свестись в теореме Пиано. Но об этом будет в третьем параграфе. Да. Так вот, значит, я указываю сейчас отрезок, на котором потом удастся доказать, что существует решение. Понятно, что это, так сказать, отрезок по х, и он должен содержать точку х0. Значит, этот отрезок строится. И чтобы что-то понимать, помимо аналитической формулы, чему, так сказать, границы отрезка равны, нужно очень хорошо понимать, как он геометрически выходит. Потому что, понимая, как он выглядит геометрически, мы на самом деле понимаем, как доказываются все теоремы существования. И все теоремы единственности тоже. А их несколько. А может, я прибиваюсь, можете человеку впустить, просто выкинуть? А, извините, я не увидел. Я периодически смотрю, да, конечно. Спасибо большое. Да. Вот. Значит, ну вот, построение этого отрезка, алгоритм, он был предложен пиано, и я его сейчас описываю. Вот это вы должны рисовать, и на экзамене, если мне кто это не нарисует, и не, вот так я просто спрошу, нарисуй мне отрезок пиано, то этот сразу двойкой ушел. Потому что просто не о чем говорить. Человек не понимает, не может понять ни одной теоремы, которая доказывается в классе, не понимая, как строится отрезок пиано. Итак, значит, берем любую точку из области G, то есть внутреннюю, X0, Y0. Вот, ну, не мы берем, нам дали, неважно. А наша задача для этой точки построить отрезок пиано. Вот. Значит, понятно, что поскольку точка внутренняя, то и найдутся константы положительные A и B, что вот такой прямоугольник R с чертой, а это прямоугольник, что такое прямоугольник? Это прямоугольник с центром в точке X0, Y0, ну, и со сторонами, соответственно, с полусторонами A и B. Ну, одна сторона длиной 2, другая сторона длиной 2B. Представить. Сейчас картинка это будет на следующем странице, но пока я хочу аналитические чтобы вы поняли, как это строится, ну, смотри, как это определяется. Вот. Значит, ну, поскольку я повторяю, G это область, то есть точка из области, она содержится с некой окрестностью в этой области, но и в этой окрестности мы можем выбрать A и B так, понятно, что такое существует. Вот. Здесь и в дальнейшем черта над множеством, вот как здесь R с чертой, всегда будет подразумевать замкнутость. Что-то замкнутое содержит все свои предельные точки. Если латинчик, то задается, ну, будет не строгими неравенствами. Вот. Ну, кстати, вот это все, значит, эти определения есть там дополнение 2. Я его вам тоже дам. Вот. Ну, рассмотрим. Дело в том, что нам сейчас ну, придется делить, поэтому давайте сразу случай, чтобы на 0 не делить, рассмотрим отдельно. Вот если вдруг на этом множестве R с чертой оно возникло, теперь все, мы ушли из области G внутрь этого квадрата, или внутрь этого прямоугольника. Вот. Значит, если в нем F равняется 0, ну, тогда понятно, что есть решение просто Y от X на X равняется Y 0 на от X 0 минус A до X 0 плюс A определенное. Ну, и, значит, тут все понятно. Мы решили даже, просто его нашли, это решение. Вот. Дальше мы считаем, что F не равно творчество на 0, поэтому, значит, R с чертой это компакт. Компакт, я еще раз напомню, замкнутое ограниченное множество. на нем любая непрерывная функция достигает своего максимума. Известней с лица M. А почему это максимум, мы его обзовем буквой M, он положительный, потому что F вот мы выкинули, вырожденный случай, когда я просто достигнули. Итак, что, у нас была точка, мы каждый свой, понимаете, каждый строит свой 30-х, каждый нарисовал свой прямоугольник, то есть у него свои A и B. Тут никакой единственности нет. Вот. У каждого свой прямоугольник, дальше у каждого поэтому своя константа M, потому что от размера прямоугольника зависит от самой максимума. Вот. И теперь мы вводим вот эту самую константу H ключевую. Это минимум из A и B поделить на эту самую M. В эту форму надо помнить. Значит, ну и определение. отрезок он будет обозначаться так, PH вот по этой константе H. Он строится по точке X0 и Y0, а поскольку отрезок это замкнутая множество поэтому сверху черта, это отрезок X0-H X0-H Вот он называется отрезком пиано, построен для точки X0 и Y0. Соответственно, если мы будем смотреть X, если мы будем смотреть X, только справа от X0 такое будет нужно, или только слева у нас будут левые и правые полуотрезки или левые и правые отрезки пиано. Вот я ввел и будет теорема пиано, а существование будет доказано, что решение существует вот на этом самом PH. Но что он из себя представляет, понятно, по этой записи ничего понять нельзя. Поэтому мы переходим к геометрическому смыслу этого отрезка пиано. Я пишу, что неоднозначно находится, понятно. Значит, понятно, что H можно всегда уменьшить, но просто будет решение на меньшем множестве. А вот увеличить можно, но иногда может быть совсем чуть-чуть. Это отдельная песня. Значит, и так. Ну вот, давайте смотреть. Вот у нас есть точка X0, Y0, вот область G у меня тут нарисована, вот точка X0, Y0, вот она. Вот. И мы строим прямоугольник R с центром в точке X0, Y0. Вот. Значит, ну и со стороны 2 и 2B. После этого у нас появляется констант, ну вот по той формуле максимум F это M и констант H появилась. Давайте посмотрим, как это все выглядит вот тут на нашем рисунке. Что мы делаем? Мы через точку X0, Y0 проводим две прямые с тонкой слона наклона, равная значит M и минус M. Ну, легко написать формулу этих прямых, понятно, да? Прямые с заданным углом и проходящие через заданную точку. Вот. Ведем их до пересечения со сторонами прямоугольника. Ну, вот здесь рисунок слева. Тут пересекаемся мы с верхней и нижней стороной. Это все, понятно, зависит от A и B, от M. Какие? Ну, а в конечном соцсетании тоже от функции F. Ну, а здесь на втором рисунке, на правом, мы можем, так сказать, пересечься и с боковыми сторонами. Ну, когда M маленькая, понятно, да? Вот. Значит, ну, и то, и то, оно, так сказать, смысл все равно будет одинаковый. Вот мы оба случая будем смотреть. Вот. Значит, ну, давайте смотрим налево и направо и то же самое. Итак, справа от точки X0 возник треугольник. Я хочу замкнутый его рассмотреть, он с чертой. Ну, тест плюсиком, потому что справа. Так это будет все время. Слева, кстати, тест минусиком. Видите, вот он возник. Вот. Значит, его основание на вертикальной стороне. Это понятно. Вот. теперь давайте посмотрим, а чему равна высота этого треугольника тест плюсиком. Значит, если мы смотрим на эту картинку, то что мы здесь знаем? Мы знаем танец слоноклона, верно, да? Мы знаем танец слоноклона. И мы знаем катет. противолежащий вот этот вот, да? Он равен B. Значит, высота этого треугольника это равняется B поделить на M. Вот. Значит, и здесь высоту мы взываем H. Ну, длина высоты вот H маленькая как раз. И здесь понятно, что у нас это самое H меньше, чем A. Потому что A, видите, вот, а H она вот. То есть, в этой ситуации у нас B поделить на M меньше, чем A, когда мы через верхнюю и нижнюю стенки. наш треугольник проходит прямоугольник. Вот. В то же время, если у нас идет через боковые стенки, то, понятно, H это просто A. она совпала. Вот. И при этом значит, B поделить на M оно вот там вот будет, если дальше проводить. И у нас получается, что A меньше, чем B поделить на M. Вот отсюда и взялось этот вот самый минимум. H это минимум и за и B поделить на M. Это, короче говоря, как бы мы не пересекались, в любом случае H это длина высоты вот этого самого треугольника T. Протекает из определения. И вы должны вот это вот четко понимать, что вот возникает треугольник T в прямоугольнике R и H это высота, ну, длина высоты этого треугольника. Вот. Извините, а как у нас связаны максимум функции, которые достигаются? Значит, это самое. Максимум функции это M. Да. Мы провели нашу прямую и станем наклона равным M. Ну, хорошо. А как мы понимаем, что он попадет A или нет? Мы не понимаем, да? То есть мы просто проводим? Нет, может быть так и так. Поэтому я пишу вот тут в определении H я пишу минимум. Когда мы идем через верхнюю и нижнюю стенку, меньше будет B поделить на M. И высота это вот длина, это будет вот эта высота. А если у нас меньше A, то это значит, мы идем через боковые стенки, это все равно высота треугольника. Хорошо, спасибо. Да. Да. Вот. А чуть забегая вперед, что важно-то? Что, какую мы точку внутри не взяли, а понятно, значит, график решения касается в этой точке. Ну вот, не хватает мне слов, которые я еще не ввел. Короче говоря, никакое решение не может удрать через верхнюю стенку и нижнюю стенку этого самого нашего треугольника. Потому что у него тангенс в любой точке вот там внутри не превосходит. тема – это максимум. Но это я чуть позже расскажу. Короче, вот эту картинку вы должны стоять перед глазами. Вот просто стоять перед глазами. Вот. Ну и теперь я могу сформулировать теорему пьяна, которую мы будем доказывать на следующих лекциях. Значит, теорема существования внутреннего решения. Во всех теоремах я все условия необходимые повторяю. в данном случае я говорю, что правая часть непрерывного власти G больше ничего не нужно нам. Тогда любой точке X0, Y0, G, и для любого отрезка пьяна, какой бы ни построили, построить для этой точки, существует, по крайней мере, одно решение задачи Каши с начальными данными X0, Y0, определенное на этом самом отрезке пьяна. Ну, вот здесь важно для дальнейшего, что точка X0, она внутренняя, поэтому наш отрезок пьяна, но точка X0 лежит в середине этого отрезка. Понятно? То есть мы влево ушли, наше решение слева точки X0 определено и справа точки X0 определено. Вот. Ну, повторяю, значит, вот такую теорему с различными дополнениями удастся доказать для граничной задачи Каши. Вот. Значит, теперь я только дам определение, но всю вот эту часть я буду рассказывать на следующих лекциях. Потому что моя сейчас задача подготовить вас к практике. То есть я сейчас базу для практики даю. Ну, базу определений. Вот. Поэтому о продолжимости я должен сказать, потому что задачу Каши вам надо искать на максимальном интервале. А вот что такое я должен определить. Но те теоремы, которые здесь будут, я сейчас доказывать не буду. Мы их будем разбирать. Я повторяю, значит, ну, в следующий раз. Итак, значит, возвращаемся к нашему уравнению 1-1. Если бы, как я советовал, записывали форму с одной бумажки, ну, как определение, ну, то есть, ну, в конспекте себе, то вы бы сразу видели его. Ну, я-то не могу меня туда листать. А вы себе записываете вот нумерованные формулы. Когда идет на них ссылка, вы сразу, у вас перед вами конспект, вы их видите. Вот. Я-то их знаю, а вам-то видите очень неплохо. Вы. Значит, итак, у нас есть решение какое-то на АБ заданное. Понятно, что мы можем судить. У нас любой, так сказать, промежуток меньший. У нас будет новое решение заданное той же функции. Это всегда можно сделать. Вот. Значит, при этом у нас сохранится при сужении внутреннее, остается внутренним, понятно. У нас точка-то число уменьшилась, граничная остается за граничным. А смешанное может перестать быть смешанным даже при удалении одной точки. Вот в примере 2, когда мы стартовали, скажем, с оси абсцисс куда-то, если мы чуть-чуть сузим, то там на оси абсцисс была все точки граничные, у нас оно было смешанное. А если мы эту точку исключим, то оно сразу станет только внутреннее. Вот. С сужением тут, в общем-то, все понятно. Но вот более сложные вопросы, действительно более сложные, намного более сложные. Значит, существует ли решение, определенное на большем промежутке, но которое совпадает на абэ с нашим, с фиатексом? Вот. Это один вопрос. И второй вопрос, а насколько больше то есть, насколько можно продолжиться, насколько больше будет этот промежуток новый, которое решение существует посреди собой. Можно любое решение дотянем, отмениться до предыдущей бесконечности. Значит, конечно, это невозможно дотянуть. Пример один, который у нас был там. Мы видели там эти самые, ну, гиперболы там были нарисованы. Вот. Значит, и понятно, что каждая гипербола, скажем, у которой верхняя, мы движемся вправо, мы дойдем до точки, где, ну, до вертикальной асимптоты, короче говоря, и дальше не продлимся. Влево до местной бесконечности уйдем, а вправо только до, понятно, вертикальной асимптоты. Ну, вот такой простой пример. Об этом говорит. Поэтому, так сказать, куда и докуда, мы не знаем. Вот в этом примере это мы знаем. Почему? Потому что мы его решили. Но штука-то в том, что мы занимаемся теми уровнями, которые не решить, а таких абсолютно на большинстве. Для этого и создается теория. Значит, ну, и теперь мы определяем. Значит, тут длинное определение, ну, потому что несколько сразу понятий определяется. Итак, решение наше Фи от Х определено на промежутке. Вот теперь на промежутке. Смотрите, В не включена. Слева меня сейчас не интересует, а мы только про правую будем говорить. Потому что слева аналогично. Так же определяется. Так вот, значит, справа мы на интервале определены, то есть точка В не включена. Так вот, это решение продолжило вправо в точку В. или другим словом на границу, если мы не хотим вводить В, а то просто говорим на границу. Ну, от нашего этого, значит, граница, в случае точка В есть граница. Если найдется такое решение Фи с волной, определенное на А, Б с волной в каком-то, что его сужение на А, Б совпадает с Фи. Так. И вот теперь я прошу прощения, у меня тут опечатка. Я начал говорить и увидел ее. Значит, на промежутке А, Б, не надо А, Б с волной, вот тут вот, определенное на промежутке А квадрат, это самая такая угол, скобочка, а Б с стволой стоит квадратная. Тут просто Б. Я случайно, я у Фи с волной сажал и на Б с чем-то посадил. Значит, то есть решение... И А, Б с волной? Просто тогда сказать, что... На А, Б. А, Б содержится в этом А, Б с волной. Ну, то есть можно было бы и так, наверное. Ну, в общем, ладно. Кстати, знаете, я поправлю это самое. Значит, то есть нас интересует только точка Б, понимаете? То есть нас, нам интересует, чтобы было решение, которое в точке Б тоже определено, а на интервале совпадало бы с нашим Фи. Ну, если бы не включено. А в точке Б оно, тем не менее, существует. Поэтому Б с волной здесь не нужно. Вот. Это оно, значит, что продолжимо на границу. Это как бы первый шаг. А может, ее можно и за границу продолжить? Ну, еще дальше. Вот я сейчас ввожу следующее определение, которое уже за границу. Как продолжить? Значит, решение Фи от Х, ну, там же определенное на А, Б, теперь уже не обязательно, нам не важно уже, Б входит или не входит. Оно может входить, может не входить. продолжимо вправо за точку Б, ну, или за границу. Вот теперь уже, если найдутся такие Б с волной, вот здесь вот нужно, Б с волной большее Б, и решение Фи с волной определено на промежутке от А до Б с волной, а Б с волной больше Б, что сужение на А, Б совпадет с Фи. То есть мы различаем. Понимаете, если мы заданы на отрезке, то мы можем продолжать только за границу, за точку Б. Но если мы заданы на интервале, мы можем за интервал, то есть второе определение, не продлиться. А вот на границу можем, то есть саму точку Б, и так. Поэтому сначала, если у нас интервал, мы думаем, можем ли мы на границу уйти, а потом мы уже смотрим, можем ли мы за границу. Но в любом случае, как я говорю, значит, мы говорим, что если можно продолжить, то оно просто продолжимо вправо, неважно куда. А само это Фи с волной продолжением вправо. Ну, и то же самое влево. Тут, ну, это опять сейчас пошли замечания, которые связаны там с Единцей, пока мы это не трогаем. Это я к этому вернусь на лекции. Уже на следующей. Тут и дальше доказывается теорема. Ну, вот Лем, мы это все будем разбирать. То есть вы можете посмотреть. Ну, говорит, когда можно продолжиться на границу доказывать, когда можно продолжиться за границу. И вот о чем пойдет речь. То есть доказывать теоремы, которые поясняют, когда можно на границу, когда за границу. Значит, к этому я вернусь, мы это будем разбирать. А пока, поскольку мне нужно получить возможность решать, мы делимся дальше. И, зная теперь, что такое продолжение, мы можем ввести следующее понятие. А именно полного решения и интегральный кривой. Значит, и будем отвечать на вопрос, как далеко мы теперь можем за границу продолжиться. Значит, ну и определение сразу. Решение уравнения называется полным или максимально продолженным или непродолжимым. То есть мы дальше не продолжим. Понятно? Да, это все одно и то же. Любое слово можно говорить. Значит, полным, максимально продолженным или непродолжимым. Если нельзя продолжить ни вправо, ни влево, понятно, да? Но непродолжимым дальше. Или, опять-таки, другими словами, оно не является сужением никакого другого решения. Понятно, да? Потому что что такое продолженное? Есть какое-то другое на большем, а сужение этого совпадает с нашим. Поэтому оно полное, если не является сужением. Теперь, значит, то, опять-таки, уточнее для типов. Внутреннее или граничное решение называется полным, если нельзя продолжить ни влево, ни вправо так, чтобы оно осталось внутренним или граничным. Понимаете? Скажем, я, если я прошу, ну, когда мы решаем задачи Каши, я прошу, чтобы найти внутреннее решение. Это подразумевает, что вы ищете полное решение. Но вы продлеваете, его можно, например, на границу, но если я прошу внутреннее, то на границу вы не продлеваете. Потому что если вы продлите до границы, что-то будет смешанное. То есть, оно полное внутреннее, не просто полное. Полное, когда просто нельзя продолжить. Неважно. А если я говорю полное внутреннее, то на самом деле, может, вы, можно наглядеться продолжить, но мне это неинтересно. Я не могу продолжить его дальше никуда, так, чтобы оно осталось внутренним. Поэтому, когда на контрольной там задачи каши ставится, там четко говорится, что вам надо найти. Какое? Внутреннее, граничное. Эти слова нужно понимать, иначе не сможете. Ну, так просто не поймете, что вам надо искать. Ну, тут все это на самом деле поясняется, вы прочитаете отдельно потом. Вот. И это надо, в общем, осознать. Вот это надо прочесть еще и осознать. Вот. Дальше, естественно, определение, прежитие, на котором определено полное решение, называется максимальным интервал существования. И вот вы будете решение писать на максимальном интервале существования. Теперь я определил эти слова, которые я произносил, так сказать, в общем, незаконно до этого. Не строго. Вот. Но обозначает это обычный и Макс. Вот. Значит, на самом деле, почему называется максимальным интервалом, а не промежутком существования? Ну, потому что, как я говорил, все доказывается раньше для внутренних решений. А вот для внутренних решений, в общем-то, совершенно элементарное утверждение, только надо пройти то, что вот я пропустил, что для внутренних решений максимальное интервале существования это интервал всегда. Это доказывается. Ну, опять-таки, я могу сказать, почему. Потому что, если вдруг мы скажем, что максимальный интервал, ну, так сказать, это, так сказать, отрезок, то вот есть лемма, мы ее пропустили, мы ее докажем, что за границу отрезка всегда можно продолжиться дальше. За границу интервала там есть теорема, когда можно продолжиться, когда нет. А вот за границей отрезка всегда можно продолжиться. Но, повторяю, это только для внутренних задач Каши. А для граничных это неверно. Вот. Дальше, значит, тут такой естественный вопрос. Кстати, этот вопрос почти ни в ком учебнике не рассматривают, ну, и не обсуждают. А кто сказал, что существует этот самый максимальный интервал существования? Потому что решение, оно, ну, вот вы видели, что они могут разветвляться. И одно решение, скажем, ответвилось, оно докуда-то прошло. Другое ответвилось, немножко подальше прошло. Третье еще. И будет ли это самый максимум всех этих интервалов? Не факт. Но он, конечно, есть. Но это, так сказать, доказано, доказывается и, значит, доказывается вот. Это доказывается. Вот у меня это будет в дополнении доказательства. Какие-то здесь, но мы это пропускаем. Использует такую важную теорему, как вот Лема Цорна. Опять мы это поговорим в следующий раз. Пока я вам дал просто определение полного решения. Вот. Это мы пока пропускаем. Так. Вопрос связан с единственностью. Мы пропускаем. Это мне сейчас не нужно для теорем, для того, чтобы... Так. Это пропускаем. Вот. Вот то, что нам понадобится непосредственно для практики. Значит, переходим к пункту 10. Можете себе отметить. Остальное я буду рассказывать в следующий раз или разы, как мы там успеем. Значит, я сейчас расскажу частное, особое и общее решение, и мы будем делать перерыв большой. Немножко еще потерпите. Итак. Да, к сожалению, мне все-таки придется сказать. Немножко вернемся. Зря я так разогнался. Сейчас. Продолжим мы себе решение. Сейчас одну секундочку, я найду то, что нужно. Полное решение мы прошли. Вот. Значит, я все-таки немножко должен сказать про единственность. Вот. Давайте посмотрим вот этот вот пример. Очень характерный. Я к нему еще вернусь, когда мы так все подряд будем проходить. Итак, рассматривается уравнение и штык равняется 3 на у в степени 2 третьих. Опять, оно элементарно интегрируется. Вот. Но сейчас нам не важно, как оно интегрируется. Нам важно то, что вот y равняется x минус c в кубе. Какое бы мы ни взяли c, ну, для любого c, в какой c не возьмем, вещественное, зафиксировали, у нас получилось решение. Вот. Так вот это решение, оно значит полное и на r1. То есть, понятно, что оно определено при всех x, но если мы его рассматриваем на всех r1, оно полное. Если мы его обрежем с какой-то стороны, ну, это будет, опять-таки решение, но не являющееся полным. Кроме того, понятно, что этому уравнению опять отвечает тривиальное решение. Тривиальное решение равняется нулю. Вот. Ну, вот, что это такое? Это, значит, кубические параболы, где точка перегиба у них лежит на оси абсцисс. Ну, вот я нарисовал две их, тут, понятно, континуум целый. Через любую точку веди эту самую кубическую параболу и ты получишь. Вот, нарисованы две x в кубе и x минус 2 в кубе. Вот. Ну, и кроме того, есть решение, которое равняется нулю. Значит, давайте посмотрим, ну, вот, любую точку на оси абсцисс, например, точку 2,0. Видите, да? Значит, через эту точку проходит парабола и через эту точку проходит решение x равняется нулю. Таким образом, причем они касаются, естественно, они не пересекаются, а касаются в этой точке. Вот. Но это единственная их точка касания. Дальше то, ну, оно поперло либо вверх, либо вниз, а это пошло горизонтально. Вот. Значит, эта точка, это точка не единственности. Значит, из нее хотя бы в одну сторону, я пока на пальцах это рассказываю, строго это все будет вот изложено потом. А чтобы вам понять, вот, что такое частное особое решение. Вот. вот, значит, через эту точку только в этой точке, значит, проходит одно решение парабола, другое, вот, их равняется нулю. Это точка не единственности. На самом деле, может быть, и не одно решение, а там, континуум проходить через одну точку. Мы очень быстро с этим встретимся. с примерами такого. Не только два решения будут проходить. Вот. С другой стороны, ведь никто нам не мешал смотреть решение, которое, скажем, шло по параболе снизу, y равняется x куб, выскочило в точку начала координат. Дальше я полез по оси абсцисс. Пошел. Ну, смешанная функция, да? Потом я, значит, перешел в точку 2 и потом свернул наверх. Скажем, если я смотрю в окрестности точки 2.0 тривиальное решение, вот то же, которое я описал, то слева они совпадают во всех точках, включая точку 2, а дальше разошлись. То есть, точка не единственности будет все равно, если хоть с одной стороны мы расходимся. Значит, так вот, что такое частное решение? Я на эту картину все равно на нее там ссылаюсь. Дальше. Что такое частное решение? Частное решение это решение, у которого каждая точка это точка единственности. Вот такое решение называется частным. Скажем, если я рассмотрю параболу, вот, y равняется x куб, вот эту вот, такую функцию. Это решение от минус до плюс бесконечности. Будет ли это решение частным? Нет. Это параболы за два частных решения. Значит, y равняется x куб при x меньших нуля строго. Вот там каждая точка точка единственности. Все параболы идут, так сказать, параллельно друг к другу, никто больше нигде не касается. Но с другими цены. И, соответственно, x равняется x куб, x больше нуля. Это частное решение. Их два для этой функции. И отдельно стоит точка не единственности вот начала координат. Например. Теперь, когда я в задаче каши буду говорить найти частное, скажем, внутреннее решение, то найти, значит, частное решение подразумевает найти полное частное решение. В слово частное это включается. То, чтобы отдельно каждый раз не писать полное. Неполное нас просто не интересует. Поэтому в понятие частного входит зачем нам нужно частное решение. Я буду писать найти частное решение. Потому что если я с начальными данными 1.0 скажу. Если я не скажу найти частное, то что получится? У вас получится, что вы будете все смешанные функции писать. Вот которые. Но я пример другой давайте возьмем. Вот начальные данные 1.1. Вот другую задачу в Каши. Вот точка. Вот 1.1. Если я попрошу найти вам частное решение, вы скажите, что это решение равняется x3 x больше 0. Почему не зашло? А? Что почему? Ой, простите, пожалуйста, я микрофон забыл выключить. А, ладно, сейчас увидел. так, значит, если бы я не сказал найти частное решение, а просто найти полное решение, я бы сказал, такой задачи Каши 1.1, вы бедные, что вы должны были делать? Вы бы, конечно, написали это. Причем написали бы целиком от минуса до плюс бесконечности, то есть всю параболу. Потом вы написали бы вот этот вот кусок параболы, потом пошли произвольные, ну сколько-то до любой точки вот сюда на отрицательность и абсцисс, потом свернули. И вот эти все вам пришлось писать в любой точке сворот. Это всего лишь из-за упустил слово часто. То есть, опять-таки, это понятие вводит для того, чтобы лечить вам жизнь. Просят частное, соответственно, как только вы ледяете точки единства, и вы обрезались. Все, дальше у вас неинтересно. Если меня в какой-то причине интересовало бы, я слово частное опустил. И тогда вы писали бы все. Значит, в каком-то смысле полной противоположностью частного решения является так называемое особое решение. Значит, особое решение – это решение, каждая точка которого является точкой не единственности. То есть, в каждой точке есть развитление. это такое особое решение. Опять-таки, если я вам взял опять-таки начало координат, то, что я сперва неудачу и сказал, найдите решение все, вы бы все и писали. Все параболы, ну и любое движение в любую сторону по оси абсцисс и потом сворот наверх или вниз. Если бы я спросил для точки 00 для начала координат найти частное решение, вы бы сказали, таких решений нет. Решения существуют, их сколько угодно. Но частного решения, проходящего через точку не единственности, нету, потому что частное решение – это решение, в котором любая точка не единственная. Вы должны это понимать. я могу так сказать шутку на контроле поставить задач в каши, где соответственно ответ будет нет. То есть это не противоречит теореме о существовании, потому что это некий частный случай решения, определенное решение. Мы их разбили на определенные группы и вот в такой группе таких решений нет. А с другой стороны смотрите, Y равняется 0-ю это решение. И ведь это оси и любая точка, у него точка не единственности, поэтому их равняется 0-ю это особое решение. Поэтому в задачах каши будет стоять, для такого уравнения типа этого есть, выписать либо частное, либо особое решение. Вот для задачи каши с начальным данным 0-0. у вас частных решений нет, особо если вы выпишите здесь особое решение. Для задачи каши с начальными данными 1-1 у вас особого решения нет. А вот частное есть, X у вас больше 0, ну а X равняется X куб. Вот что такое частное особое решение. есть есть вопросы? Так, сейчас. Ну вот тут определенное, о котором я говорил. Дальше про пример 3 тут как раз то, что я только что рассказывал, мы о него смотрели. Ну и на самом деле я показал менее тривиальный пример, вот этот пример 6. Значит, это все примеры эти, которые вот так сделаны, это как раз можно давать на контроль, это мои примеры, уникальные в смысле. Значит, вот тут еще приведены примеры, вот пример 6, две картинки. Ну это по сути два уравнения, это у них сигма, либо один, либо три, от этого тут разные ситуации возникают. Вот. И здесь значит, вот различные типы граничных, частых, особых решений. Это надо вот отдельно смотреть, сейчас мы это не будем, я вам рекомендую это очень внимательно посмотреть, чтобы разобраться, потому что вот это на самом деле то, что здесь сделано, это нарисованы портреты интегральных кривых. То, что вот на любой задаче с контрольной нашей, тоже я вам буду показывать. Вот точечки, которые стоят, это как раз задача каши. Вот точки на этих кривых. Вот. Соответственно, вот каждый будет искать у нас точку, и он какие-то две задачи будет решать и описывать эту ситуацию. Ну, тут различные постановки, различные типы, вот я буду этих решений, здесь вот интересно, прочитать, я сейчас не буду на это время тратить. Я рекомендую вам это прочесть. Повторяю, что это я вам пришлю. Значит, ну, как я тут сказано то же самое, что может не быть ни частного, ни особого, вот примеры там и есть. Вот. Мы их не смотрели, мы к ним придем, когда я буду все подробно рассказывать. Вот. Мне было важно ввести понятие частного и особого решения сейчас. Вот. Теперь еще, значит, вот какая вещь. Здесь это формулируется, а теорема это будет доказываться позже. вот там в четвертом или в пятом параграфе, неважно. Вот. Это то немножко, о чем мы говорили, что вот есть формула, которая задает, ну, почти все решения. То есть какие-то в нее не входят выпадающие, но это в ходе практического решения. Понятно, да? Вот. А теперь, а есть ли формула, которая задает, ну, вот, всегда ли такая формула существует? Понятно, что мы опять говорим о тех уравнении, которые нам не решат. И, значит, вот общее решение это некая функция, которая задает все решения в окрестности, ну, вот, произвольной точке из множества G, ну, из области G. Здесь мы на границу не полезем. Вот. Только для множественных точек. кто сказал, что есть такая формула, которая все задаст? Оказывается, это можно доказать. Но эта теорема, опять-таки, локальная. Что это значит? Это значит, что в окрестности любой точки из области G найдется такая область, причем область специального вида, она специально строится. это все будет рассказано. Вот в которой, так сказать, эта область является носителем для функции, задающей общее решение. То есть вот все. Вот в этой области существует, такая функция существует. Это сложная теорема, одна из самых сложных теорем. Я дальше, ну так сказать, вообще не всегда даже ее доказывал. То есть через раз. Ну вот на протяжении лет, когда я на Матмесе читал. Год докажу, год потом не доказываю. Вот так нахлебаешься, пока доказываешь. Тяжело. Трудная теорема. Ну посмотрим. Я не знаю. Короче, здесь она приведена, но я думаю, немножко ее разберем. Но нужно понимать, что теоретически мы можем доказать существование только в малой окрестности. в некой точке. Что у нас будет на практике? На практике у нас сама собой эта формула общего решения выскочит. Их может быть несколько, правда. Но они просто у нас появятся. Ну и, как я говорил, появятся те решения, которые вот в эти самые наборы общих решений не войдут. Вот что нас ждет на практике. Это надо, ну как сегодня мы понимаем, вы должны понимать, что мы выписываем общее решение и некоторое количество не вошедших в него. Ну а может все войдут тогда просто одной форму и сдаются. Общее решение. Ну и, не знаю, два слова я могу сказать, последнее, и на этом закончили. Это нужно, на самом деле. Мне этот слов-то не хватило в какой-то момент. Итак, смотрите. взяли произвольную точку x0, y0 из множества g. Что мы знаем для этой точки? Мы знаем тангенс лоноклона касательный. А, извините, я пропустил. Значит, когда мы ввели понятие полного решения, ну то есть максимально продолженного или непродолжимого, ни вправо, ни влево, то вот график такого решения называется интегральной кривой. Интегральная кривая это просто график нашего полного решения. Понятно, да? Я все время мучился. Вот, значит, через точку там проходит график решения. Я все время хотел проходит решение, говорю, не строго. На самом деле, я говорю, через каждую точку, значит, вот интегральная кривая. Интегральная кривая это график полного решения. В смысле, если у нас решение не является полным, то если будет, так сказать, математика это наука формальная, то мы должны называть не интегральная кривая, а дуга интегральной кривой, то есть часть интегральной кривой. То есть решение не полное. Значит, Этим словом будем постоянно пользоваться. То есть мы строим интегральные кривые. Извините, то есть решение задачи Каши – это нахождение интегральных кривых, которые проходят через заданную точку. Совершенно верно. Спасибо. Поскольку я сейчас пока вопросов в единстве не говорил, не касался, то когда вы будете решать задачу Каши, она может иметь несколько решений. Понятно, да? Вот именно в силу того, что единственность нет. То есть есть теорема единственности, мы с ними познакомимся, как минимум три мы будем знать. Значит, если выполняются условия теоремы единственности, то каждая точка – точка единственности. Если условия теоремы, они, к сожалению, достаточные только условия, если они не выполняются, то эта точка может быть как такой, так и такой, как единственности, так и не единственности. Соответственно, решение задачи Каши больше единственной и нет. Когда мы решаем задачу Каши, значит, надо найти все решения обязательные, которые проходят через эту кучу. Их может быть несколько. Их может быть континуум. Соответственно, всех вы будете писать. Ну, а мы тренироваться. Это все будет вам показано, рассказано на практике. Ну, а потом я говорил, что я вам покажу графики, специально построенные, чтобы вы видели интегральные клевые, как располагаются ваши задачи Каши, ваших задач Каши, других задач Каши. Это действительно интересно. Просто я сейчас ткнулся и не взял понятия интегральная кривая. Я никогда не пользоваться, ну, вот с этого момента уже не буду пользоваться словами, которые не определил. Поэтому вот я сейчас снулся, интегральная кривая сразу остановился. Потому что я забыл его определить. Итак, мы взяли произвольную точку. И нам и свистим тазовый слон наклона касательной к интегральной кривой. Потому что все, что мы знаем, имея уравнение и не решая его, эти вот самые тазовый слон наклона углы касательной к интегральному кривой, проходящей через эту точку. Чему равна тазовый слон наклона? F от X 0, Y 0. Вот это мы знаем. Это число 2, 3, минус 1. И так для каждой точки. Значит, отрезок, неважно какой длины, совершенно, с центром в точке X 0, Y 0. И тангенсовый слон наклона F от X 0, Y 0 называется отрезком поля направлений в точке X 0, Y 0. То есть мы, вот смотрите, плоскость, нарисовали множество G с волной, взяли произвольную точку, какую хотите. И сразу в ней можем нарисовать этот самый отрезок поля направлений. То есть мы рисуем отрезок, длина нам не важна, а тангенсовый слон наклон у него F, значение F в этой точке. Понятно, да? Вот. Если мы так сделаем в каждой точке, то что у нас получится? У нас получится множество G, оно заполнено этими самыми отрезками поля направлений. Вот такая картинка называется просто полем направлений, индуцированным уравнением А1. Ну, то есть оно задается функцией F. То, что у меня не один, это функция F, как я говорю. Значит, ну отсюда что получается? Мы задали уравнение, у нас функция F непрерывная, значит мы задали непрерывное поле направлений. Вот. Значит, отсюда идет геометрическое определение интегральной кривой. Значит, интегральная кривая – это, значит, кривая, ну, гладкая кривая, понятно, без уголков. В каждой точке которого отрезок поля направлений, значит, направление отрезка поля совпадает с касательным, с направлением касательной к нашей интегральной кривой. Вот. А отсюда, отсюда идет, значит, геометрическое определение, значит, построить все кривые, которые совпадают с отрезками поля. Вот. И это на самом деле позволяет нам приближенно, не решая уравнения, которое не решить, строить вот послед интегральных кривых. Вот. То есть мы что делаем? Мы… Ну, нет, но это надо уже говорить. Раньше это входило просто в контрольную работу. Это так называемый метод изоклин. Этот метод изоклин изложен, рассказывает в предложении, в дополнении 1.6. Ну, и там приведен пример. Вот. Но поскольку я уже давным-давно решил, много лет назад, что я не буду давать на контроль этот самый метод изоклин, по ряду причин. Во-первых, проверять очень трудно, потому что надо писать, нарисовать все характерные, а каждый свои характерные считает, и тут всякие споры возникают ненужные. Вот. Ну, и потом наша задача все-таки научиться решать, а не приближенно настроить. Поэтому я это дело исключил, но знать, что такое изоклина, значит, соответственно, метод изоклин, а он описан совсем коротенько, буквально полтора странички, в дополнении 1, это вы должны. Вот. Поэтому нужно прочитать, ну, а потом, соответственно, если будут вопросы, можете меня спросить, но там вопросов нет, там это все примитивно. Так. Вот. Значит, я вам рассказал сейчас все, что вам требуется для того, чтобы решать, уравнение первого порядка, но разрешенное относительно производной. Как я говорил, такое же уравнение первого порядка можно записать в другом виде, так называемое, в симметричном виде. И это будет, собственно говоря, это вот вторая глава, на то есть теории, там, так сказать, приемы, как решать. Вот. Но нам нужны сами понятия. Это будет сравнительно короткая вещь, ну, посреди тем, что я сейчас говорил. Вот. Но с ними познакомимся, мы познакомимся вот уже теперь после перерыва. И тогда дальше уже, как я говорил, ну, чтобы решать, нужно оба эти формы записи знать. Потому что одна в другую плавно перетекает в ходе решения. Вот. Поэтому мы сейчас сделаем перерыв. Так. Так, появилась у вас нова-2? Да. Так, отлично. Ну что, тогда продолжаем. А еще, Владимир Владимирович, там просят люди, чтобы запустить. Да, увидел, все. Прошу прощения, да. Я просто когда-то вижу, пропускаю, а когда-то бывает, что... Сейчас. Все запускаю. А еще тут попросили четко решить, во сколько закончится, собственно, практика, чтобы некоторые люди могли, видимо, вклонировать свои действия. Понятно. Сейчас, одну секундочку, я прикину. А, так, двенадцать, да. Ну, если в четыре, как вас устроит? Да. Ну, давайте в четыре, значит, закончим. Хорошо? Да. Да, все, договорились. Так. Сейчас я тут все принимаю пока. Что-то Панкратов непонятно висит. Я его вроде пригласил, а он не входит. Так и зависло. Хорошо. Панкратов вошел или нет? А, ну вот, сейчас, наверное, войдет. Да. Так. Ну, хорошо, пока, значит, попробуем. Итак, мы с вами рассматривали уравнение разрешенно-носильно-производным. Вот y' равняется f от xy. Ну, вот оно, к сожалению, не совсем удобно. И вот почему. Оно несимметрично. То есть переменные в него входят несимметрично. x у нас стоит, ну, в знаменателе там, в производной, dy по dx. Вот. И x – это независимая переменная. А y – это искомая функция. Значит, в частности, почему плохо? Потому что понятно, что f у нас ограничено. Она не может равняться бесконечности. А f – это нагрузка наклона касательной к решению. Отсюда вытекает, что не может быть интегральной кривой с вертикальным отрезком касательной. Потому что тогда f должно равняться бесконечности. А это плохая граница. Конечно, да, ну, в частности, например, вот окружность не может быть, ну, интегральной кривой. Потому что в окружности, ну, а я вам легко напишу уравнение, решение которого есть окружность. Оно и мы его мгновенно и решим сейчас. Но, с другой стороны, такой интегральной кривой быть не может, потому что нет вертикальных отрезков. Конечно, там, где вертикальные отрезки, можно было бы рассматривать так называемое перевернутое уравнение. То есть мы поделили на f, поделили на dy, соответственно, умножили на dx. Это так называемое перевернутое уравнение. Или сразу перевернутое уравнение смотреть, типа, x' равняется g от y к x. То есть мы поменяли. y стал независимой переменной, x – искомая функция. x от y больше. Но там свои беды. Причем такие же. А там уже тогда мы горизонтальный отрезок касательно не можем допускать. Если рисовать в координатах x и y. Оказывается, что есть форма записи уравнение, которое, как бы сказать, все эти недостатки позволяют от них избавиться. Более общая форма записи. И эта форма записи называется уравнение первого порядка в симметричной форме. И выглядит, значит, это вот уравнение 2,1. Давайте на него посмотрим повнимательнее. Начну, как вы видите, m, какая-то функция от двух переменных на dx плюс n на dy равняется 0. Но если мы вспомним наше уравнение 1,1, то если мы там домножим на dx и все в одну сторону перенесем, то что у нас получится? У нас получится dx на единицу минус f на dy равняется 0. Ну, а здесь форма более общей записи. И у нас есть не одна функция f, а другая, значит, соответственно, единица или минус единица. А у нас m и n полноценные функции. Какие и хуже. Лишь бы непрерывные. Вот. Теперь точно так же у нас будет область ее границы. Но чтобы не путаться, с какой у нас уравнение в какой записи, 1,1 или 2,1, я, соответственно, букву g заменил на букву b для уравнений в стеостричном виде. Таким образом, все... Ну, когда мы перейдем от одного до другого, соответственно, мы либо от b уходим в g, либо наоборот. Соответственно, b с волной, это множество, связанное множество, где будет... рассматриваться уравнение 2,1. Оно чуть хитрее оказывается в силу специфики. Ну, вот уравнение 2,1. Уравнение в стеостричной форме. Потому что это общая запись, понимаете? Вот. Значит, b с волной – это по-прежнему b. То есть, это область в R2. Вот. Но теперь, понимаете, в этой области определена не одна функция f, а две. m и n. Так вот. Значит, мы предполагаем всегда, ну, то есть, если нужно, мы это выкидываем, эти точки, из b, что это область, в которой одновременно m и n не обращаются в ноль. Потому что, если m и n равняются нулю, то это вообще непонятно, что такое. Ну, представьте, на ноль поставили тождественные туда, на тождественные. Вот. Что это такое, я, на самом деле, скажу, только чуть позже. Вот. Таким образом, это область, но с дополнительным, с добавком. Из нее вырезаны, ну, вот, все точки, для которых, ну, вот, не выполняется 2,2. То есть, где равно нулю сумма квадратов. Вот. Дальше. Нурство b с крышкой и b, ну, как хотите это называть, с чашкой, вот то, чего не было раньше. Опять-таки, могут быть пустыми, могут быть, нет. Они состоят из граничных точек в области b. Вот. Там вот раньше у нас было b с крышкой, b со звездочкой. Здесь тоже будет b со звездочкой. Это, так сказать, хорошие и плохие. Вот. Что такое b с чашкой? Значит, b с крышкой, опять-таки, это хорошая граница, где m и m определены непрерывно, и на этой границе вот выполняются условия 2,2. То есть, опять-таки, m и n одновременно в ноль не обращаются. То есть, у нас еще разделение такое на точки, которых, значит, m и n одновременно обратились в ноль и где они не обращаются. Таких, конечно, большинство. Вот. Так вот, b с чашкой – это хорошая граница, но на которой вот 2,2, то есть сумма квадратов равна нулю. Вот как мы разделились. Ну, а если еще остались граничные точки, то это, значит, точки, где какая-то из m и n не определена, либо, соответственно, не является непрерывной. Тут точно так же, как и для уравнения разрешенного. Вот. Значит, вот это разделение, что нам дало, что b с крышкой и b с чашкой, значит, b с крышкой условия выполнено 2,2, а b с чашкой нет. Вот. Таким образом, и в b, и в b с крышкой m и n одновременно в ноль не обращаются. Хоть одна из них отлична от нуля. А для любой точки и с b с чашкой у нас обязательно m и n равны нулю. Значит, в этой связи определение. Точки из множества b с чашкой будем называть особыми точками. А точки из множеств b и b с крышкой это обыкновенные или не особые. Значит, как определяется множество b с чашкой? Для этого мы можем ввести такие два множества m0 с чертой и n0 с чертой. m0 с чертой, опять-таки, по обозначениям понятно, что такое. Это множество точек, где m обращается в ноль из b с волной, а n0 с чертой. Это множество точек из b с волной, где m обращается в ноль. Ну и тогда совершенно очевидно, что b с чашкой это просто пересечение из двух ноль. Ну там m и n равны нулю. Вот такое множество. А извините, тут вложение показано. Это равенство на самом деле? Еще раз. А! Тут b с чашкой она как бы вложена, но может она добавляется? Секундочку, секундочку. Нет, именно вложение, именно вложение, потому что, я сейчас поясню. Значит, потому что это, сейчас, секунду, потому что это, это может быть неграничные точки еще. m чертой ведь это точки из множества b с волной, а b с волной это и внутренние, и внешние, ну и внутренние граничные. Вот. А b с чашечкой это множество граничных точек. Ах, шо? Вот. Значит, единственное теперь, вот что я тут обсуждаю, так, как будто это еще впустить, я взгляд упал, у меня в сторонке только-то висит. Вот. Значит, почему черта над ними? Потому что это замкнутое множество. Вот. Ну и, значит, что такое замкнутое? Опять-таки, вот я здесь привожу доказательства, которые, в принципе, вы сами должны провести. Ну, когда я на экзамене спросил об этом, мне стали не отвечать. Ну, понятно, я спросил одного, он не ответил. Я заинтересовался, стал всех, кого я спрашиваю, всех этот вопрос задавать. Не говорят. Ну, тогда вот я вставился. Потому что такое замкнутое, потому что содержит все свои предельные точки. Мы берем любую сходящую с точкой, значит, последствия с точкой Z0, там нулевые значения принимает функция, да? Значит, а функция непрерывная, значит, предельные точки тоже, поскольку она непрерывная, тоже будет равно 0. Понятно? Ну, отсюда и получается, что предельная точка тоже входит в M0, поэтому я спокойно одним черту стал. Вот. Вот. Ну, а здесь вот, значит, в любой точке, ох, черт, я забыл это, но надо будет поправить. Это самое, я тут написал B вот с такой вот галочкой, на это, на самом деле, было написать B со звездочки, я подправлю. Просто перерабатывалась первая глава, а вторая вот осталась неизмененная. Значит, это вот плохая граница, то, что я говорил. То есть, либо M, либо N хотя бы, одна из них, либо неопределена, либо разрывная. Должно быть вот, где там B со звездочкой, должно быть еще раз? Вместо B с этой B с галочкой, с левой, в левой должно быть. Я это поправлю, и когда вам разошлю, там уже будет звездочка стоять. Вот. Так. Значит, ну вот давайте пример, чтобы понять, как это все разделение произошло. Давайте на него внимательно посмотрим, потому что на самом деле, вот, так сказать, уравнение на контрольный, ну и вообще, когда мы будем решать, уравнение задается либо в симметричном виде, вот как оно написано, либо разрешенное относительно производной, то есть то, что было в первой главе, то, что мы проходили. И когда вы решать будете, может, вам нужно будет от одного вида перейти к другому, неважно. Только единственное, что нужно, понятно, что если вы будете переходить к уравнению разрешенного производства, вам придется делить. Значит, какие-то решения, возможно, у вас исчезнут. Их нужно, значит, отследить и вставить. Когда будет наоборот, вы можете, наоборот, прихватить решение, их надо будет выкинуть в конце. То есть ответ пишется по исходному уравнению, которое, ну вот, дано в условии задачи. А то, что там по ходу дела будет, надо внимательно просто следить за тем, что теряется что-то или находится. И потом, соответственно, либо выкинуть, либо добавить. Ну и поэтому, если вам дано такое, вот уравнение в симметричном виде, вы должны четко разобраться, какие у вас точки обыкновенные, какие особые, потому что, так сказать, тут решения тоже будут разделяться вот по этим. Поэтому давайте посмотрим пример. На него внимательно посмотрим. Итак, пускай вот у нас М вот такая, там с Котан-Винсом, ну а Н написано с логарифмом. Ну я специально написал всякой гадости. На самом деле, это тоже решается уравнение. Ну и, так сказать, ответ будет некрасивый, длинный, но оно интегрируется явно. Но это вы скоро поймете. Значит, давайте смотреть, что у нас получается. Когда, где у нас множество М и Н непрерывные. Значит, они непрерывны на связанных множествах. Каких? Х, понятно, из-за того, что у нас есть Котангенс. От, ну вот, для любого Н, от Н-1 на Пи до, значит, НПи. Ну, то есть, между двумя соседними Пи. Значит, на картинке рассматривается случай, когда Н равняется единице. То есть, от нуля до Пи картинка. Видите, да? Вот. Тут вот то, что написано, так сказать, ну, можно рассматривать, то есть, если задача Каши ставится, то у нас ставится, значит, у нас Х там вот от нуля до Пи. Если Х был бы другой, тогда мы другую взяли бы БМ. с волной. Ну, другое Н. Вот. Значит, что у нас тут? Луч этот самый Пи Н, у большее нулю, это общая граница двух соседних таких вот множеств с волнами. Вот. И, значит, М на ней, на нем не определена. То есть, это плохая граница. Это вот то, что вот Б с галочкой или Б со звездочкой тоже правильно должно быть. Вот. Это вот, ну, понятно, Х равняется нулю, Х равняется Пи. Вот они здесь две нарисованы. Это редкий пунктир. Вот. Так. Дальше. Значит. Ну, да, об этом я и сказал. Вот. Значит, теперь, но. Вот мы смотрим наше множество Б1 с волной. То есть, вот то, что нарисовано от нуля до Пи Х у нас. Распадается на объединение двух связанных множеств. Опять-таки, с общей границей. Значит, Х от нуля до единицы. И, соответственно, Х от единицы до Пи. Потому что их разделяет луч. Х равно единице, но их у нас все время больше нуля. Это понятно. Потому что у нас корень из у там стоит. Вот. Потому что давайте посмотрим, что у нас получается при Х равном единице. При Х равном единице М равно нулю за счет умножителя Х равно 1. Ну, значит, соответственно, Н равно нулю за счет того, что у нас логарифм. Логарифм единицы равен нулю. Таким образом, этот луч целиком состоит из особых точек. Это вот жирные точки у меня нарисованы. Видите, да? Вот. Значит, дальше. А есть ли еще особые точки? То есть, еще ищем. То есть, решаем систему М равно нулю, Н равно нулю. Смотрим, не будет ли еще точек, в которых ну вот эта система, то есть, ну, решение этой системы, короче говоря. Вот. Значит, и такая точка у нас значит, есть. Это точка пи пополам единица. Ну, потому что М при х равном единице обращается в ноль. Ну, извините, не то сказал. М обращается в ноль за счет катангенса. Катангенс пи пополам равен нулю. А Н за счет того, что, значит, там стоит множитель у минус 1. Таким образом, наши особые точки, да, нет, еще одна особая точка, извините, есть. Это точка 2.0. Ну, опять, по понятным причинам. Подставьте, увидите, что МН равно нулю. Таким образом, на каждом БН, в данном случае на Б1, у нас есть луч из особых точек и две отдельно особые точки. Вот. Причем, значит, они опять-таки эти особые точки различаются. Значит, эти точки особые, они могут быть, ну, вот как сказать, они могут быть, ну, вот, лежать как бы внутри, а могут лежать на границе. Вот точка 2.0 лежит на границе, потому что отрезок оси-абсцисс, он является хорошей границей. Ну, то, что граница это корень из y, ну, а в ней, так сказать, все, МН непрерывные, определены, поэтому это хорошая граница. Вот. Ну, собственно говоря, вот так, вот так выглядит да, вот я тут не показывал. Вот, да, еще не назвал точку 1, 1.0 особую. Вот. Значит, вот так выглядит, но она входит в луч, вот так выглядит, ну, вот картинка. Указаны границы, указаны области. Вот. Значит, что я хочу сказать сейчас в общие слова, ну, к любому типу уравнений, очень важные. Значит, что бы вы решили, то есть, не так, если вы не будете писать в начале, перед, ну, вот, вы писали условия задачи, и перед началом решения, если вы будете писать ОДЗ, как в школе, то 100%, не 99, а 100%, то ответ у вас будет неверный. Ну, скажем так, есть задачи совсем простые, ну, в которых это не скажется, но ни в одной задачи на контрольной, ну, и в большинстве задач на самом деле и в Филиппове тоже. Ответы у вас будут неверные, если вы не напишите ОДЗ. Значит, вот я хочу несколько слов, отметьте себе, это вот для практики очень важно. Значит, вот эти самые, как писать ОДЗ. Ну, во-первых, вы пишите школьные ОДЗ, то есть пишите область определения элементарных функций. Ну, если есть корень, понятно, пишите у больше нулю. Ну, если корень из у, то у больше нулю. Ну, и все остальное, как положено. Вот. Если логарифт, ну, если там делите, то, значит, что-то не равно нулю. Вот. На самом деле, это плохие границы, которые будут делить ваше множество на части. Вот. Это вы выписали. Пересекли, получили, так сказать, некий набор областей. Ну, вместе с границами. Но после этого пишется, так сказать, дифурное ОДЗ, которое для дифуров. Из чего оно заключается? Во-первых, если у вас уравнение в симметричной форме, отметьте себе это, вы обязательно пишете х не равно константе. Не равно так действенно константе. То есть, три палки. Это что значит? Это значит, что прямая х равно с, вертикальная прямая, не может быть решением, что естественно. Почему? А потому, что у вас стоит у штрих, то есть, дифурное дх. То есть, dx не равно нулю, то есть, х не равно константе. Это не значит, что х там не может принимать. Понимаете? Ну, вот какие-то значения. Это значит, просто дифурное дх. Это вертикальный прибой. Если же у вас функция f там делится на х, то вы пишете х не равно нулю. Это совсем другое. Вот здесь две палки. Это значит, что х в принципе не может обратиться в ноль. То есть, это граница плохая, граница области. Я решение задачи кашу у вас будет либо слева, либо справа. Ну, интервал. Это решение. Решение можете одной функции задаваться, но интервал вы будете выбирать. Он по очень многим параметрам будет сокращаться, дробиться. Дальше. Вы пишете, ну, вот если у вас было корень из y, то понятно, вы должны написать, что y равняется нулю это граница. То есть, я не прошу вас выписать все обности, которые туда входят, но выписать все границы вы обязаны. Опять-таки, потому, что решение не может перепрызнуть через границу любую. И оно может быть обрезано и справа, и слева за счет того, что граница стоит. Там просто на границе, на плохих границах нет решения, понимаете, вообще ничего, в жизни. Дальше. Что еще характерно? Если у вас в классическом равне разрешенном стоит множитель какая-то функция при производной. Опять-таки, множество точек, где эта функция обращается в ноль, но это было во втором замечании в лекциях. Это граница. Вы их выписываете, эти границы, почему-то плохие границы. Опять-таки, при решении задачи Каши вы смотрите, попадает ваше решение на нет. Если попадает в твои точки, значит, по этой точке разрыв прошел вашего интервала существования. И вы будете выбирать какой-то кусок из него. Тот кусок, который ксунь попадает. Значит, ваша задача выписать все границы четко совершенно. Это вот дифурные ОДЗ. Теперь, а если у вас уравнение в симметричной форме, тут немножко другое ОДЗ. Тут у вас вполне х равно константен может быть решением. Например, может быть, вполне решение х равно 4, х равно 2. Сколько хочешь. И это не пишется х равно c. Но здесь другое. Здесь вы должны найти все особые точки. То есть, вы должны решить систему М равно 0, и Н равно 0. Потому что, сейчас я об этом скажу чуть дальше, из особых точек тоже может составиться решение. Такое решение будет называться специальным. и его тоже нужно писать, если оно есть. Х не равно константии мы в точке написали? Где он? Почему мы запрещаем их все равно константии? Значит, мы где-то делим. Где мы делим? Когда мы пишем производную, еще раз, когда вы пишете у штрих, понимаете, у штрих на практике нам не нужно. Я вообще советую вам не писать ни у штрих, а писать dy по dx. Либо, если там перевернут dx по dy, либо du по dt. Не писать этот штрих. То есть, d по d. Но если у вас стоит знаменатель dx, то понятно, в этот знаменатель не 0. Это школьная ОДЗ. dx равно 0, не равно 0. Это равно 7 тому, что x 0 проинтегрируете. x не равно константии. Их снировано c большому. Но в уравне разрешенного для производной нет особых точек. Они есть только в уравне в симметричной форме. И на самом деле там дальше это все переходит к системам. Потом к системам к автономным. Там тоже особые точки. Это как раз аналоги этих особых точек, которые здесь у нас в уравнении симметричной форме. Поэтому когда у меня в симметричной форме, вы должны будете выписывать все особые точки в решившей систему. Потому что, во-первых, если из этих особых точек составляется кривая, то это будет решение. Опять-таки понятно. Мы подставляем эту кривую, дифференцируемую кривую. А в уравнении у вас m равно 0, n равно 0, и оно выполняется. На этой кривой m, n обращается в 0. То есть это решение, это очевидно. Вот. Просто по определению решения. Подставили в асферное торжество. Но даже если, скажем, у вас изолированные особые точки, вот как у нас, вот я пример-то мы рассматривали только что. Вот он у нас на доске-то стоит. То очень часто, скажем, например, две каких-то интегральные кривые, вот одна проходит через точку, и, скажем, под другим совершенно углом наклона пройдет другая через эту точку. или у вас может быть, что все с одним направлением касателей целый пучок континуума идут слева к этой точке, континуума идут справа к этой точке. Или вообще будут такие, значит, примеры, это просто на контрольные и вообще мы решать будем. То есть по любому направлению у вас какая-то интегральная кривая входит в эту точку, ну и с другой стороны там выходит. По каждому направлению есть интегральная кривая, такой будет самый цветок торчать. Вот. Соответственно, если вам поставлено задачи Каши на какой-то, на любой, так сказать, ну вот для любого решения поставлена задача Каши, вы рисуете инграрную кривую должны проверить, не попадет ли она в особую точку, потому что в этом месте все кончается. Дальше будет уже другая интегральная кривая, соответственно, другое решение после нее. Это все, поэтому, если вы не написали ОДЗ, вот не нашли эти особые точки, я сказал, во-первых, вы можете потерять решение, а во-вторых, вы совершенно точно 100% у вас будут неправильные интервалы при решении задач Каши. Просто это без вариантов. А задачи Каши я, естественно, даю не те, которые скучные, которые идут от минус до плюс до качи, а те, которые куда-нибудь втыкаются, в какую-нибудь гарность. И поэтому, если вы всего этого не пишете, то нет ни одного шанса, что вы решили правильно. Привыкайтесь сразу, очень внимательно, пишем все ОДЗ, потому что если у вас какое-то там такое школьное ОДЗ, это опять-таки это граница области. Хороший или плохой, неважно, у вас там все отмирает. Ну а дальше смотрят, что вас просят. То есть это хорошая граница, если у вас просят внутреннее решение, вы, значит, не включите в интервала точку, в которую она попадет. Если у вас просят смешанное, то тогда, значит, включите. Опять-таки, если частное, тут свои будут подходы или особые. А если ничего не сказано, тогда вам придется континуум их писать. Ну, то есть, через констанцию цикла. Вот. Так. Ну, вот это я вам рассказал общее. Это слова как раз для практики чисто. Это милиционные слова мои были. Вот, право дз. Значит, значит, чем отличаются равни 2,1 и 1,1, разрешенные и неразрешенные? Вот. Значит, понятно, что наше разрешенное уравнение, вот, Y, что их равняется F от XY, либо X, что их равняется G от XY, заданные в G с волной в каком-то, ну, там, где F, соответственно, непрерывно, и G непрерывно, равносильно уравнению в симметричной форме, ну, вот таком. Ну, понятно, либо на DY намножили, либо на DX намножили. Вот. Причем они определены на всем, значит, на G с волной. То есть, B с волной равно G с волной. В обратную сторону это, к сожалению, не так, потому что это более общее. То есть, не всегда 2,1 в симметричной форме сводится к тому. Вот. Значит, поэтому давайте, значит, мы что сделаем? Например, ведем еще два множества. B, ну, вот, B с волной N и B с волной, то есть, буквки MN снизу поставим. Значит, что это такое? Понятно, что B с волной N и они оба, это части B с волной. Просто B с волной N мы выкинули все точки, где B обращается, где M обращается, где N обращается в 0. Вот это и написано. Вот. Ну, а, соответственно, B с волной N там все точки выкинуты, где M равно 0. Вот. Ну, и, значит, что получается? Смотрите, если мы живем множестью B с волной N большое внизу, значит, N там не обращается в 0 на этом множестве, и мы можем наше уравнение 1,1, вот его надо было выбить, 2,1, говорился я, вот оно, M, до X, плюс N, на N просто поделить. Ну, раз N не обращается в 0 на этом множестве, понятно, да? Вот. Значит, мы поделим, и мы получим уравнение, ну, вот разрешенное, если производный, разрешенное относительно Y, то есть Y штрих, Y штрих, до Y под X равняется минус M делить на N, где оно определено не во всем множестве B с волной, а на множестве B с волной M, на меньше. Точно так же можно свестись на множестве B с волной M, где M не равно 0, перевернутому уравнению, разрешенному, DX, DX, равняется, ну, понятно, минус M, поделить на N. Вот. Кстати, если мы размотрим множество, вот я там вел B, M, где и та, и та не обращается в 0, не M, не N, то на этом множестве оно еще меньше вообще говоря. Понятно, что можно свестись и к уравнению относительно Y штрих и относительно X штрих. То есть, это обе формы записи. Все, в общем, все три формы записи работают. Вот. Соответственно, но если наше множество, ну, скажем, B, M в ходе, значит, если хоть одна точка, где в 0 обращается, там уже можно только к одному сводить. X. Вот. Значит, учитывая вот эту проблему, а смотрите, мы не хотим велосипед изобретать. Мы, собственно говоря, хотим свестись к тому, что нам уже известно. Для чего не будет отдельных теорем существования единственной для уравнения сердечной формы. Наша задача элементарно поступить, свестись к известному, то есть свестись к уравнению уже разрешенную с уравнением 1-1. Просто это нужно аккуратно делать, потому что не всегда это можно. В равномерстве особых точек это просто невозможно. А оказывается, можно сводиться на множество V с волной M, V с волной N. Из-за того, что когда-то можно к одному, когда-то к другому, мы выдавлены обобщить понятие решения. А куда деваться? Потому что я хочу к Y свести, к Y4, а не могу. Поэтому надо смириться с таким определением решения уравнения в симметричной форме. Значит, решение уравнения называется апрелянно на некотором промежутке AB функция FI от X или функция FI от Y либо-либо. Вытворяющие следующим трем условиям. Но условия похожие. FI от X или смотря какая возможно. Какое вы нашли? Либо FI от X, либо FI дифференцируемо. Дальше. Значит, их графики лежат в соответствующем множестве. Вот. Ну, если мы подставляем FI от X в наше уравнение, то тут мы, значит, раз она дифференцируема, мы на DX делим и имеем соответственно M плюс N в M мы подставили FI от X умножить. Тут у нас получилось DX и DX то есть FI штрих мы подставили это уже равно ц нулю на AB. Но AB это неважно по X или по X в данном случае по X. Либо соответственно вместо X мы подставляем FI от Y если у нас возникла функция FI и соответственно мы ее подставили опять-таки в наше уравнение поделившее на DY и у нас появился FI штрих FI штрих вот. И это самое верное тождество. Точно так же в зависимости от того где их лежат графики у нас решения будут внутренние граничные смешанные это все дословно повторяется. вот теперь только что нужно понять график любого решения нашего симметричной состоит только из обыкновенных точек то есть мы не смотрим точки где MN одновременно равна нулю понятно да все наши решения это только для множества обыкновенных точек то есть там где у нас там где вот у нас выполняется вот это 22 то есть одновременно M и N не равны нулю вот потому что ИБ по определению ИБ с крышечкой состоят только из обыкновенных точек а все особые точки сидят в норости В с чашечкой и о нем мы отдельно сейчас будем говорить вот так значит ну дальше для решения нам тут поясняется когда куда мы попадаем и как я это сейчас пропущу мы потом отдельно это уже на лекции повторим я просто для решения это для того чтобы практикой заниматься мне это не нужно вот значит ну вот я привел пример еще один здесь уравнением симметричной форме ну которое опять-таки оно легко решается и в принципе ну вот либо сегодня либо на следующее занятие мы уже его решим ну то есть не конкретно такого типа мы решать это частный случай вот значит рассматривается вот такое написанное уравнение y dx равняется x логарифм x dy вот значит нороство В с волной что у нас получается x больше либо равно нулю ну а y любое ну x больше нулю за счет того так вообще-то должно было быть x больше нуля потому что логарифм для x больше нуля определен помните понимаете но как я говорил у нас здесь стоит не просто x а x может на логарифм x а вот эта функция x в нуле может быть доприняна по непрерывности и поэтому граница x равняется нулю прямая она сюда входит именно поэтому В с волной это не область а это область с границей то есть x больше нулю вот значит когда до времени даймэн обращается в ноль понятно это две особые точки это начало координат 0,0 и 1,0 вот картиночка вот особые точки жирно указаны жирные точки вот значит что там у нас еще вот x больше нулю вот это значит пунктирчиком это граница наша в чем хорошая граница x равняется нулю мы доопределись в ней вот значит что у нас получается у нас у нас есть решение вот как раз x равно константе то есть x от y равно единице если вы подставите x равно единице в наше уравнение вот наверху то но это всегда дифференциал константа это ноль поэтому левая часть ноль хоть в единице хоть в чем угодно ну а логарифм единицы равен нулю поэтому у нас есть решение x столица равен нулю значит когда я говорю решение я говорю конечно не строго на самом деле здесь два решения x равно единице x равно единице при у больше нуля x равно единице при у меньше нуля потому что один ноль это особая точка это решение идет через эту самую особую точку а в ней ничего нету вот значит дальше дальше у нас есть ну вот функция y равняется c на логарифм x если вы подставляете в уравнение вы убежаете что это будет тоже потому значит это вот общее решение но опять-таки опять-таки это не одно общее решение а на самом деле два потому что отдельно при x больших единиц отдельно при x меньших единиц ну от нуля до единицы почему потому что все эти решения при x равном единице идут через особую точку то есть влипают в особую точку у нас отдельно так сказать справа отдельно слева сдаваемые одной темними формулы как бы два общих решения вот значит ну дальше тут всякие вещи продолжаются но объясняется там может про единство что-то говорится вот граничные решения давайте посмотрим граничные решения значит что у нас граничным решением да кстати есть решение x равняется сейчас есть решение y равняется нулю как вы понимаете да это опять-таки не одно решение а два решения потому что ну от нуля до единицы интервал потому что дальше появляются эти самые особые точки вот теперь у нас есть граничное решение x равно нулю это не одно решение а два решения опять-таки потому что 0 0 особая точка и над ней соответственно одно граничное решение и под ней другое граничное решение вот ну дальше здесь вот последний абзац этого нашего примера говорит собственно в чем отличие симметричной формы от разрешенного просто мы здесь например могли поделить на dx в этом уровне симметричной формы и тогда мы конечно потеряли решение и x равняется единице можно обратно почему 0 0 особая точка мы же определили в нуле по непрерывности сейчас я объясняю давай вспомним все понятно давай вспомним определение что такое особая точка скажи пожалуйста а это который на границе решение нет не то что на границе в ней m и n равны нулю одновременно понятно ну так нет это вопрос понятный просто вы конечно не можете нельзя охватить сразу все определения поэтому я вам пришлю обязательно к следующему понедельнику эти ну то что само собой прочитать эти определения все выучить значит вы не будете понимать меня ну и Артем тоже не будете понимать обязательно определение выучить и более того я ну не знаю как Артем будет, а я просто кого-то буду спрашивать. Скажи-ка ты мне это. Ну, просто чтобы все еще раз услышали, кто не выучил, так сказать, да учью. Так что будьте готовы к этому. Обязательно. Потому что, видите, из-за того, что точно не помнишь определение, точное описание объекта, соответственно, ты ее не понимаешь. Как только ты вспомнил определение, ты сразу все понял. Все непонимания из-за того, что не помнят определение. Вот определение – это язык. Ну, елки-палки. Толковые слова. А вот мы особыми точки в случае симметричной формы записи называем, когда обе функции mn равны нулю, или хотя бы одна из них обращается? Нет, обе. Давайте еще раз посмотрим на вот этот самый 2,2. Вот оно. Что означает эта запись суммы, которая не равна нулю? Значит, что хоть одна из них отлична от нуля. То есть, если обе равны нулю, вот это и будет особая точка. Ну, множество особых точечек. Там, где m и n одновременно обратились в нулю. А как написать, что одновременно обратиться в нуль? Ну, сумма квадрата не равна нулю. На самом деле больше нуля, но нам в ваших не равно. Вот если выполнен 2,2, то для тех точек, для которых выполнен 2,2, эти точки называются обыкновенные или не особые. То есть, когда они равны нулю обе одновременно. Одна равна нулю, наплевать вам. То, что одна равна нулю, это означает, что мы просто к одному из классических уравнений сведемся. Если, скажем, n в какой-то точке равна нулю, но m не равно нулю, то мы сведемся, не можем свестись к уравнению y равняется, потому что она на n надо делить. Но мы к перевернуту сведемся. То, что точка не особая, раз n равна нулю, то m не равна нулю. И мы на n можем поделить в окрестностях этой точки. По непрерывности есть окрестность, где m будет отлична от нуля. Если в какой-то точке отлична, то она и в окрестностях этой точки отлична. В силу непрерывности. А непрерывность мы всегда предполагаем. Ну, собственно говоря, вот то, что я сейчас говорил, где к кому сводится, вот идут вот эти абзацы после замечания. Объясните еще раз, пожалуйста, отличие b от b с крышкой. b – это область. То есть не пустой, а связанной открытой множеством. Ну, круг без окружности. А b с крышкой? А b с крышкой. Значит, дальше, секундочку. Значит, вот если мы взяли круг, но единичного радиуса, без окружности, единичный, это область. Теперь, если мы добавили сюда окружность, это вот наше стало множество b с волной. Ну или же с волной, неважно. То есть, ну, в данном случае это окружность плюс ее граница. Теперь дальше. На границе, на границе, у нас наша функция f, ну, либо функция m и n, понятно, смотря в каком виде уравнение записано, здесь в воле не играет. На границе у нас, да, ну что предполагаем, в области мы предполагаем, что функция f определенная непрерывная. Ну, и то же самое дословно цены m. На границе не обязанного, но я проводил простой пример, корень из y. Если f равно корень из y. Если y в штрихе равняется корень из y, то y равняется нулю, это граница. И f, то есть корень из y, на этой границе определенная непрерывно. То есть на всем множестве, вот это самое, во всей верхней полуплоскости, у меня, вот эта граница обзывается же с крышкой. То есть это хорошая граница, которая f определенная непрерывно. Это крышка. Но, если у нас уравнение y, что их равняется единица поделить на корень из y, то понятно, что их равняется, но по-прежнему является границей. Но это плохая граница, которая обзывается же со звездочкой. Ну а здесь вот b с этой галочкой. Это плохая граница. Что значит? Это граница, но на ней f либо вообще не определена, либо не является непрерывной функцией. Когда уравняем в симметричной форме, мы границу делим на две части, b с крышкой, b со звездочкой. А на три части мы из границы еще выделяем те точки, в которых m и n одновременно равны нулю. И это вот b с чашечкой. b с чашечкой мы не можем выкинуть, потому что в b с чашечкой тоже могут быть решения. Вот я сейчас еще немножко не дошел. Следующий, о чем я буду говорить как раз. Почему мы в случае с разрешенной относительно производной формой мы звездочку вообще не включали в жест волной? Почему? У нас жест волной было объединением из области и граничных точек этой области. И в b мы тоже не включаем плохую границу. А в b, вот почему у нас там объединение из... Потому что появился еще кусок границы, на котором функция f, в смысле, на которой m и n равны нулю. А, то есть это все еще хорошая граница? Да, совершенно верно. Ага, все, я понял. Ну, понятно. В плохой границе ничего нет. А хорошую мы включаем, а в ней, в общем, смотрим решение. Другое дело, что у нас все разбивается... Ну вот мы сейчас определили решение только пока. Мы пока ведь определили решение только для точек обыкновенных. То есть для точек, у которых m и n одновременно не обращаются мной. Почему мы так говорим? А потому что там мы можем либо к прямому уравнению свести, либо к перевернутому. Ну, то есть разрешенному. Вот. Либо к такому мы можем свестись, если я не равно нулю, либо к такому. То есть если я в какой-то точке не равна нулю, значит, она не равна нулю в окрестности, в силу непрерывности, значит, в этой окрестности мы можем поделить на n и получить из уравнения в симметричной форме вот это вот уравнение разрешенное. И в этой вот, собственно, окрестности у нас работают все теоремы. И вообще все определения справедливых, которые были для классического уравнения. Для разрешенного. Уравнение 1-1. Если же нам надо, например, нам задачи Каши поставили в той точке, где она вращается в ноль, тогда нифига, не можем это привести к такому вот виду. Но поскольку эта точка, если эта точка все-таки обыкновенная, то в ней, значит, обязательно m не равна нулю. Значит, есть окрест, где m не равна нулю. И вот там мы сведемся к перевернутому уравнению. Опять для него возникает функция, вот как я давал определение решения, функция возникает, x равняется ψ от y. Ну и она всем определением этого самого классического уравнения, разрешенного, она уикваряет. Вот, так сказать, это здесь вот и написано. То есть мы в окрестнице любой обыкновенной точки можем свестись к одному из разрешенных уравнений, либо относительно x, либо относительно x-штрих, либо относительно y-штрих. И применить всю теорию, которая в главе 1. И все определения, которые в главе 1. И не проходит это дело только там, где вот у нас бащашка для особых тучек. И вот тут, значит, появится, соответственно, ну тут же вводится, единственное, это я буду говорить подробно. Вот. И тут вот появится, значит, у нас отдельно еще вот решение, которое состоит из особых тучек. Да, вот единственное, что я еще, чтобы вы понимали, скажу про интегральные кривые. Вот смотрите. Вот в уравнении в симметричном виде, вот вы должны это четко понять, в уравнении в симметричной форме, у нас может быть сколько, интегральные кривые может любые углы иметь наклона касательный. Потому что вот там, где понятно, то есть наклон касательный, он конечен, мы наше, это что означает? Что у нас там n отлично от нуля. И мы можем свестись к уравнению, ну поделить на n короче, к уравнению y штрих равняется минус m поделить на n. И там мы, значит, у нас есть решение, ну оно решается, решение их равняется f от x. Если мы попали в окрестность точки с вертикальной, ну вот там, где это самое, где n равно нулю, то на нее делить мы не можем, это значит, мы вот попадаем туда, если поделить, то у нас будет f равно бесконечности. Но там тогда m не равна нулю в окрестности тех точек, то уж точка-то обыкновенная. И я, соответственно, могу поделить на m в связи с к уравнению x штрих равняется минус n поделить на m. И для такого уравнения существует решение x равняется psi от y, но которое задает кусок интегральной кривой с вертикальным отрезком касательной. Такие образы. Вполне может быть решением функция, только она, конечно, пишется в неявном виде, которая задает окружность. Вот, скажем, семейство концентрической окружности задается уравнением x dx плюс y dy равняется нулю. Простейшее уравняем симметричной форме. Вот. То есть, если вы построите, если вы найдете решение, оно выглядит x квадрат плюс y квадрат равняется c. То есть, семейство концентрической окружности вокруг начала координат. но это x квадрат плюс y квадрат равняется c. Это неявная функция. А решение у нас функция явная. Либо мы решили относить y, либо относить x. Можно еще про определение решения симметричных форм? Там у нас во втором и в третьем функции фигурируют или. Там или строгое... Или когда... Нет, значит, началось или с того, что началось или с того, что у нас есть либо функция φ, либо функция ψ. Вот это или так и тянется. Соответственно, первое для φ, второе для ψ. Вот, например, второй пункт, там, где, да, точка x c от x, да? Да, если у нас, если мы говорим про функцию φ, заданная на b, а в третьем пункте тут тоже подразумевается, что либо у нас первое выполняется вообще на всем любого x, или второе, а не так, что часть на подмножестве, часть на другом подмножестве. Ну да, ну да. А b это либо множество x, либо множество y, соответственно, от того, какая у нас функция. Нет, я вот как раз хочу спросить, а как бы здесь не подразумевается, что мы на части а b относительно x, это верно? Нет, а b совершенно независимые. Это два независимых определения, собранных вместе. Решение это, либо функция y равняется φ от x, заданная на а b, значит, а b это интервал иксов, либо x равняется φ от y, опять-таки, на а b, только это уже интервал y. Соответственно, если мы говорим про фи, то она же бы дифференцируемая, линия должна выполняться верхняя строчка 2 и верхняя строчка 3. То есть, это как бы обе разной природы слева и справа. с разных осей. Да, спасибо вам. Именно поэтому, когда… В правой части всегда 0 стоит или иногда у нас там может быть константа какая-то, например, или функция? где? Где функция? Ну, вот в симметричном уровне. Справа 0? А что там еще? А что там может быть? А если я там, например, тройку хочу поставить, константу? Стоп, 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 давайте разберемся. Значит, давайте поймем, что произошло. Тогда я сейчас вернусь к исходному уравнению. Смотрите. В чем разница? Значит, уравнение разрешенное относительно производное 1-1 это уравнение из нашей жизни. То есть, там, ну, реально, 3 ты можешь нарисовать, подержать в руках, 4, любое число, так сказать. Уравнение 2-1 это уравнение для бесконечно малых. Это форма, так называемая, на другом языке. Дифференциальная форма это называется. Еще вот это уравнение если там вот только четко определиться, где МН смотреть, называется уравнение ФАФА, так называемое. Это уравнение, в котором, ну, это самая форма. Некоторым, вообще, вот кто, так сказать, очень сильный умный математик, но студенты есть такие, им понятие, вот если я говорю слово форма, дифференциальная форма, им это понятнее, чем отдельно ДХ и ДЪ. Тут не может стоять ничего кроме нуля, потому что С это констант из нашей жизни, а ДХ и ДХ это бесконечно малый. Это равенство бесконечно малых. А что такое производная? Это мы делим, ДХ и ДХ, то есть мы сравниваем две бесконечно малых, и это величина из нашей жизни. Бесконечно малая ДХ, мы не можем ее увидеть, это не тоньше волоска, и ДХ тоже. Но если мы их сравним, во сколько одна больше другой? Например, если мы ДХ получили 3, то это значит, что ДХ больше в 3 раза, чем ДХ. Это означает, что производная равна 3 функции в этой точке. Что такое производная? Это во сколько раз дифференциал функции больше, чем приращение аргумента, чем дифференциал аргумента. Хорошо, спасибо большое. Тут опять-таки это тонкости, потому что производная все-таки это единый символ, это предел, понимаете, отношения. А что я пишу вам, когда ДХ приращение функции, делить на предел отношения, приращение аргумента. Понятно? Ну, у меня Дельта У, делить на Дельта Х, при Дельта Х веществом 0. Вот что такое производная. А я тут пишу просто предел Дельта У, поделить на предел Дельта Х. Это вот Дельта Х веществе на Дельта Х. Так вот, оказывается, когда производная настоящая существует, то это и это одно и то же. То есть предел отношения равен отношению пределов. Вот это то, что у меня в дополнении один, то, что я вам говорил. Поясняется. То, что производная – это предел отношения, приращение к приращению. Соответственно, Д делить на Д – это предел приращения, делить на предел отношения. На пределах приращения аргумента. Но это одно и то же при существовании производной. Ну, а мы, соответственно, решения наши должны быть дифференцированы, производные существуют, и поэтому это одно и то же. И на практике мы спокойно вместо Y в штеф пишем D-Y по D-X. Более того, Y в штеф на практике нам просто не нужно. Это просто короткая запись. Вот она так и должна восприниматься. А лучше писать D-Y по D-X. Ну, это перевертка D-X по D-X. Так. Значит, и что мне осталось сказать? Да, вот про интегральную кривую я сказал. Таким образом, что такое? Как у нас получается? Очень просто. У нас есть окружность, и она, понятно, ну, как сказать, это многообразие. Она параметаризуется различными функциями, но явными. То есть, скажем, там, где у нас, ну, бока ее, она, значит, параметаризуется функциями X, как функция Y. X равняется P-C от Y. А, соответственно, там, где вверх и низ, она параметаризуется в окрестности этих точек. Обязательно функциями Y равняется P-C от X. Соответственно, по сторонам, где мы далеки от этих точек, ну, экстремальных, вверх, низ, право, лево, у нас есть двойная параметаризация. Мы можем писать и как Y равняется P-C от X, и как X равняется P-C от Y. Это просто взаимно обратные функции. Вот. Ну, а интегральная кривая, это, значит, вот, так сказать, кривая, значит, она задается либо той, либо другой функцией. Ну, как, например, окруз. На самом деле, тремя функциями можно задать. Да? Вот. Это как, ну, вот, карты, если многообразие, кто знает. Вот. Ну, и, а интегральная кривая, это вот то, что получается задаваемый то или другое. То есть, решая уравнение вот такое, куда у нас написано, мы, значит, отдельно, как бы, имеем решение, решая в окрестности вот экстремальных точек. Ну, а в средних там все равно относительно чего решать, там делить на что. то есть, то есть, в нашем районе мы сводим либо разрешенную цель х, там, где это можно делить, либо относительно у там, где нельзя. Вот и все. Вот. Ну, и вот теперь последнее, что я говорю, так сказать, что нам нужно общего такого знать, это вот специальное решение. Штука в том, что вот из-за того, что у нас возникли особые точки, выявляется новый тип решений, который мы раньше не имели. Вот. Потому что не было особых точек. Вот. Значит, ну, определение функции х равняется φ0 от х или, соответственно, х равняется ψ0 от х. Не важно, как она записана, но она явная. То есть, разрешила либо относительно х, либо у. Которая определена и дифференцируема. на некотором природке АВ будем называть специальным решением уравнения в симметричной форме. Если все точки х φ0 от х лежат в Б с чашечкой, соответственно, либо точки φ0 от у и у лежат в Б с чашечкой. Ну, соответственно, любого х или любого у. Почему это решение? Да потому что, когда мы подставим это ψ0 у нас в равнении наше и феноль, у нас и m равно 0, n равно 0, это уравнение выполняется. И это решение. То есть, значит, график любого просто решения состоит из обыкновенных точек, а график любого специального решения обязательно состоит из особых точек. вот. Значит, еще раз, я тут дальше в замечании поясняю, что условие 3 тут в определении отсутствует, потому что оно автоматически выполняется, потому что mn равно 0. Это очевидно. Значит, дальше. Я требую просто дифференцируемость, и на самом деле это означает, а вот, помните, из дифференцируемости там следовала гладкость. Здесь это не так. То есть, не обязательно оно будет гладкое. Оно может иметь уголки. Вот. И, значит, смотрите еще, что вы должны понять. Поскольку, вот это важный момент очень, на самом деле дальше, вот в этой второй главе, там будет в общем виде решаться уравнение. Одни из типов уравнений, которые решаются. Это уравнение с влияющимися переменами. И вот там это будет все подробнейшим образом рассмотреть. То, что я сейчас скажу совсем коротко, ну и как здесь вот сказано коротко в этом самом замечании. Понимаете, что я сделал сразу? Это отличает, опять-таки, от этих учебников, которые, ну вот, напечатаны, которые рассматриваются эти самые решения. Дело в том, что, то, что граничные они смотрят и боксом, тут дело в другом. Дело в том, что в область B они не выделяли B с чашечкой. То есть уравнение рассматривают просто в области B, границу не смотрели. Ну, если взять, ну, у меня там, я приведу там штук 10 учебников разных, которые можно читать. Значит, смотрят только область и не выкидывают из нее вот это самое условие 2.2, то есть точки, ну, особые точки из области. Эти в самой области, эти особые точки могут лежать внутри где-то нее. Ну, или понятно, что они на границе могут быть, то есть это как бы часть границы, но граница не рассматривается, поэтому это как бы это не важно. Вот внутри нее. Вполне мы можем себе представить такую картинку. Смотрите. Взяли мы какой-то круг и это будет наш круг большой. Это будет наша, так сказать, область, ну, какой-то B. Теперь дальше. В середине этого круга вырезали, ну, нарисовали еще один круг. Ну, короче, бублик получили плоский. Значит, у нас M и N определены во всем большом круге, но в маленьком круге, в маленьком круге, который внутри лежит. У нас M и N обращаются в ноль. То есть по нашей терминологии это все особые точки. Ну, и по всей терминологии это общая терминология. Особые точки определяются во всех учебниках. Понятно, да? внутри там в целой области у нас целая область состоит из особой точек, целое озеро. Вот. Тогда что же получается? Получается, что если мы рассматриваем область определения наших M и N весь большой круг, то это все внутри, все хорошее, там ноль. Если бы были границы, это хорошая, но это не граница, это целая область. Тогда внутри в любой точке будет M и N обращаться в ноль. смотрите, я беру и в этом внутреннем круге рисую любые кривые, вот как хочу, вот чирикую, любые, и любая эта кривая будет решением. Почему? Потому что подставляя там M и N я получаю верное тождество. Я называю это странными решениями, но это же глупость. Напиши любую, проведи и вот тебе решение. А как решать вообще там внутри? Именно поэтому, и в этом еще отличие этого курса лекции, я все точки внутренние из множества этого самого выкинул. Внутренние особые точки как бы. То есть у нас это именно бублик. И в связи с этим вы должны четко понимать, что особые точки они обязательно граничные. То есть это обязательно граница области b. Потому что я повторяю, если мы возьмем внутренний этот круг, где M равняется нулю, внутренний круг, то понятно, так сказать, граница этого круга это особые точки, но там еще полно внутренних. так вот, мой выкидыш означает, что все средние точки выброшены и остались только по границе эти особые точки. Именно поэтому особые точки могут где угодно располагаться, так сказать, на границе области b, где-то внутри, но они не могут по-простому иметь площадь и не могут иметь внутренности. То есть это либо точки, либо какие-то кривые, а все внутренности просто выкинуты. Этим самым условием 2-2, что в b не входит. b это область, значит, и там не должно равняться, либо не только ее граница. Вы понимаете, внутренние точки этой внутреннего круга это не является границей моей b. Ну ладно, когда будем решать, это все будет понятно. То есть у нас будут задачи, в которых у вас будет находиться специальное решение, то есть решение состоящее из особых точек. То есть особые точки стоит искать только на границе области? Нет, они просто расположены, только на границе больше негде быть. Просто если у вас есть, смотрите, две границы, а между ними все тоже особые точки, то у вас это все внутренние особые точки выкинулись, у вас просто развалилось на две области с двумя границами. В случае уравнения в симметричной форме вообще можно отождествлять границу и множество особых точек? Нет, Нет, конечно. Граница делится на три части. Граница делится на три части. Хорошая граница с крышкой, плохая граница, где не определены, либо не непрерывны, со звездочкой, и граница, состоящая из особых точек. Это с чашкой. То есть включение именно, что особые точки содержатся в границе, и мы это называем бэс-чашкой. Ну, на самом деле, нет, все-таки я решил вам это показывать. На самом деле, вот посмотрите, я могу сейчас вам показать. Вот пример три, давайте на него глянем. Вот пример три, ну, на самом деле три-четыре. Вот пример три, четыре-четыре ниже, видите, да? То есть вот эти два уравнения. жалко, но все-таки я считаю, что должно быть понятно. Эти оба уравнения сконтрольные. То есть я много лет, ну, не так много, но в последние годы я давал эти уравнения на контрольное решать. То есть вот вам образец того, что будет на контрольное. Вот либо уравнение вот это два-четыре, либо уравнение два-пять. Потом я все-таки решил пожертвовать ради понятия в лекции их отдать. Но правда, здесь я не перевожу решение, а вам надо решать. И решать тут задачи Каши, где точечки опять стоят на интегральных кривых, они разноцветные. Это значит, ну, задачи Каши поставленные. Вот смотрим, например, трипок, то есть на уравнении два-четыре. Смотрите. Вот. Вот тут я, кстати, заменил. Нет, не так, я сказал. Итак, во-первых, где функции у нас непрерывные? Ну, понятно, они непрерывны при игрек больших единицы, потому что у нас тут корень из логарифма стоит. Ну, а по их самограничению нету. Вот. Значит, что дальше происходит? Дальше, раз у нас уравнение в симметричной форме задано, мы смотрим особые точки, ищем особые точки. Вот. Значит, ну, как тут искать? Надо решать такую систему. Понятно, я вравну 0, она страшненькая на вид. Что мы делаем? Мы решаем более простое уравнение, вот х равно, то есть, то, что m равно 0. Получаем два решения, х равняется плюс-минус у-минус 1, 2, это очевидно. Ну, а дальше, понятно, мы берем, подставляем обе эти функции в n и смотрим, обратится ли n на них. И выясняется, что если мы берем с плюсом, то n тоже обратится в 0. Вот это здоровое, то, что при dy стоит. А если берем с минусом, черт, я минус пропустил. Надо вставить опечатка. Вот. А если берем с минусом, то это не будет, это не будет обращать n в 0. Таким образом, на второй крив, да, ну, давайте, с первым, про первый, где с плюсом идет. значит, что эта кривая состоит из особых точек. И это вот нарисовано в примере 3, вот это верхнее, вот это пунктирчик такой с точечками. Вот она. И это есть, и это есть специальное решение. то есть это гладкая функция, в которой состоящая из особых точек. По определению, это специальное решение. Я, к сожалению, вынужден говорить специальное решение, а не говорить особое решение. Вы тут внимательнее будете, потому что особое решение занято у нас, понятие. Особое решение, это решение, у которое каждая точка, точка не единственности. Помните, частное особое решение я вводил. Поэтому здесь, чтобы не путаться, я ввожу понятие, название такое специальное решение. И вот оно имеется. Теперь дальше. Давайте посмотрим, там, где минус я пропустил, на вторую. Значит, с минусом их сравняется минус. Та-та-та. Вот. Что это такое? Вот на этой кривой у меня М обратилось в ноль, а Н не обратилось в ноль. Ну вот, я не сказал, что такое изоклина. Это вот вам надо прочитать. Там вот последний пункт первого параграфа. Я говорил, что у меня это изоклина примерно, построение примерного, ну, в смысле, приметительных этих самых, интегральных кривых. Вот. Ну, изоклина вообще это кривая. Я сейчас вам даю определение. И заклина это кривая, в каждой точке которой поле направлений, отрезок поленаправлений, мы видим, тот же угол на клуб. Заклина это кривая, в каждой точке которой, отрезок поленаправлений, это один и тот же, они слоноклона, и просто угол на клуб. то есть уравнение и заклина это вообще говоря, F от X Y равно K, где какая-то танцова наклона. То есть решает уравнение, мы получаем кривую, каждая точка, которая пересекается под одним и тем же углом, интегральные кривые. Ну и вот это наша кривая, где M равно 0, понятно, что это кривая, которая пересекается, пересекается, ну вот если работать, если работать в координатах не X Y, а Y X, то есть поменять оси, она пересекается, это из оклина для вертикальных отрезков поленаправлений. Просто здесь, когда вы решите, у вас решение будет записано в виде функции X как функции Y, то есть X равно Psi от Y. Ну вот специфика уравнения. Вообще любое уравнение, вот вы решаете уравнение Y, Y X равняется F от X Y, ответ у вас будет наоборот, например, быть таким, что X равняется Psi от X и C. То есть то, что получится, никак не связано с исходной формой записи. Ну это вот оказалось из оклиной. Вот она нарисована, она нарисована просто многоточечкой. Видите, вот каждая, каждая траектория, каждая интегральная кривая, вот она имеет в этой точке вертикальную эту самую. Вот тут вертикально, вот тут вертикально, но другие я не рисовал. Но вот если вы научите решать это уравнение, решите, вот у вас будет примерно вот такие вот решения задачи Коши. Вот. А еще один пример, вот такое вот уравнение. Значит, что у нас здесь выясняется? А выясняется, что особых точек две, особых точек две, это 0,25, это вот точечка, 0,25, я рисунок показываю, это одна особая точка. И, соответственно, точка вторая особая у нас получается 2 в степени 2,3, одна вторая. Вот. Кстати, тут я вот посчитал, где у нас опять-таки одна из обращается в 0, вот у меня тоже вот это пунктирчиком, это изоклина для вертикальных отрезков. Вот. И смотрите, когда вы будете писать решение задачи Коши, вот, например, вот этой, вот у меня точка стоит, то есть вы найдете там С из общего решения, при котором вот будет вот эта вот кривая, то решение задачи Коши, в каком интервале задано, туда понятно, она пойдет до плюс бесконечности, вправо, а влево она пойдет до сюда, здесь у нее вертикальный отрезок касательный, и здесь, как решение, оно закончилось. То есть у вас интервал пойдет вот, вот, соответственно, что-то, 2 в степени 2,3 до плюс бесконечности. А вот, вот эта точечка, вот в этом месте, я специально подбирал, вот не так просто, чтобы все решилось и С нашлось хорошее, у нее интервал вообще будет от, значит, вертикальной этой самой, это как Y функции X, и опять-таки, они все втыкаются, видите, в эту самую особую точку, значит, вот до сюда, вот такой интервал будет отсюда до сюда, вот. Ну, а вот эта особая точка, она на границе, и в нее входит всего 2 интегральных ревых, вот это и вот это, значит, а другие просто вот, ну, вот сюда ходят, вот есть это решение тривиальное, короче говоря, опять-таки, это вам надо будет решить, но когда научитесь, это не так быстро вы это решите, вот. Это не так. Да, кстати, то, о чем я говорил, в эту особую точку со всеми этими самыми, под всеми углами наклона входит интегральные кривые, то есть здесь просто стоит пропеллер, взяли любое направление, я найду интегральную кривую с этим направлением, входящую, ну, две, одна отсюда, одна там с другой стороны пойдет. Ну, это просто я специально привел примеры, во-первых, которые интегрируются, а во-вторых, ну, вот тут интересные всякие ситуации, описывающие, вот те наши понятия, которые, поясняющие наши понятия, которые вводятся. Вот. Все. Значит, на этом, ну, вот терминология у меня готова для того, чтобы, значит, вам рассказывать, ну, начать решать. Вот. И теперь, вот время остается, я опять-таки скажу самое начало, потому что это опять-таки общая вещь, и решать еще не будем. Ну, то есть я как бы подвожу к тому, что происходит. И уже со следующего раза мы развалились, я отдельно, у вас ведет Артем, отдельно я. Ну, по группам, как я говорил. Вот. Первые две группы ко мне идут, и три следующих идут к Артему. Вот. А суммарно по числу студентов это прийти все поровну, потому что две большие группы и три более маленьких. Вот. Ну, можно сказать, по-братски поделили пополам. Почти. Ну, разница двух или трех человек. Вот. Так. Значит, что я теперь я хочу сказать вам. Так. Сейчас. На секундочку. Секундочку. Так. Кого-то надо принять. Так. Увидел. Так. Вот. Сейчас. Это откуда-то взялось. Это откуда-то взялось. Так. Значит, с чем мы начинаем заниматься? Сначала мы учимся решать вот эти самые уравнения первого порядка. Либо в симметричной форме. Вот сейчас постарайтесь вот это писать. Это вот, как бы, грубо говоря, сейчас пошла та мини-лекция, которая, которых нет в лекциях, и которая, так сказать, поясняет, как решать. Задает алгоритмы. И вообще общие планы. Поэтому сейчас вы старайтесь писать в конспект все, что я говорю. Даже не только, что пишу, а то, что говорю по возможности. Есть 10 типов уравнений первого порядка разрешенных. Я не буду добавить разрешенных либо в симметричной форме, потому что альтернатива этому уравнению не разрешенная относительно производная. Это отдельная тема. Пока мы говорим только о разрешенных. А это, значит, либо разрешенная непосредственно, то есть классическая, либо в симметричной форме. Вот. Есть 10 типов уравнений первого порядка, которые известны, как интегрировать. То есть есть алгоритмы, как интегрировать. Мы с вами последовательно все эти 10 типов изучим. Как только мы эти 10 типов изучим, приедет первое контрольное. Вот на эти самые 10 типов. То есть примеров будет только 4. Почему? Потому что есть типы проходные. То есть вот какой-то тип, который на контрольной, как он решается? Мы решаем, сводим к какому-то предыдущему типу, тот еще к предыдущему и так далее, пока не дойдем до того типа, который мы уже проинтегрировали. Но и тем самым написать ответ. Таких конечных типов, вот их всего 4, поэтому у нас будет 4 полимерных контроля. Теперь дальше. Как решать, вообще говоря, уравнение? Основной метод решения дефицциального уравнения это замена переменных. То есть у нас есть вот уравнение, ну скажем, уравнение, что их равняется f от x, y. И мы... Ой, так сейчас, я понял, что... И мы начинаем делать замену переменных. То есть мы y меняем на какую-то функцию u, x, возможно, меняем на какую-то функцию t по какой-то формуле. Либо это, либо одновременно. И x меняем, и y меняем. То есть двойную замену делаем. И переходим к уравнению, которое записано, грубо говоря, через u и t, например. Вот. Значит... Так, что такое? Так, чего у меня тут возникает? Для чего мы это делаем? Мы, грубо говоря, переходим в другую систему координат. Ну, были координаты x, y, а у нас будут утре координаты. Если мы от фонаря возьмем эту замену, какую там вот показалось, захотели и сделали, скорее всего, мы получим новое уравнение, гораздо более сложное, чем исходное. Если мы определим тип уравнение, то известны хорошие замены, те замены, которые либо позволят ввестись к уравнению, которое уже можно интегрировать, либо получить более простое уравнение. То есть мы улучшили систему координат. Вот для этих типов известны эти замены. Если же уравнение относится не к одному из этих десяти типов, то вообще говоря, его решить невозможно. То есть на 99% со всякими еще девятками оно не решается. Почему я говорю, что 100%? Потому что есть уравнение, которое может решить только сам автор. Представьте себе, я взял элементарное уравнение, ну, со всем, которое в уме интегрируется, и сделал совершенно ужасающую замену. На две страницы функцию написал замены. И получил совершенно дикое уравнение. Понятно, что обратные замены я сведусь и проинтегрирую. Но эту замену никто кроме меня не знает. И это уравнение могу решить только я. Точно так же каждый из вас может написать уравнение, которое решит только он сам. Просто делается нестандартная замена, нетривиальная. И ты получаешь уравнение, которое никто не знает, как решать. Но тем не менее все, что проинтегрировать можно. Так вот, эти 10 типов, это всего те типы, которых известно замену. Все остальное уравнение просто не решается. Скорее всего. Ну, вот я как сказал, почти наверняка. И вот наша задача их научиться решать, ну, то есть проинтегрировать все, что можно проинтегрировать. Это первая задача вот на самом деле обыкновения дефицитных уравнений. То есть проинтегрировать все те уравнения, которые можно, для которых это можно сделать. То есть выписать решение в виде элементарных функций. Ну, композиции элементарных функций. Вот. И мы с вами будем последовательно разбирать каждый из этих 10 типов. Ну, вот они идут, так сказать, вообще говоря, в порядке усложнения. И на самом деле, когда вам дается пример, ну, неважно, контроль или в жизни, вы смотрите на уравнение, вы просто начинаете посмотреть, будет ли оно уровнем первого типа, второго, третьего, причем строго по порядку. Потому что те уровни, которые интегрируются, оно может быть сразу нескольких типов. Оно, скажем, может быть и обобщенно однородным. И при этом уравнение, там, скажем, вернули, да еще потом его может с помощью интегрирующим нужно решить или в полный дифференциал. Так вот, нужно увидеть первый тип. То есть, потому что более сложный, вы будете сводиться в более простые, вы будете решать в 5 раз, 10 раз дольше, чем можно было бы решить. Поэтому совершенно обязательно к концу этого внутренне контроля наизусть знать, как определяются типы. Ну, это совсем просто. Просто надо решать, если вы решите пару-тройку уравнений, вы будете уже знать это автоматически сами. И после этого вам нужно будет определить этот тип, начиная с простейшего. Ну, а дальше у вас алгоритм будет, который мы вам будем показывать с Артемом. и вы этим алгоритмом будете естественно решать. На контроле, собственно, все задачи будут сводиться к какому-то из типов. Нет, это будет к какому-то из типов известных. Я назову эти типы. Но вам надо будет определить, какое к какому. То есть, без этих авторских замен, как вы говорите, назвались... Нет, никаких нет. Все только стандартно. Все, что мы учимся, решается только стандартно. А вот этот, так скажем, рабочий... Известные типы. То есть, мы интегрируем то, что заведомо можно проинтегрировать. А, ну вот. Нет, это никому не нужно. А зачем? Общего случая там, вернее... Нет, никоим случая. Нет. Вы можете сказать, мне не решите. Я говорю, определите, я не могу. Тогда я скажу, а вот тип вот такой. И все. А если я скажу, я тоже не могу, значит, тогда зачем же я вам давал? Такое я вам давать не буду. Я вам даю только то, что решается. Только один момент должны усвоить. Значит, решенным считается уравнение, которое свелось, ну вот, к интегралу. Но интеграл может быть, ну, он должен быть взят. Но если он не берущийся, это все равно считается, что ты решил. То есть, называется, проинтегрировать в квадратурах. То есть, либо взять интеграл, либо довести до функции, в которой стоит интеграл, но не берущийся. То есть, например, функция ошибок где-то может получиться. Ну, или интеграл. Ну, по ходу решения ты ошибки делаешь где угодно. Нет, я имею в виду функция ошибок, это вот, которая не берущийся интеграл, там, вместе с функцией Лопасса. Такое может получиться. Может, Нет, это нормально совершенно. Нет, для вас-то это хорошо. Поэтому я стараюсь сказать, чтобы интегралы все брались, потому что он не берущийся, то ты его и не берешь. Ну, правда, тут может быть сложности с исследованием там, как себя ведет функции, то есть, но для задачи каши могут быть сложности. Ну, это не сразу будет, но такие интегралы у нас сплошь, и она будет встречаться, которые, ну, вот решения, в которых стоять не берущийся интеграл. Так, я хочу. Не важно. Вот. Так, ну, и теперь, теперь нам нужно с вами начнем изучать первый тип. опять-таки, ну, это тип, который никогда, как в задаче, непосредственно не будет встречаться, но это тип, который, вот, только который интегрируется, собственно говоря. Вот вам надо свести к этому первому типу. А мы успеем это 18 минут? Да, конечно. Теперь уже все, здесь пойдет все просто, конечно, успеем. Вот. Нет, за время я смотрю. Значит, первый тип. Это вот тот тип, где-то вы можете написать интеграл. Для левой части, для правой части, то есть проинтегрироваться непосредственно. Понятно, да? Ну, а дальше возьмется, не возьмется, уже другой вопрос. То есть, при нерве вы получаете ответ. Понятно, да? Вот. Все остальное, все типы сводятся к этому, к первому. Понятно, да? Вот. И вот только первым мы уже интегрируем непосредственно. Рисуем эти значки интегралов. Этот первый тип называется уравнение с разделенными переменными. Записывайте. С разделенными, это важно слово написать целиком. С разделенными переменными. Вот. Значит, вот как выглядит это уравнение. Вот к чему надо сводиться. dx поделить на g от x плюс dy поделить на h от y равняется 0. Вот это вид уравнения с разделенными переменами. Значит, понятно, что это уравнение в симметричной форме. Поэтому, если у вас дано изначально уравнение разрешено, то есть, производной, то есть, 1-1, то в ходе решения вы все равно сюда придете в симметричной форме. Так, это у него m от xy равно 1 поделить на g от x. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Значит, почему с разделенными? Потому что при dx стоит функция x, а при dx стоит функция только y. Вот переменные разделились, понятно? Вот. Поэтому. Ну, на самом деле, я здесь написал, потому что нам дальше будет удобно. На самом деле, мы могли написать dy поделить на h от y в правую часть. Ну, со знаком минус, неважно. Минус можно всунуть, было в аж. Понятно, да? То есть, слева у нас стоит только функция x, справа только функция y. И между ними равенство. Смотрите, когда у нас равны левая и правая части, мы, значит, можем с ними делать одинаковые действия. От этого равенство не нарушается. В частности, мы можем левую и правую часть проинтегрировать. А вот, когда мы интегрируем вот так вот, слева и справа знак равенства, как надо учитывать то, что у нас изначально переменные были различными? Ну, между ними равенство. Тоже, по всем x, y. Переменные интегрирования, то мы можем вообще одинаковые написать левым и правым интеграли. Нет, погодите, погодите, мы просто берем неопределенно, ну, первообразные считаем. То есть, неопределенно интеграл слева, неопределенно интеграл справа. Ну, если опять, вот, если опять перенести все в левую часть, ну, то, что я говорил справа, то, что мы получим проинтегрировав? Мы получим интеграл. Понимаете, в чем дело? Я могу описать интеграл, потому что у меня только x, но функция dx и, соответственно, функция x. Вот, я написал dx поделить на g от x плюс плюс интеграл dy на h от y равняется, и вот, когда вы рисуете значок интеграла, вот тогда вы добавляете в самый констант. Вот это вот у вас получилось общее решение. То есть, вот здесь просто все решения содержатся. Ну, интеграл надо брать, если он берется, он у вас будет браться. Вот. На самом деле, это я немножко, конечно, на пальцах так показываю. Я говорю, что вот есть равенство, делаем одно и то же с левой и правой частью. На самом деле, то, что вот эта формула верна, это будет доказано. Это будет доказано во второй главе, вот когда мы будем мешать вернемся в симметричной форме. Значит, это на самом деле, ну, короче говоря, доказательство этого факта, что так можно записать, будет проведено. И вот в том месте я вам там скажу, что вот так сказать, мы это как бы на веру отчасти приняем, но это понятно, что должно быть равенство, торжество. Но тем не менее, как-то это не совсем строго математически. Так вот, строгое доказательство этого факта будет дано. Ну, а пока нам надо решать, пока я еще до второй главы дойду в лекциях, пока вам придется в это дело поверить. Ну, на самом деле, это вот достаточно очевидно, как бы, но строгое доказательство будет. Теперь я прошу прощения, вот сейчас в этом месте, ну, может быть, и в этом месте хорошо сказать, я сейчас это сделаю. Я все-таки немножко там пропустил то, что нужно было. Я голову по Европам скакал, я забыл одну теоретическую вещь сказать, которую я буду потом доказывать. Но пока, значит, вам нужно просто знать. Помните, когда я с вами разговариваю про общее решение? Значит, общее решение – это решение, которое содержит практически все решения. Это я вам объяснял. Вот классическое общее решение, классическое общее решение, напишите словами, мне просто статировало писать, классическое общее решение имеет вид. Игрек равняется фи от х и с большую. Или х равняется си от у и с большую. и то, и то называется классическим общим решением. Ну, вот то, что мы писали, помните, я там писал фи, что там, единица поделить на х минус с было такое решение. Там с умножить на логарифм икс, и грек равняется. Ну, это функция фи. То есть, это вот полностью входит в то, что, так сказать, вы уже эмпирически получили. Ну, какие-то решения мы смотрели. Значит, А это вот вся пара называется решением или это два классических решения? Нет, разумеется, два разных. То есть, классическое решение может быть записано либо в виде верхнем, либо в нижнем. Вот. Но штука в том, что далеко не всегда при практическом решении нам удастся решить, ну, грубо говоря, либо относительно у, либо относительно х. Чаще, гораздо чаще мы будем получать мы будем получать общее решение в виде у от х и грек равняем х, прошу прощения, у от х и грек равняется с. Это вот то, почему я вспомнил, это то, что мы получили сейчас, решив вот эту штуку. Видите? Вот это функция у от х и грек у нас слева и равняется с. Вот решение, записанное в неявном виде, вот в таком, общее решение, называется общим интегралом. Это все подробно будет в главе 2 рассказано. Это называется общий интеграл. Запишите себе. Значит, первые два это классические общие решения, а эти самые называются общим интегралом. Чему у нас у от х и грек равно еще раз говорите? с. То же самое константы. Само у, оно откуда взялось? У, это какая-то функция. А, понял. Вот наша у для уравнений среди личных перемен и вот левая часть. Интеграл плюс интеграл. Вот наша у. То есть, это все решения, но они не разрешены ни от насилия и за ни от насилия и грек. Понятно? Смотрите, по, так сказать, когда это будет вводиться строго определение, тут будет обязательно сказано, что вот эта функция у, наша функция у, вот эта, она обязательно однозначно разрешима либо относительно Y, либо относительно X. То есть, ее можно решить. И значит, эта запись и какая-то из этих они равносильны. В этих записях тоже будет, так сказать, предполагаться, что она решается относительно С. То есть, можно от этой свестись к этой. Это все равносильно и записи. Просто эта форма записи разная. Понятно? Это называется классические, а это называется общий интеграл. Теперь, почему они все вводятся? А потому что далеко не всегда вы реально, ну вот на практике, от общего интеграла перейдете к Y, ну вот, к классическому решению. Да потому что просто, ну не решается она, нету функции у нас. Это трансцендентное уравнение относительно Y. Транццендентное уравнение относительно X. Что здесь трансцендентное? Сюда входят функции Y разных классов элементарных, ну типа экспонента, многочлен, экспонента, тригонометрия, логарифм, тригонометрия, логарифм многочлен. Они не решаются относительно этой самой. И по X тоже самое. То есть, по теории, вот потеряем они явные функции, то есть, если мы возьмем производную, частную производную U по Y, в какой-то точке она отличная, то лядущий, в окрестности этой точки мы можем решить наследие, теоретически. То есть, функция существует вот такая. Но практически у нас нет, нет у нас, элементарной функции такой нет, чтобы записать. Вся проблема заключается в том, что слишком мало функций, которыми мы можем оперировать. и мы, так сказать, вот пытаемся решать пока в классе элементарных функций. Следующее решение это степенные ряды вводить. И мы это будем делать. Сразу гораздо больше можем сделать. Но пока нет. Поэтому теоретически мы можем свестись к любой, но на практике мы часто будем получать вот такую. То есть, в виде общего интеграла. Значит, когда вам нужно писать ответ, вы не надо пытаться, даже если возможно, решить относительно Y или относительно X. Там входит C, вам при решении надо дополнительную ДЗ вводить, и вы завретесь. И я не требую этого. В каком виде получили общее решение, в том и пишите в ответ. То есть, получили в таком. И слава Богу. Не занимайтесь этим. Вот когда вы будете решать задачу Каши, когда вы вот сюда и сюда подставите X0, Y0, найдете C, и оно будет равно 5, 3 или минус 10. Вот тогда вам уже нужно будет обязательно, если можно, решить либо относительно Y, либо относительно X и написать максимальный интервал существования. Вот уже в таком виде. Только вместо C будет подставлен какой-то ценой, который вы найдете по вашей задаче Каши. Но все, что сказано, это еще слишком просто. На самом деле, чаще всего вы будете получать общее решение в виде вот какого. V от X, Y и C равняется 0. То есть это общий интеграл в неявном виде. Опять-таки, его можно решить теоретически относительно чего Хош, но хотя бы относительно одного. Ну, а здесь в этом относительно двух переменных. но на практике это не сделать с конкретными функциями, которые получились, с конкретной функцией V. И опять-таки, и не надо. Вот ваш ответ. Единственное, что здесь нужно добавить, те решения, которые выпали, пока вы его получали. Это вот на сегодня все, о чем мы говорили? Значит так, секунду, у нас пять минут, значит и так. Значит, вот здесь, когда вы пришли к этому самому виду, к уравниванию с разделенными переменными вы просто интегрируете. Причем, здесь почему стоят H и G, так сказать, в знаменателях, чтобы не разбираться с тем, как они равны нулю, не равны нулю. То есть раз знаменатель, значит не равны нулю. И у вас никаких проблем нет. Вот. Значит, вы и предылили, получили общий интеграл, но это, в общем-то, ответ. Да, значит, на этом мы сейчас будем заканчивать. Что, ну, второй тип уже пойдет, будем рассказывать дальше, уже порознь. В следующий раз у нас, как я говорил, полтора часа лекция, и потом пойдет, ну, значит, после перерыва практика, и дальше уже, какие у вас будут перерывы, будете договариваться ну, либо со мной, либо с Артем. Вот. Владимир Владимирович, а вы бы не могли потом перечислить определения, которые нужны к следующему занятию? А вот те, что я говорил, они и нужны. Спасибо. Вот. Потому что я пропустил все, что не нужно. Ну, вот из того, что было. Мы на лекциях это будем проходить дальше. Значит, я вам пошлю эту самую, ну, памятку, контрольную 1, которую как оформлять, но это можно не посылать сейчас, но она непосредственно контрольная. И я вам пришлю вот эти самые первые параграфы, первая и второй главы. Значит, из них все определения наизусть. Ну, и теоремы прочитать, формировку наизусть. Сами доказательства можете не читать, мы это будем, ну, они там их и нет. Вот. А если есть, то я буду, значит, на лекции это читать. Но определения надо знать, потому что, ну, так сказать, они все потребуются вот непосредственно сейчас, когда мы будем решать. Ну, они потребуются, когда я буду дальше читать лекции. Значит, я вам пришлю, мы пойдем читать, значит, я буду рассказывать дальше на лекции первый, вот этот самый первый параграф. Мы его, так сказать, целую кучу пропустили. Подробно будем разбирать. Поэтому, как вот на самом деле, это правильно мне сказали, я это всем советую. В идеале, если вы хотите вообще не готовиться к экзамену, ответить на пять, вам всего лишь нужно либо после лекции прочитать ее, ну, не пожалеть полчаса. А лучше, если текст будет, а он у вас будет, скажем, вот этот первый параграф, первый главный большой. И дальше, может быть, будет. Лучше читать перед. Соответственно, отметить, что непонятно, но что-то уже представляете, структуру представляете, будете хорошо понимать, что я говорю. Спрашивая, что непонятно, вы, соответственно, просто будете все понимать. Все, что нужно, опять-таки, потратить полчаса, чтобы перед лекцией прочитать ее, которая будет. Ну, и, конечно, прочитать обязательно то, что было. Ну, чтобы хоть как-то заучить определение. И все. И тогда вы полностью все время будете иметь пять, и более того, к экзамену вообще готовиться не надо. Вы к нему готовы будете. Вот. И это, на самом деле, вот эти, займет гораздо меньше времени, чем если вы будете потом просто вот готовиться к экзамену, а сейчас вообще, ну, так сказать, даже не слушать. Это просто мой совет. Это надо иметь, конечно, крепкий характер. Иметь надо стержень, чтобы заставить себя это делать. Ну, вот если хотите, вот вы будете тогда. И, более того, вот тогда я буду, походу, очень много чего пояснять и повторять из Матадалии за изолзинкой. Тогда вы, что у вас пропущено там, и дыры где есть, вы их заполните. Можно, извините, а можно шрифт как-то побольше, возможно? Так, В смысле, в лекциях или сейчас писать? В лекциях, в лекциях. Хорошо. Просто, я не знаю, как у всех, но у меня это только одна треть экрана, и это, по-моему, довольно как-то мало. Нет, нет, я готов, я почему не увеличил, потому что, чтобы больше вы видели одновременно, как бы, потому что мы, как бы, прыгали туда-сюда, поэтому я сделал такую. Но я могу сделать крупнее, пожалуйста. Ну, ты меня попроси, когда, если будет плохо, либо разберись, ну, если ты, может быть, можешь увеличить с третьей экрана на весь, может, это, так сказать, свойство твоего. Ну, я не уверена, я открыла полностью зум, в смысле, именно... Я понимаю, да, ну, хорошо, нет, я сделаю больше, пожалуйста, это не проблема. Можно как-то поддевку сделать, чтобы она не сжатая была, а то она в одном направлении сжатая. Что это, не просто сжатая? Она суженная. Суженная? Сейчас, секундочку, а почему суженная сейчас? Ну, вот то, что сейчас у нас, это нормально? А, в смысле, вот это нолисты. А, вы про PDF говорите, да? Да. А, ну, хорошо, сейчас, одну секунду, давайте PDF откроем. Ну, кстати, все свободны, кто хочет. Спасибо вам за внимание. Значит, пожалуйста, к десяти, все собираетесь, не опаздывайте, чтобы я мог всех запустить сразу одновременно. А, еще раз, а у 35-й и 36-й группы ведете практики со следующего понедельника вы? У 37-38-39 вот ваш коллега, Артем. Да, совершенно верно, так и будет. Ну, и все, так сказать, вы будете писать в контрольные все, ну, одинаковые контрольные, но просто он проверяет, он с вами общается. Он вам рассказывает, как решать. Кто жестче, вы или ваш спирант? В смысле, кто жестче? Да. Ой, вы знаете, это сложно. В каком-то месте может он, в каком-то я. Тут как, тут по-разному. На самом деле, я могу сказать, что, ну, вот, то, что я вам могу обещать, я совершенно точно, как бы сказать, объективный, не подверженный настроениям. Ну, он, по-моему, тоже. То есть, я знаю преподавателей, которые в дурном настроении будут ставить двойки, а в хорошем, соответственно, оценки лучше. И что-то припоминать. Нет, я полностью объективен. Вот это я вам гарантирую. То есть, даже не зависит, что перед этим я вас ругал полчаса, но если вы стали отвечать на пять, я вам поставил пять. Ну, условно говоря. А много кто с экзамена, с пятеркой ходил? Ходили, сколько угодно. А вообще, какая статистика там, не знаю, за прошлый год? Ой, прошлого не было, за позапрошлый. Ой, я даже не знаю, я не помню, честно говоря, уже это, так сказать, вот позапрошлый год. Нет, так сказать, всего хватало. И пятерок хватало, и четверок, и троек, и двоек. Вот единственное могу сказать. Ну, может троек побольше, чем остальное, а так пятерки, четверки, сколько угодно. То есть, это не какой-то пудрик. Это совершенно точно. Знаете все определения, ну, и основные формирующие теоремы. Ну, желаю, ну, как сказать, где-то, может быть, и доказательства, если большая сложная теорема. Вот. Ну, а дальше мы разобрали доказательства. А доказательства нужно полностью узнать? Еще раз. Доказательства. Доказательства вы смотрите конспект и пишете, только не переписывайте конспект, а пишите, как понимаете. То есть, вы можете подсматривать, если забыли, разбираться с конспектом. Пожалуйста. Но вы написали, и потом начинаете мне объяснять. Я начинаю спрашивать, а почему, а почему при случае. То есть, зазубривать доказательства? Не надо. Нет, нет, я говорю, не надо. В них только разобраться. Зазубривать, ну, зазубривать с пониманием, это определение. И формулировки. Доказательства, ну, вот надо разобрать просто. Я, так сказать, совершенно не строго к этому отношусь. Я, пожалуйста, пользуйтесь чем угодно. Но только вы должны понимать, потому что я могу, например, спросить. Ну, вот там вы формулируете теорему, там какие-то условия. Ну, вот пусть выполняется то, пусть выполняется то, и тогда будет следующее. Ну, как стандартно теорема формулируется, да? Я могу спросить, а зачем вот это условие? Почему без него не будет? Где оно требуется? Ну, понятно, что если вы просто переписали, доказательства, мне не ответить. А если вы это понимаете? А в определениях... А определения не бывают хорошие или плохие, понимаете? Хоть одно слово неправильное сказали, это уже другой объект. Любое лишнее, любое недостающее, уже другой объект. Ну, а я имею в виду вопроса, почему в определении ту или иную вещь... Нет, не объясняется, нет, а как это? Вот это просто описание того объекта, который мне нужен в дальнейшем. Определение может каждый придумать свое личное. Значит, не бывает плохих, хороших определений, бывают востребованные и невостребованные. Вот те, которые всем нужны, вот они попадают в учебники, и все, они описывают те объекты, которые, опять-таки, всем нужны, ну, в данной науке. Ну, а ты можешь сам любые определения дать, так сказать, но только они интересны только тебе самому. поэтому определение должно быть... Причем, определить тоже не надо зазубривать. Определение устойчивости, я наизусть не помню. Устойчивость полипунового, мы это будем проходить с вами. Я просто представляю картинку, что происходит, когда есть устойчивость. И я описываю эту картинку, получается определение. У меня пред глазами стоит. То есть, если ты понимаешь, что в этим определением описывается, просто представляешь, его не надо учить. Ты его искажешь. Вот ведь как. Именно нужно вы служили, когда вы его читаете, вы предлагаете представить, а что это такое? Особенно, когда, так сказать, определение, но такие имеют геометрические объекты, можно представить, можно картинку написать для этого определения. Например, вот отрезок пиано, вы можете представить эти треугольники, эту высоту. И вот вам понятно, как описывать отрезок пиано. Ну, это простой пример из того, что уже известно. Ну, а самое начальное определение, конечно, что, ну, надо знать, не пустую область, не пустую, связанную открытую мозгу. Но, опять-таки, я в любой момент могу спросить, а что значит связанное, а что значит открытая. То есть, опять-таки, те слова, которые вы используете в определении, они должны тоже понимать, потому что это, так сказать, слова из других определений. Это понятно. Есть числа аналитические, но на них надо учить, никуда не денешься. А те, которые имеют геометрический оттенок определения, те можно представлять, тогда их учить не надо, а просто представил, рассказал, что ты видишь, что-то должен получился определение. Когда такие определенные будут еще, я буду об этом говорить. То есть, я буду именно что-то комментировать, то, что написано. Написано, я буду, каждый может прочитать, но даже зазубрить может, но понимать ничего не будет, толку не будет. Через 2 недели он все забудет. Вот именно моя задача, чтобы вы попытались понимать все, о чем идет речь. Как-то себе представить это. Ну и мы будем вместе с вами стараться этого достигнуть. Вот так. Спасибо. Да, пожалуйста. Ну все тогда, значит. Да, мы вам напишем. Да. По поводу ПДФ, да, мы, если что, напомним. Нет, я это все пошлю, да, обязательно. Да, я так понимаю, что с вами вот связь по почте можно... Ну, конечно. Да, во-первых, мне можно кто угодно писать, но мой адрес знают старосты. Вот. А я буду пересылать через вот старосту в этой второй группе, да какой там, шестой. Это шестой, да. Он будет для всех распространять. Вот я его и пошлю. Ну, в ближайшее время. Хорошо. Вот так. Ну все, да, тогда. Значит, в другие разы, когда у нас будет время оставаться, я могу так, и поконтрольно, будем что-то разбираться. Или кому-то что-то непонятно, оставшееся время до пяти, мы можем с вами беседовать. Ну, в желающем. Вот. То есть, если есть вопросы, вы будете задавать. Вот так. Ну все. Тогда всем до свидания.